Глава вторая. Авторство. Авторство. Центр, куда нес я впечатление, квартира Михаила Сергеевича Соловьева, силуэт которого я дал в книге «На рубеже». Он первый пригрел мои эстетические стремления, выпустил литератором. Он импонировал элитами. Владимиров, Метнер, Рачинской и Батюшков дергали. Михаил Сергеевич лишь щупал во мне доброкачественность материала сознания. Он не деформировал, предоставляя свободу, надеясь, что в мировоззрении к нему я приближусь. Он внимал философии жизни, а не испарению схем. И отсюда его равнодушие к познавательным моим схемам. Он щупал материю моих воззрений, не форму. Он знал, что она не на кончике кредо, навеянного встречей с Метнером, с Эллисом, с любой книгой, подкинутой случаем мне. Я же, выкладывая у Соловьевых себя, договаривался и с собою самим. Из портьеры просовывалась очень бледная, слишком большая для хрупкого зябкого тела, закутанную в итальянскую тальму, хохлатая голова с золотой бородкой. Вот закинулся нос, появился кадык. Протянулись две теплых руки. Ну, что скажете, Боря? Сутулой садится, бывало, и носом большим клюет вскатить, отряхивая папиросу в большую золотоватую пепельницу. Кратко. Никаких резолюций, советов, опасок, поспешных надежд от него не услышишь, бывало. Но неподневно, помесячно, даже погодно итоги всех наших встреч подводил в тихом молчании. Вот резолюция на интерес. Позовите к нам Батюшкова. И Петровский, Владимиров, Батюшков, бывало, уже сидят перед ним. И Михаил Сергеевич их разглядывает, как оценщик моих устремлений еще на корню, так сказать. Его метод расценок единственен. Кобылинский и Метнер — немного насильники. Петровский — заноза, часто меня задиравший в те дни. Рачинский — синкретик. Эртель дует лягушку в вала. Михаил Сергеевич был мне отдых, осмысленный над материалом сырых впечатлений. С дымком, с шуткой строгой, с вниманием к моей подоплеке, с любовью ко мне. Иной стиль отношений сложился с женой его, Ольгой Михайловной. Он в молниеносной реакции, яркой и нервной. Тут не было разности лет. Ниже ростом, сухая и худенькая, в балахончике, с башенкой черных волос, суетливая девочка, вовсе не сорокалетняя дама. Она — взрыв ярчайших реакций на мои рассказы о встречах, о книгах, о мыслях, но не объективность. И наш разговор с каждым годом пестрее, интереснее, крикливее. Царапаемся и дружим, заражая друг друга. Мои впечатления в ней пламенеют, бывало. Она, обрывая меня, недовыслушав, с загоревшимися глазами, начинает сама фантазировать. — Стойте! Не так, не туда! В ней Петровская разыгрывается ей увиденным мифом. Она им корит меня. Выйдя не Петровской, тот бы не так поступил. Споры между нами крикливее и ярче. До вскакиваний моих, до выскакиваний из комнаты. А где мы сходимся, мне она ближе Сережи. Сережа Сергей Михайлович Соловьев, сын Ольги Михайловны. О Соловьевых смотрите на рубеже. Примечание автора. Он, став уже отроком и утративший кудри, с 1901 года мне редко видится за Соловьевским столом. Он в рои сверстников, поливановцев. Реже с нами сидит. Он с Геоцинтовыми, Бенкендорфом, Венгстернами. Явно ухаживает за Арсеньевскую гимназистской. Он в собственном возрасте. И Михаил Сергеевич чрезвычайно доволен. Пусть его. Ольга Михайловна мне как ровня. Мы с ней теперь и бурная, и яркая пара. Самый спор — только средство к новому сближению. Она уже читает мне с 1900 года письма своей дальней родственницы Али, кублицкой Пиоттух. И отрывки из писем к ней Гиппиус, жены Мережковского. Часто между нами как предмет спора встает Достоевской, которого так ненавидит она, утверждая, что впечатление от его романов вызывает образ распятия в клопах. Полексена Сергеевна Соловьева, сестра Михаила Сергеевича, друг Гиппиус, теперь появляется в Москве. Она-то явно и вздувает в Ольге Михайловне интерес к Мережковскому, к его идеям, к исследованию о Достоевском, два года печатающемуся в мире искусства. — Что бы Володя сказал? — восклицает Ольга Михайловна, читая риторику Мережковского. Но Володя, философ Владимир Соловьев, скончался. Михаил Сергеевич редактирует книги его, приобщая нас к черновикам, воволакивая из потертых портфелей пуки пожелтевшей бумаги, исписанной крупным, кривым, броским почерком. Щурит глаза в перемарчивый текст. Сомневается, стоит ли данный набросок печатать. Указывает на два почерка, крупный и бисерный, мелкий, и говорит, это автоматическое письмо. Владимир Сергеевич Соловьев скончался 31 июля 1900 года. В 1901 году под редакцией Михаила Сергеевича Соловьева вышло в свет четвертое издание его стихотворений и начата подготовка многотомного собрания сочинений, предпринятого издательством «Общественная польза». В распоряжении Михаила Сергеевича Соловьева находился весь архив покойного философа. Примечание редакции. Михаил Сергеевич колебался печатать те из отрывков незаконченных статей философа-брата, которые связаны с темой поэмы «Покойного. Три свидания». Потому что какая-то полусумасшедшая Шмидт в Нижнем Новгороде возомнила себя мировою душою, которая идея инспирировала покойного Соловьева. Сравните воспоминания Белого об августе 1901 года. Я узнаю о появлении на горизонте Соловьевых Анны Николаевны Шмидт, автора Третьего Завета, смущающей Соловьева своими признаниями, что Владимир Сергеевич Соловьев воплощение Христа, а она души мира, и что мистические стихотворения Соловьева к ней обращены к Шмидт. Все это меня укрепляет в мысли о необходимости нам иметь строгий путь под руководством духовно-опытного лица. Материал к биографии. Примечание редакции. Эта маньячка сильно волновала Михаила Сергеевича. Он все боялся рождения какой-нибудь мистической секты из недр философии своего брата под влиянием бреда Шмидт. И откликами этих волнений в виде пародии на секту переполнена моя первая книга «Симфония». Квартира Соловьевых связалась мне с авторством. В 1901 году я колебался. Кто я? Композитор, философ, биолог, поэт, литератор или критик? Я в критика, даже философа, больше верил, чем в литератора. Вылазки, показ отцу слабоватых стихов и симфонии, другу, посеяли сомнения в собственном таланте. Отец стихи осмеял. Друг откровенно отметил, что Яде не писатель вовсе. Не будь Соловьевых, писатель к 1903 году совсем бы исчез с горизонта. Но Соловьевы меня тут поддержали всемерно. Сережа, еще гимназистом, читал я убогие кропания свои, приведя его в бурный восторг, и его карандаш, разрывая страницу, влепил. Превосходно! В автобиографическом письме к Иванову Разумнику от 1-3 марта 1927 года Белый сообщает. В 1897 году я написал двухактную драму, название не помню, навеянную Ипсоном, Миттерлинком и Ганнеле, Гаутмана. Драма ужасно понравилась Сергею Михайловичу Соловьеву, который, кажется, помнит ее содержание лучше, чем я. Из всего драматического бреда помню лишь одну фразу бредящего Колосова, ибо она шедевр. «Преображенский стал Вознесенским и Спасским». Под этой фразой помню подпись Соловьева синим карандашом. «Превосходно!» Примечание редакции. Каракуля мальчика в тот момент явилась решающей поддержкой. Но я умолял моего юного друга таить мое авторство. Он долго таил, но потом проговорился родителям. И они притянули меня им читать. Ольге Михайловне нравилась моя убогая проза. Михаил Сергеевич помалкивал со сдержанной благосклонностью. А за стихи смесь Бальмонта, Верлена и Фета такие журил, не любя ни декадентов, ни романтиков. Ну, а Ольга Михайловна та отзывалась на весь романтический фронт. От баллад Жуковского, от поэзии «Оссиана» до песенок Метерлинка. Ей нравились мои поэзии совершенно по-детски поданные багровые луны, самоубийцы, вампиры и прочие жути. Я же задумывал космическую эпопею, дичайшими фразами перестраняя текст из всех сил. Окончив этот шедевр, я увидел, что стиль не дорос до мировой поэмы. И тогда я начал смыкать сюжет до субъективных импровизаций и просто сказочки. Ее питали мелодии Григо и собственной импровизацией на рояле. Сильно действовал романс «Королевна Григо». Лесные чащи были навеяны балладою Григо, легшей в основу второй и третьей части симфонии. Из этих юношеских упражнений возникла «Северная симфония» к концу 1900 года. Она — первый итог ряда импровизированных мною классов. Сперва осаждаю я ритм, стараясь выявить звучание подбором каких угодно слов. Потом я стараюсь свои ритмы раскрасить. Меня интересуют образы, а не их словесное оформление. Словарь еще жалок. Напев да образ, без всего прочего. Ольге Михайловне это нравилось. Михаил Сергеевич, сторонник классической четкости, видел в стрипне моей неочищенные огородные овощи к будущим блюдам. Позднее уже образ во мне отделяется от напева, он, так сказать, членица, и я собираю метафоры, увлечение ими своего рода спорт. В этом себе самому устроенном классе я главным образом глаз, как в первом классе своем я главным образом ухо. Писателя все еще нет. Уже после во мне пробуждается интерес к рифмам и к отдельным словечкам. Меж ними слова на авось. Полотно еще белое в целом кое-где уж сработано. Это эпоха золота в лазури. Конец 1902-го, начало 1903-го года. О золоте лазури Брюсов сказал «Ценности на жалком рубище». В отзыве на книгу белого «Золото в лазури. Москва. 1904-й», впервые опубликованном в «Весах» 1904-й, номер 4, страницы 60-62, Брюсов писал «Язык белого яркая, но случайная амальгама. Это злототканая царская парфира в безобразных заплатах». Брюсов, собрание сочинений в семи томах, том 6, Москва, 1975, страница 301, примечание редакции. «Прозой овладеваю я раньше. Я ищу подковывать фразу. Клаз ковки, поля, время — лето, зимой мне пишется хуже. Стола мало мне, нужны глаз, ноги, лошадь. Глаз для зарисовки полей, неба, воздуха. Я в этом периоде вижу себя пленеристом. Мне работается только на воздухе. И глаз и мышцы участвуют в работе. Я вытопатываю и выкрикиваю свои ритмы в полях. С размахами рук. Всей динамикой ищущего в сокращениях мускулов, даже в прыжках равновесия тела, как бы обращен я к полукружным каналам. Анатомический термин для органов равновесия. Примечание автора. К внутреннему, а не внешнему слуху, нащупывая связи между словами «ногой», «ухом», «глазом», «рукой», высекаются упругое слово как бы из упругости мышц. Ритмы, качественно пережитые др-пр, а не в абстрактном, ложатся мне в основу словесных отборов. Ухо вникает теперь как бы в поступь стопы. Мало услышать. Надо мне в этот период услышанное провести в поступь. Я делаю открытие для себя, что есть мускульные представления, а есть и безмускульные. Влияние телесных движений на архитектонику фразы. Америка, мною открытая в юности. В классе полей, разумеется, для себя, а не для других, скульптура поэзии греков слагалась в метаниях диска, копья, в беге, в прыге, в борьбе. К этому пришел я поздней. Вспоминая эти свои тогдашние юношеские подгляды в процессы начала творчества, подгляды около 30 лет назад, разумеется, привожу их я в качестве воспоминаний о далеком прошлом, а не в качестве каких-нибудь поучений. Очень может статься, что пережитые тогда бессмыслиться. Примечание автора. Галопы в полях осадили с галопами фраз и динамикой мимо мелькающих образов. Много писалось о моей мистике, но ее генезис для меня — верховая езда. Ведь сцены симфонии писал я на лошади, так что неясность ландшафта, есть дымка пространства, а мельки предметов — натур летящего всадника. Мускулы как бы увидали зимой. Бега не было. Была трусца. Верховая езда заменялась скорпением лаборатории. И увидали все образы. Я привык писать на ходу. Так пишу и доселе. И в тридцатом году я, старик, писал маски. Роман. Добывая себе мускул фразы в работе над снегом, в прогулках по лесу, где лучше записывались отдельные сцены, то в беге по дворику и в непременной гимнастике. Форма симфонии слагалась в особых условиях. В беге, в седле, в пульсе, в поле. Тот класс проходил уже я с 900-го года. Итог его в том, что Михаил Сергеевич Соловьев весной 1901-го года сказал, «Симфоний». «Произведение имеет три смысла», писал в предисловии я. «Неудачно». Три стороны лучше сказать. Одна — слово. Итог окисления крови в полях. Ритм галопа на лошади. То смысл музыкальный, как я называл. Другой сатирический смысл. Синтез черт, который я подмечал у окружающих меня чудаков и мистиков, как попытка нащупать рождавшийся тогда новый тип. Этот тип еще созревал в неизвестных мне Эрне, Бердяеве, Блоке, Булгакове, Львете Хамирове, в Нижегородской душе мировой «Анни Шмидт» в Тернавцеве. Я еще внюхивался в атмосферу, пока безличную. И как бы сказал, «Посмотрите-ка, дождик повис». Он закрапал, пока я писал, носом Батюшкова, косоглазием Эртеля, рыком Рачинского, стихотворениями Блока. Все эти люди были для меня новые. В симфонии я их брал, так сказать, в воображении. Воображение осаждалось в быт по мере того, как появлялись люди, существование которых было мной угадано. Из симфонии образ Сергея Мусатова, образ заостренного, окарикатуренного досектанта Соловьевца. Подобные ему появлялись в шмидтовской секте. Я же в симфонии лишь шаржировал шмидт, рисую, что было бы, если б Соловьев согласился с бредом своей сумасшедшей последовательницы. Через три уже года студент-радикал Валентин Свинтицкой для иных и огонь с небеси не заводил, то есть верили, где не заведет. Профессор Булгаков глядел ему в рот. Блок писал, «Анна Николаевна Шмидт опять написала, ради Бога устройте нашу встречу и прочее. Положение затруднительное, и придется вести с ней разговор наедине». 4 мая 1904 года Блок сообщал матери, «Анна Николаевна Шмидт, несмотря на то, что я ей до сих пор не ответил, опять написала, ради Бога устройте нашу встречу и прочее». Анна Николаевна считает себя воплощением Софии, души мира, тоскующей о Боге. К счастью, она знает уже от Сережи, что мои стихи обращены не к ней. Письма Александру Блока к родным, том 1, Ленинград, 1927, страница 120. Упомянутое письмо в архиве Блока не сохранилось. Там имеется лишь письмо Шмидт к Блоку от 12 марта 1904 года. Примечание редакции. Шмидт бесплатное приложение жизни к моей симфонии. «Она превзошла даже мой шарж». Иронию, вышедшей в 1902 году симфонии, даже отметил публицист русских ведомостей Игнатов, писавший в газете, что я де убиваю симфонии самих декадентов. Иронию эту отметил позднее и Блок. Видимо, подразумевается статья Блока «Ирония», 1908. Смотрите Блок, собрание сочинений в восьми томах, том 5, Москва-Ленинград, 1962, страница 345-349, примечание редакции. Но иронической ноты симфонии не понимала профессорская Москва, потому что еще не видели предмета моих ироний, а Шмидт никто ничего не знал. Это позднее напечатали ее яркий бред. Имеется в виду подготовленная Сергеем Николаевичем Булгаковым, издание из рукописей Анны Николаевны Шмидт, Москва, 1916-й. Основу издания составляет мистический трактат «Третий завет». В книге помещено также замечание по поводу одной теософской статьи, представляющей собой отклик Шмидт на статью Белого о теории. Примечание редакции. Третий смысл, который я вкладываю в симфонию, веру, что мы приближаемся к синтезу или к третьей фазе культуры. Михаил Сергеевич Соловьев решил, в книге показаны чудаки, имеющие появиться на свет, и поспешил мою книгу издать, чтобы она предварила рисуемый тип у порога его появления в жизни. В симфонии я старался явить и развал загнивающего всемосковского быта. В ней изображено равнение жизни мещан с сумасшестием. Но в симфонии есть еще личные ноты. Бесна на Арбате, влюбленность в какую-то даму, какую мой демократ видит сказкой. В мотиве влюбленности демократа в сказку отразилось чувство Белого к Морозовой. Белый вспоминает о марте 1901 года. начинает все покрывать лейтмотив моей мистической любви к МКМ. Материал к биографии. Примечание редакции. Помню таяние снега, страстной, жару, раннюю Пасху, крики зорь. И мы с гимназистом Сережей бродили арбатом, причистенкой. Я искал видеть даму, а он гимназистку свою, увлекая меня на причистенку. Я же его возвращал на арбат. Мы круто писали зигзаги в кривых переулках. Картина весны улицы пешеходов вдруг вырвалась первую частью симфонии как дневник для прочтения за чайным столом Соловьевых. Профессор Расцветов, к которому я совершенно случайно попал, отражен старичком, проливающим слезы свои на груди у студента. И тетя моя, огорченная смертью недавней бабушки, в образе родственницы, сидит в креслах. В первой части симфонии, второй драматической, старичок, бритый и чистый, со звездой на груди, стоял в дверях и умильно улыбался, глядя на поющую молодежь, шепча еле слышно «Да, да, конечно!» Собрание эпических поэм. Тетя, младшая сестра матери Белого Екатерина Дмитриевна Егорова, сравните черные гости, села боком к огромному зеркалу. Она была родственницей и завела речь о печальных обстоятельствах. Там же примечание редакции. Дневник поощрил Соловьев и впервые явилась мысль осюжетить наброски, но недописание экзамены. Уже разъехались все Соловьева, родители, пустая квартира, в столовые листы курса лекций профессора Умова, физика, только Петровская являлся в пустую квартиру и произносили соформулы. Как вы доказываете? И вот сдали физику. Перед ботаникой оказывался ряд пустых дней. Расцветает сирень. Уже троицын день. Вечер. Я над арбатом пустеющим свесить с балкона слежу за прохожими. Крыши уже остывают, а я ощущаю позыв бармотать. Вот к порогу балкона стол вынесен, на нем свеча и бумага, и я бармочу над арбатом с балкончика, после записываю на бармотанное, так всю ночь, под зарею негаснущей. Уже три часа ночи, духа в день, не ложась, я дописываю. Вот вторая часть кончена, резкий звонок. То неожиданно нагрянул ко мне Сережа из Дедова. Ему и прочел непросохшую еще рукопись. Он потащил в Новодевичий, чтобы сравнить его с отражением его в симфонии. И мы удивлялись, что день такой же, каким изображен он в симфонии, что монастырь совсем как в симфонии. Не удивительно, ведь погоду я сфотографировал, написал вторую часть чуть не в двадцать четыре часа. Сравните, в одну из майских ночей я почувствовал сильное вдохновение, я выставил рабочий столик на балкон, поставил свечку и всю ночь напролет писал. Была написана почти вся вторая часть второй симфонии в эту ночь. И эта ночь отразилась в этой части. Все то, что разливалось для меня в заревом воздухе ночи, то вылилось в образ второй симфонии. Я чувствовал определенно, как пером моим водит чья-то рука. Никогда я не писал так безотчетно, как в эту ночь. Написав ночью две трети второй части симфонии, я с утра принялся за продолжение. Характерно, эта часть написана в ночь строится на дня «Материал к биографии». Примечание редакции. «В Дедово едем читать родителям», сказал мне Сережа, и потащил. Выскочили, приехали на вокзал, сели в поезд, и в понедельник, в следующий с написанием день, я читал обе части симфонии в маленьком флигеле, тонущем в травах, деревьях, цветах, всем трем соловьевым. Михаил Сергеевич слушал молча, с тихим покуром, и, помолчав, спокойно, как будто ничего не случилось, сказал «Из теперешней литературы лишь чехов да Боря меня утешают». Я был, конечно, от слов его на седьмых небесах, с его мнением исключительно ведь считался. Весь следующий день разговоры, чаи, колокольчики белые, память Владимира Сергеевича Соловьева, поля, ночь проводились с Сережей вдвоем на пруду в старой лодке, спать не хотелось, душили слова. На бледном рассвете Михаил Сергеевич Соловьев вышел из дома к нам. Он сказал с тем же спокойствием, «Мы симфонию напечатаем». В среду я уехал как спира из уютного, утопающего в весенних цветах дедова, где впоследствии я проводил лето, приглашаемый ласково-старушку и коваленской, делить досуг с ее внуком, оставшимся сиротою. Много уюта и ласки я встретил здесь. Третью часть симфонии я писал, оказавшись в деревне у матери, в серебряном колодце, меж первым и пятым июнем, носяся целыми днями галопом в полях на своем скакуне и застрачивая в седле сцену за сценой. Оголтелый мусатов слагает в той части свой бред, построенный по образу и подобию бреда Шмидт, который служил мне моделью симфонии. В эти именно дни пишет блок, мне неведомый, весь горизонт в огне и близко появление, но страшно мне, изменишь облик ты. Цитата из стихотворения «Предчувствую тебя», года проходят мимо, датированного 4 июня 1901 года, блок, собрание сочинений в 8 томах, том 1, страница 94, примечание редакции. Здесь она, мировая душа, изменение облика, верно, смешение переживаний мистических чувственными. Тема стихов о прекрасной даме у блока встретилась с пародией на нее в симфонии. Весь, что отец сломал руку, нас гонит в Москву. только в июле дописываю свою первую книгу, пишу четвертую часть, в ней показан провал бреда мистиков, и одновременно получаю письмо от Сережи. Он пишет, что в Дедове гостил кузен блок, чтящий Владимира Соловьева, в кого-то влюбленный и пишущий великолепно стихи. 11 августа 1901 года Сергей Михайлович Соловьев писал Белому из Дедова. Теперь у меня гостит мой родственник, студент Петербургского университета, блок, стихи которого я вам читал. Он теперь весь ушел в стихотворение моего дяди и пишет сам религиозно-мистические стихотворения, которые мне очень нравятся. Мы с ним ведем такого рода разговоры. Имеет ли стихотворение Соловьева вся в лазуре сегодня явилась непосредственную связь с тремя свиданиями. Имеет и так далее. Я нахожусь следовательно в своей природной стихии. Литературное наследство том 92 Александр Блок Новые материалы и исследования Книга Третья Москва 1982 страница 173 Примечание редакции Это были первые стихи о прекрасной даме. То, что у Блока подано в мистической восторженности, мною подано в теме иронии. Но любопытно, и Блок и я, совпав в темах во времени, совсем по-разному оформили темы. У Блока она всерьез, у меня она шарж. Ранней осенью цикл разговоров о Блоке в семье Соловьевых. Показан впервые мне ряд его стихотворений, великолепно сработанных. До этого поэт Блок мне был неведом. Я становлюсь убежденным поклонником поэзии Блока и ее распространителем. Соловьева решают, что Блок симптом времени, как речи батюшкова, уже частящего к нам, как пожары слов Эртеля, вынырнувшего из бездны, как весть Орачинском, Ольвете Хамирове, как появление внезапное самой двуногой Софии из Нижнего Шмидт в кабинете Михаила Сергеевича Соловьева именно в эту осень. Сотрудница Нижегородской газеты, почтеннейшая Анна Николаевна Шмидт, уверяла, а Надя предстала душой пред Владимиром Сергеевичем Соловьевым. А он описал с нею встречу в поэме «Свои три свидания». В этой поэме описывает в стихах встречу со своей музой, разумея под встречей охватившее его поэтическое вдохновение, которое воспоминание пронесло над жизнью. Первое свидание или момент вдохновения в церкви, когда он был ребенком. Второе в Лондонском Британском музее, где он работал над проблемами истории церкви. Третье в пустыне около Каира в Египте. Шмидт по прямому проводу истолковал эти встречи. Это были встречи с ее «Анни Шмидт» душой, которая где сама душа мира, воспетая поэзией Соловьева. Соловьев писал в своей поэме «Заранее над смертью торжествуя, и цепь времен любовью одолев, подруга юная, тебя не назову я, но ты услышь мой трепетный напев». Оказывается, в это самое время в Нижнем сидела Анна Николаевна Шмидт, подруга юная, ей было ко времени моей встречи с ней лет под пятьдесят и слушала, как в пустыне египетской Владимир Соловьев посылал ей свои мистические восторги. Почему он поехал на свидание с ней из Лондона в Египет, а не прямо в Нижний Новгород, в редакцию Нижегородского листка, в котором Шмидт работала хроникершей, трудно понять. Для понимания этого Шмидт понадобилось написать свой туманный витиеватый дневник и полубредовое теософическое схоластическое сочинение Третий Завет, то есть Завет от Анны Шмидт Софии Премудрости Божией. Рукопись нашлась после смерти Шмидт в 1908 или 1909 году. Профессор Булгаков, пришедший в восторг от сих пророчествований, напечатал ее. Уже перед смертью Владимира Соловьева Шмидт, вступив в переписку с философом, открыла себя ему. Она нетленная парфира. Под грубую корою вещества я прозревал нетленную парфиру и узнавал сияние божества, имеющий миссию ему открыть, что и он не кто-нибудь о самом воплощении Иисуса. Испуганный философ урезонивал ее письмами. Она настаивала на своем и добилась таки, что он ездил к ней на свидание, чтобы лично урезонить ее, бросить бред. После смерти философа она явилась доказывать, что в бывшем свидании Анаде переубедила, и философ где был обращен ее веру. Так как с бредом соединяла она и упорство, и умение притаиться, и выглядеть сухопрактической, ведь все время сотрудничала она в газетах и имела в нижнем каких-то ею непоказываемых учеников, то она представляла для брата философа явную опасность привязать к учению Соловьева свой бред. Михаил Сергеевич Соловьев все время ее урезонивал в письмах, питая понятное отвращение к этой бредовой переписке. В конце сентября 1901 года собственную персоную она появилась в Москве, честила к Михаилу Сергеевичу и привела его просто в ужас тем, что назвала его Иаковым, братом Господнем. Боря, я хотел бы, чтобы вы присутствовали при свидании с этим монстром, сказал он мне, а то меня охватывает и отвращение и ужас, когда я остаюсь наедине с ней. И было решено, что я в один из назначенных дней буду присутствовать при их объяснениях. Это было в первых числах октября 1901 года. Когда я в назначенный день пришел, Михаил Сергеевич провел меня в кабинет, и мы с ним ожидали появления нетленной порфиры. Я горел любопытством. Был падок в те годы на подобного рода музейные редкости, любя все карикатурное и каламбурное. Помню, раздался тихий звонок. Скоро серо-орехово-цвета дверная портьера раздвинулась, и в комнате оказалась девочка-не девочка, карлица-не карлица, личка старенькая, как печеное яблочко. А явная ирония, даже шаловливый задор, выступавший на личике, превращал эту существицу в девочку, что-то от шаловливой институтки. Она была очень худа, малоростом, быстрая и не пошла, а быстро-быстро просеменила навстречу к нам, окидывая меня не то шутливым, не то насмешливым взглядом, как бы говорящим, что, пришел позабавиться над душой мира? Ну, очень забавно я. И подмигнула. И, сев в кресло, пропала в нем. Мне казалось, что одна голова приподымается над столом, старая карлица, и стало неприятно. Чем-то от бредовых детских кошмаров повеяло на меня, и я разглядывал ее во все глаза. Да-да, что-то весьма неприятное в маленьком лобике, в сухеньких, очень маленьких губках, в сереньких глазках. У нее были серые отседины волосы и дырявая платьица. Совсем сологубовская недотыкомка серая или большая моль. Стихотворение «Недотыкомка» и роман «Мелкий бес». Примечание автора. Все это мелькало во мне, когда страдающий Михаил Сергеевич Соловьев ей объявил, что Борис Николаевич посвящен в круг ее мыслей, на что она, став встрепенувшейся птичкой, опять окинула меня остреньким взглядом и подмигнула какой-то пошленькой, сухенькой остротцою, чем-то вроде «Пришли послушать мой бред? Ну что ж, очень приятно». И тут же затороторила быстро и трезво о каких-то сухеньких мелочах бытовой жизни, приводя факты и освещая их. И я почувствовала в жаргоне, в словечках что-то от самой обыкновенной хроникерши, но опытной, набившей руку на собирание сведений. И это сочетание газетчицы с проповедуемым ею бредом производило впечатление бреда в квадрате. Но постепенно она подкралась и главной теме своей, о которой тараторила все с теми же ужимочками и сухенькими подмигами, как бы говорившими. Вот ведь история. Эка я греховодница. Что такое наплела о себе? Вы, конечно, так думаете, но и думаете себе на здоровье. Вы, видимо, юморист, и я тоже. Это право невероятно до смеха. Но это так, и мне ничего не стоит вам это доказать. Таков смысл подмигов, подморгов, перед тем, как она затораракала на тему о бреде. Так диктуют нотариальные бумаги пункт первый, пункт второй, и так строчат в редакции их очередную передовицу. Все, что она приводила в качестве предварения главных аргументов доказательства системы, в которой основное положение то, что она мировая душа, было ясно, просто, логично, чисто гимназической логикой. Я человек, я смертен, человек смертен. Ясно до пошлости. Но это не имело никакого отношения к пунктику. То, что выводилось из пунктика, было опять-таки логично, пресно, трезво, разумеется, чудовищно. Допустим, что нос не нос, а огурец. Из этого вытекают логически такие-то несообразности. И она их выводила без логических промахов. Но в логике нелепицы выводов отклоняются. Шмидт именно их утверждала. Там, где говорят, так как этого не может быть, она выводила. Так как логически это вытекает из основного тезиса, то так и должно быть. Чудовищность только в скачке от предисловия к выводу «Я душа мира». Тут была дыра в голове. Во всем прочем, терротерная механика мозговой стукатни, дотошной и пресной. От французского терротер пошло низменное банальное примечание редакции. Она быстро вскакивала на своего конька и тотчас соскакивала с него и подмигивала с юмором над собой, ужасом Соловьева и моим обалдением. Не правда ли, какая смешная? Думаете, что с ума сошла? Не бойтесь, подрезвей вас. Михаил Сергеевич ей внимал с отвращением. Я каюсь с художественным восторгом. Вот тип так тип. Напомню, что я, наслышавшись о ее бреде, уже на нем построил симфонию и теперь, впитывая ее, мечтал о следующей симфонии. Она взяла чернильный карандаш, рисуя нам на бумаге какую-то свою схему, забылась и всем усолила карандаш слюной, тыкая его в рот. К концу разговора у нее стали лиловые губы и даже зубы окрасились в лиловый цвет. Во всем облике было что-то крайне неряшливое. Нетленное существо таки обросло корой газетной работы. Хроникерша сказывалась в той быстроте, с которой она давала газетный отчет нам о своих мистических песнях. Позднее я слышал о ней от Метнера, жившего в Нижнем, ее видавшего. Еще позднее о ней мне рассказывал Максим Горькой, оба рисуют ее согласно, незлобивое доброе создание, поддерживавшее нищенским заработком старуху-мать. Оба отмечают в ней радикализм и юмор. Но в тот день бедному Соловьеву совсем не до юмора было. Когда она вышла, он содрогаясь, и сбрасывая бумажку с ею нарисованной схемочкой под стол, вздохнул. Какой неприятный, сухой, пошлый бред и скрылся в облаке папиросного дыма. Шмидт видела, что я ее пожирал глазами, она и вообразила, что я уверовал ее чепуху. Уехав, вдруг прислала письмо, на которое я, испугавшись контакта с ней, отругнулся. Меня испугала возможность значиться в списке апостолов. После я видел ее всего два раза у Сережи, испуганного появлением монстра. Второй раз я видел ее на одном из моих воскресений. Проведав о них, она явилась нежданно, но ей, видимо, не понравилось. Она быстро ушла. Сергей Михайлович Соловьев вспоминает, «Я лично хорошо знал Шмидт. Она производила впечатление доброй, глубоко несчастной, помешанной женщины, отталкивала в ней какая-то сектантская самоуверенность и назойливость. Весь ее третий завет стар, как все произведения подобного рода, представляя амальгаму из гностиков и кабалы. Интересно в писаниях Анны Николаевны только то, что она создала все это сама, не читая ни гностиков, ни кабалы, ни даже Соловьева, с которым ознакомилась позднее. Соловьев Жизнь и творческая эволюция Владимира Соловьева Брюссель 1977 год Примечание редакции Года через три она умерла. Два-три шмиттовца где-то по смерти ее таились. Пропали бумаги ее. Года через четыре они обнаружились в Нижегородском листке. Метранпаш передал Мильникову эти перлы, не зная, что делать с таким наследством. Он прислал Метнеру ворох ее бумаг, тот принес его мне. Мы, не зная, куда девать это все, передали Морозовой, последнюю Булгакову, он и напечатал Бретт Шмитт. А Шмитт впервые слышу я, вероятно, еще в девятисотом году. Ее ересь, основа пародии, изображенной в симфонии, с той лишь разницей, что облаченная в солнце жена у меня молодая красавица, а не старушка весьма неприятного вида. Уже в сентябре я читаю симфонию у Соловьевых в присутствии Сены, Алексея Сергеевна Соловьевой. Михаил Сергеевич, взявши рукопись, передает ее Брюсову. Брюсов ему отвечает письмом, где поэма прекрасна. Ее Скорпион напечатает, но у издательства ряд обязательств, книг, намеченных к печати. Денег нет, надо ждать, это жаль. Скорпион дал бы марку свою, если бы кто-нибудь книгу решился печатать сейчас же. Тогда Михаил Сергеевич сам решает напечатать симфонию под скорпионовской маркой, обложка придумана мною, симфонию сдали в набор, псевдонима «Буревой». Скажут «Бори вой», иронизировал Михаил Сергеевич, и тут же придумал он «белый». А я уже за третьей симфонии, в гистологической чайной пишу ее, бросивши лабораторию, к весне готова, я ей недоволен, не мускульна форма, мне нужны седло, воздух, поле и лошадь. В первоначальном варианте текста далее следовала «Поле и лошадь, лишь летом ее дорабатываю, тем же летом пишу я симфонию номер четвертой, ее переделываю почти заново в 1903 году, неувязка, двухслойность, не нравится мне, и разваливаю вовсе текст своей третьей редакции, чтобы в четвертый раз доразложить основной легкий текст, уже после, в 1906-190, в 1907-м годах. Я работал над монстром моим, ставшим четырехслойным и четырехфабульным, в Мюнхене, даже в Париже, без воздуха, поля и седла. Получился сплошной парадокс, забракованный мной, или кубок метелей, которого, как и читатели, не понимаю я. Монстр показал мне, эпоха симфонии прошла, типы выявились, даже зажили в прошлом уже, потому что в лицо мне хлистало иным вовсе ветром. И, кроме того, невозможно длить зори, когда душа пепел. Примечание редакции. Позднее изменился мой летний пленительный быт полевой, верховой. Он давал мне натуру симфонии или взлет. Позднее и сам я, отяжелев, седло бросил, жил в Дедве, в Московской губернии, в лесной природе, не в Тульской губернии, где в час склонения солнца я всегда садился на лошадь. В те годы не прибегал я к поводам. По знаку ноги начинал мой пегас то галопировать, то идти рысью. По знаку ноги останавливался точно вкопанный, когда я вглядывался в облака, в небо, в нивы. Меня волновали оттенки воздушных течений, мистический стиль описания поля, ветров, облаков, итог тщательного изучения оттенков и переживания всех колебаний барометра. Много раз спрашивали, расскажите, откуда особенность атмосферы в ваших симфониях, в ваших стихах? Ответ точен. Особенность ее поездка верхом с шести до восьми с половиной, в ландшафте без контуров, где земля падает под ноги лошади, где ее нет. Купол неба и облачность, быстроменяющая очертания, предмет наблюдений, отсюда небесность стихов и симфоний. Плюс нива, которые волна разбивается в ноги, когда всадник мчится, испытывая свой полет, как летение навстречу предметов. Движением ноги остановлена лошадь. Вон контур далекой дрофы, полевая, закатная дымка. Натура ландшафта в районе между Новосилием, Ельцом и Ефремовым. Плюс еще чувство полета, галопа. Седло было креслом, поводив стремян не касался я. Стол, записная книжонка, положенная на ладонь. Я то несся в полях, то слетал в водотеки ображные. Я изучал верч предметов и пляску рельефа, метафоры и итоги взгляда. Когда я писал будто месяц сквозной одуванчик, то я не выдумывал. Влажная ночь дает блеск ореола настолько отчетливо, что образуется белый сияющий пух одуванчика. Пух тот сдувается при набегающем облачке. Образ из второй части сквозные лики кубка метелей взошел месяц. Точно протянул он над ними сияющий одуванчик. Все затянуло с пушистыми перьями блеска. Андрей Белый кубок метелей четвертая симфония Москва 1908 страница 89 примечание редакции. Мог провераться в подборе метафор, но с каждой мучился долго ее подбирая, чтоб отобразила предмет, преломленный условиями освещения, месяца, часа. Бывало в итоге поездки пять фраз. Я был натуралистом в эффекте, не в том, что его вызывает. И кроме того, как художник я был пленерист. Сеть солнечных пятен, слагающие смешлистьев, охваченных ветром, являла в условиях дня мне воздушных гепардов. И вот золотые гепарды из солнечных углей шаталися в листьях. Изысканность от наблюденности, она не выдумка, она конструкция опыта видеть. Летели гепарды, вырезанные в зелени пятнами света, в глазах амазонки, несущиеся вскач через кустарник. Коль вы никогда не скакали в кустах или скача не разглядывали сочетание из листьев и солнечных пятен, то вам приведенная фраза покажется, может быть, чепухой. Вы учились бы видеть природу, не по воспоминаниям о ней, а на ней самой. В книжках моих жалкие опыты зарисовки с натуры. Метафора мои позднейшая обработка глазных впечатлений. Может, она неудачна, но она обработка действительно увиденного. Выходя из прокуренной комнаты, один мой приятель из неокантианцев искал лишь плевательницу сету, и что их нет, и что он привык к городскому комфорту. Так что образы моих симфоний натурополей в глазе всадника, точно такое же условие возникновения моих трех симфоний концерт симфонической, неукоснительном, но и посещаемый в эту эпоху. Здесь, в зале колонном и в консерватории я проходил музыкальный свой класс на симфониях Шумана, Шуберта, Гайдена, Бетховена, Моцарта. Здесь я ознакомился с Генделем, Глюком и Бахом. Здесь я переживал Чайковского, Вагнера, Брамса, Сен-Санса и Скольких. Здесь первые произведения Скрябина выслушал. Помнится круг посетителей, тот же в годах, вот Танеев, рассеянный с нотами, Бубек, профессор, властный бритый, Рахманинов, Скрябин, Игумнов, Гольденвейзер, Вот критики Кругликов, Энгель, Кашкин, Меломаны, Старуха Лесковская, Доктор Попов, Каблуков, Математика Егоров, Булдин, вот профессор Марковников, Нос, адвокат, вот графиня Толстая кого-то лорнирует, с ней семнадцатилетняя девочка, в черником платьице, Саша Толстая, Волконской пробирается, Вон и Петров, Часовщик, Буржуазия в первых рядах, Вострякова, Морозовы, Щукина, Неврастенический Фат, Бастанжогла, Весь зал точно свой, здесь и импульс к симфониям. В первоначальном варианте текста далее следовало, здесь и импульс к симфониям, с 1898 года я здесь меломан, принимающий лишь беспрограммную музыку, поклонник Ганцлика, на музыкальных дрожжах поднималось литературное тесто мое, с 1900 года мне звук слагал слово. Примечание редакции. В тенетах света. Мне квартира Михаила Сергеевича Соловьева явилась как форточка в жизнь. В нашей не было сверстников. Появлявшиеся профессора появлялись к отцу. Я сидел перед ними немой. У Соловьева меня теребили, ко мне обращались, со мной считались. Язык я обрел только здесь. Только здесь научился отстаивать взгляды и даже иметь их. «Вы как полагаете, Боря?» Ко мне обращались Сергей Михайлович и Ольга Михайловна. «Боря думает, Боря считает». Такими словами с 1897 года вплетали меня в разговор. И я стал говорун. С 1901 года мой голос бывало уже покрывает гостей. Демосфен, упражняяся в красноречии, камешки в рот набирал. Мне и школы, и трибуны, и красноречия стал круглый стол Соловьевской гостиной. И кроме того, в нашем доме круг лиц собиравшихся однообразен был. Родственники матери, профессора, математики да естественники. У Соловьевых я видел людей, принадлежащих к разнообразным кругам общества. Вот высокая и тяжелая седобородый Огнев, Иван Флорович со своей багровой супругой, толстой очень и злой на меня тоже очень, за выход симфонии. Иван Флорович, выпучив над столом голубое огромное око, с причмоком рассказывает чудеса, наблюденные им в микроскопе. В ту пору он, проникнутый неовитализмом, увидел вместе с академиком Фоминциным и приват доцентом Фаусикам, жизнь особого рода в делениях и других отправлениях клетки. Я с Фоминциным был знаком. Я читал виталистические фильетоны Фаусика в новом времени. Мне не говорила нисколько реставрированная натурфилософия виталистов-биологов. Я был в биологии механицистом, к удивлению Соловьева. Как же, Боря, можете вы с таким легкомыслием относиться к словам Ивана Флорыча? После ухода Ивана Флорыча пристает ко мне Ольга Михайловна. Не с этого угла разрешаются проблемы жизни. Причмоки огнева за чаем меня раздражали. Михаил Сергеевич на причмоки клевал. Возвращаясь от огнева, докладывал он, плазма живая. Иван Флорыч рассказывал чудеса. Иван Флорыч, лютый враг молодых символистов, глядел на меня из-под лобья. Багрова лицая, желтоволосая супруга его, та так и пылала позднее при виде меня. Ее пылающее лицо на меня устремленное из сюртучков и дамских причесок обычное впечатление заседаний. Меня подмывало почтительно к ней подойдя, вдруг поднос самой выставить фигу. И думалось, как не устанет она эдак злиться. Ведь ей же при этой комплекции даже опасно пылать. Но пылала она. Не пылал ни в каком отношении сын ее, Саша, Огнев, тот, которого некогда мы аннексировали в нашу детскую труппу на руле статистов. Блондин, очень вялый, бледный, он вырос, студент, он остался статистом, но в хоре передовом. Статист передового хора сынков. Он со знанием делу, но вяло, но бледно, в годах все докладывал. Естествознание без философии ограничивает кругозор. Философия без естествознания суживает. Все так, говорил с досадной дельностью. Говорил так, как принято. Передовые сынки всего мира, Германии, Англии, России и Франции, говорили так именно, слово в слово. По годам сопровождает меня голос молодого огнева студента, оставленного при университете, доцента, потом кажется, что и профессора. Естествознание без философии ограничивает кругозор. Философия без естествознания суживает. И слышалось, Огнев правильно полагает. Положение молодого огнева, Огнев, потом прибавлялось. Огнев опять говорил то же самое. Соединял философию с естествознанием? Соединял. Браво, Огнев, правильно! И уже когда который дописывался книжный шкаф, трактовавший все тот же почтенный вопрос молодого Огнева, молодой Огнев продолжал то, что молодой Огнев говорил три года назад. Что же, великое в малом должно быть? Появлялась за чайным столом Соловьевых тонкая, нервно реагирующая на все вопросы и тонко оценивающая все вопросы голубоокая дочка Гирье Елена Владимировна. Она пригубливала чай, реагировала интонации лица и голоса на мнение, ставила чашечку и понимала. Ольга Михайловна отзывалась о ней нервная Леля Гирье чуткая девушка все понимает. Появлялась сестрица Лопатина бледная тонкая умная и тоже нервно реагировала на все вопросы и Ольга Михайловна отзывалась о ней нервная Катя Лопатина чуткая девушка все понимает. Появлялись Таня Попова и Сена Попова опять-таки умные чуткие тонкие бледные и опять-таки все понимали реагировали Сена пригубливанием чашечки с ироническим поджимом губ Таня пригубливанием чашечки с расширением синих глаз поджим от понимания расшир от переперепонимания тоже бледная тоже нервная тоже все понимающая появлялась Мария Сергеевна Безобразова сестра Михаила Сергеевича Соловьева и все понимала еще более даже чем другие А душа У Унковская примечание редакции всех тоньше всех косляве всех бледней так ревилась лишь от просто перепропере как поперхнулась раз пониманием и тонкостью так и осталось и я думал откуда сие точно отверзли с хляби какие-то а не двери квартирки и хлынули бледные тонкие вялые хрупкие интеллигентные дамы и девы в эту квартиру точно двенадцатый а не двадцатый век стукнул или бледные девы Мариса Метерлинка воплотились внезапно все чаще являлась за чайным столом поликсена сестра Михаила Сергеевича напоминая чем-то философа Владимира Соловьева но без философии без искр смеха без сверка глаз без бороды и усов но в сапогах как он басила как он стриженная с нездорово надутым лицом и с напуками глаз нездоровыми тоже такие напуки бывают у тех кто страдает базедовой болезнью худая высокая черноволосая толстогубая точно нарочно скрипела она сапогами точно силила себя вздуть до матерого разбойника с большой дороги и отзывалась на разговор подчеркивая отрывистым точно лайм смешное ха-ха и молчок и опять ха-ха и молчок если не реагировали на подерг ироническое ее черные бровищи то вдруг надувала обиженно толстые губы свои и молчала и впитывала слова других реагируя глухими короткими ничего не говорящими фразами и простя неведомую обиду гоготала глухим басовым своим хохотом второе испорченное опечатками переиздания знаменитого своего брата философа больным ущемленным своим самолюбием вспучивалась из-за грубых мужичьих сапог когда сено входило то все начинало кривиться мне неосязаемым бредом она приносила с собой из Петербурга запах дегтя корицы мистической от Мережковских и Крем до Ваниль от подруги своей Моносейной бледной изящной блондинистой женственной она мне видела с упадком всего Соловьевского рода историк философ двужилистый Всеволод дергавший уймой романов протонченно строгой дорической весь Михаил и и Соловьевин чуть прокиснувший уксусно горькой Всеволод Сергеевич Соловьев старший брат Владимира Сергеевича и Михаил Сергеевич Соловьев был автором многочисленных исторических романов в основном затрагивавших события быта и нрава русского общества 18 начала 19 века примечания редакции она в Петербурге рассказывала Гиппиус про Соловьевых и веяла вероятно там духом Арбата в корице коричневой которыми пахло квартирами Решковских на Арбате корицами и крем ванилями веяла не до конца на Арбате и не до конца на Литейном она воздерживалась от всех мнений подергом бровей своей громкой двусмыслицей позже она умилилась чертякой и попиком стихотворений Блока садилась на кочку и даже в тропинку журнал издававшийся ею для детей уговаривала Городецкого Ремезова притащить ей с болота чертенка на роли котенка обмыв его дезинфицировав перевязав детской ленточкой и ей писали стихи декадентские этот душок покрывала умом честью рода грохочущим хохотом и сапогом на показ из-под юбки всем в нос сена печататься хочет давно еще жаловался Соловьев и показывал сеной оставленную для просмотра тетрадь появившуюся первым сборником под псевдонимом Аллегро ему ему только нравились строчки из целого вороха смутно бредит великаны за горой из синей тьмы строчки врезаны ею самой великан паровой и бессильный забредивший в синей тьмы этого рода посетители соловьевской квартиры символизированные бледными образами сен и душ полексену соловьевой и душей у как-то непроизвольно умножили с 1902 года бледные души повытеснили багровых мадам огневых последние багровели в непонимании нас уже распространяя свои багровые ужасы про меня с момента выхода в свет симфонии первые медленно бледневели молчанием заставляя предполагать что молчание это молчание из сочувствия но мне делалось по час грустно от переполнения квартиры сими бледными девами как-то болезненно воспринимало сочетание интеллигентности с неврастенией ума с дворянскими предрассудками бытика с бредиком бытик заимствовался от многочисленных плодовитых тетушек бабушек родных и двоюродных со стороны матери со стороны отца от бесчисленных четвероюродных троюродных двоюродных родных сестер братьев бредик заимствовался от плодовитых и многочисленных утонченно декадентских писателей скандинавских французских английских и русских, Бредик ослаблялся бытиком. Но бытик от этого начинал выглядеть бредиком. Афоризм Оскара Уальда о том, что кровавая орхидея греха — атрибут всякой талантливой жизни, пересаженной в условия бабушкиной морали, увидал, ничего не рождая, кроме гниения этой самой морали, и подавался на бледном фоне, разводом гри-перль, но на гри-ампусьер, и я наблюдал. В бледных душах и в сенах самые бытовые пылинки отсвечивали, как бриллиантики. Но ухвати бриллиантинку, она оказывалась пылинкой. Кровавая орхидея греха. Эти слова восходят не собственно Каскару Альду, а, по всей вероятности, к заключительным фразам статьи Бальмонта, поэзия Оскара Уальда. Оскар Уальд напоминает красивую страшную орхидею. Можно говорить, что орхидея — ядовитый и чувственный цветок, но этот цветок, он красив, он цветет, он радует. Осень, зима, зимний сад, и внутри, в этом роскошном саду с температурой и с холодными окнами, пышный и странный волнующий цветок. Орхидей, Тигриная. Бальмонт, горные вершины, сборник статей. Москва, 1904, страница 127. Примечание редакции. И таковы же разговоры. Вы понимаете? О, да. Что вы думаете? Что что думать? Да, да, конечно. Что да? Что конечно? Не оскорбляйте же бледных дев приставанием с вопросами, нет вопросов давно и не нужно речей, ибо ничтожно значение речей. И сидели без речи, мне навевая уныния. С багровой огневой подраться хоть можно, а тут и согласиться нельзя. Перепро. Сплетение пылиночек, напоминающее под микроскопом сплетение брюссельских кружев. И бывало, войдешь, сидит душа. Сидит и кривеет. И мне все кривится. Встанешь, уйдешь. И бывало, войдешь, сидит сена. И смутно бредит. Я гляжу на нее, сочиняя в уме фразу про великана Ризу. Эта мифическая персона из Северной симфонии писалась, во-первых, с летнего облака, во-вторых, с перепученного лица по Алексею Соловьевой. Влепив лицо сены в облако, я увидел своего великана. Мне подчас становилось досадно, когда я видела, что и Михаил Сергеевич Соловьев, и Ольга Михайловна Соловьева такие независимые, яркие сами по себе, изнемогали под бременем необходимых общений с кланами родственников, все растущим вокруг них роем и сен, и душ, не приносивших в этот дом ничего своего, лишь просиживающих над чашкой чая. — Вы душу понимаете? — Да. — Что ты думаешь, сена? — Ха-ха, шо ж тут думать? У Ольги Михайловны голова чаще обвязывалась мокрой тряпкой. У Михаила Сергеевича ослабевало сердце. Казалось бы, от чего? Увеличивалось вокруг них количество сен и душ. Один херел физически, к другой подкрадывалось нервные заболевания. Приглядываясь к валансиенам пыли, разводимым душами, стал ценить я спецов попроще, пробившихся кулакастым лбом на торный, протоптанный узко свой путь. Таковы математики многие натуралисты, отца посещавшие. Интеллигенция не из дворянства упрямистое. Кирпичи отливало страниц много сот. От дворянской утонченности мозговая рефлексия бисерно интерферировала лишь расстройством чувствительных нервов. Здесь чутко становилось условным рефлексом. Больной наследственности. Вольтерианцы двадцатого века казались мне смесями из декадентства, но без символизма, с отчаянным чванством кровей родовых, но без собственной крови. Хотя бы чудачество вспыхнуло. Но чудаки, Менделеевы и Пироговы, а сена и душа читали Гюисманца, читали Клоделя, потом прокисали. Бацилла душевная туберкулеза летает невидимо там, где сидят двадцать сен и утонченно переливаются из Грида Перль в свое Гриан-Пуссьер. Глядь, среди них двадцать первый сидит персонаж писателя Федора Сологуба, его недотыкомка серая. Душа умная, душа тонкая, душа пять, душ мигрень, десять нервные заболевания, двадцать верная смерть. Душа втируша. Драма Миттерлинка. Втируша смерть. Примечание автора. Недаром ненавидел я написанный под стиль идиотика четверостишия блока. И сидим мы, дурачки, нежить, немочь вот, зеленеют колпачки задом наперед. Цитата из стихотворения «Болотные чертенятки». Блок, собрание, сочинение в восьми томах, том второй, страница десятая. Примечание редакции. Четверостишия словами немочь и нежить напоминала мне о сидении за столом Соловьевых в обстании немочей, нежитей, в последний год жизни обоих, когда угасали физические силы Михаила Сергеевича и когда к Ольге Михайловне подкрадывалась ее роковая болезнь. И, конечно же, поздней Поликсена Соловьева с особенной нежностью, вздергом бровищи, отзывалась на блока, стилизовавшегося под идиотика. «Мило? Не мило, а ужасно». Говорю раздраженно, потому что держу своего мнения о горькой кончине Ольги Михайловны Соловьевой. Это души и сены веяли на нее мраком душевной болезни. Им ничего в ней, они в ней добродетельно прокисали, а эта яркая, мужественная, решительная не могла прокисать. С револьвером в руке, встав над бытом, она вместо того, чтобы бить в быт, в себя промахнулась. «Сена — модель моего великана, а горбатый дворецкой из Северной симфонии — все до желтый генерал-лейтенант Ха, являвшийся очень некстати, кряхтеть за столом. Михаил Сергеевич, так сказать, лишь допускал его, но с оговоркой». Белый указывает и на другой прототип образа горбатого дворецкого экономку в семье Бугаевых в Учетич, который казался ему символом каких-то сомнительных сил. Материал к биографии. Примечание редакции. «Раз сей военный, нас остановив на Арбате с Сережей, о чем-то расспрашивать начал. И вдруг все лицо стало чавканьем каши во рту, когда он, бросив нас, стал приветствовать мимо бегущий пузырь в виде толстого и совершенно седого мужчины с расслаблено бабьим лицом завезенного Евнуха. У толстяка был под мышкой огромный арбуз. Ха ему бросил нежно. «Я, я, Николай Иванович, сейчас!» — раздалось «Ме-ме-ме-ме», и почтеннейший Евнух с лицом желтой бабы исчез, переваливаясь. «Кто?» — я бросил Сереже. Но тот удирал с громким хохотом, рукой махая. «Что с тобой? Видел? Кого? Николая Ивановича. Ну?» И Сережа вновь лопнул. «Жена! Педераст!» Мне квартира Соловьева как форточка в жизнь. Она студия изучения типов, но она же место встречи с людьми, которые вовлекли меня в литературу, собственно. Здесь встречался с Владимиром Соловьевым. Здесь встретился с Мережковским и Зинаидой Гиппиус. Сюда водил со стороны своих новых друзей, на показ строгому оценщику людей Михаила Сергеевича Соловьеву. Здесь познакомился с Рачинским, с Валерием Брюсовым. Отсюда попал в Скорпион, к Дальгеймам. Здесь, наконец, было заложено начало тому, чтобы мне до встречи встретиться с Александром Блоком в письмах. Дорогая по воспоминаниям квартира эта стоит в памяти как водораздел двух эпох, и потому-то особенно волновали меня встречи двух эпох в квартире этой. С одной стороны декаденты и те, кого я видел новаторами, с другой стороны люди старого поколения — Сергей Трубецкой, Ключевской, Огнев, доктор Петровской, староколеннейшая писательница Коваленская. Сыными и стариков я разорвал именно потому, что действия на меня этой квартиры привели к скандалу с симфонией. Меня прокляли Лопатин и Трубецкой, чтоб снова встретиться в салоне Морозовой. Но там уже встреча, сдача ими непримиримых позиций. Лев Тихомиров. С 1901 года особенно подчеркнулся во мне интерес к лицам, интересующимся религиозно-философскими проблемами. Догматы религии мало интересовали меня. К догматизму как таковому я чувствовал неприязнь. Но типы религиозников притягивали потому, что я, начитавшись Достоевского, искал героев его — Алёш, Зосим, Мышкиных, Иванов-Карамазовых — в жизни. И потому, что я нюхом писателя-наблюдателя уже чувствовал появление того нового типа, который достаточно намелькался потом с 1904 года до самой революции. Что есть этот мне в 1901 году жизненно маловедомый тип. Что в нем больного, что от чудака, что от кривляки и что, наконец, в нем здорово. Влекли и самочинные сектанты, не хлысты, штундисты, евангелисты, а начинатели своих собственных сект. Бредовой образ Анны Николаевны Шмидт поразил мое воображение как художника. Поразила нелепостью схемы ее бреда о себе как воплощение мировой души. И в этом разрезе я стал по-новому вчитываться в стихи Владимира Соловьева, как подавший ей материал к бреду. Отсюда и тип соловьевца-фанатика моей симфонии. Фанатика, вооруженного бредом Шмидт и этим бредом, повернутого к светской даме. Я хотел в эти годы написать ряд симфоний и выставить в них рой религиозно-философских чудаков, но не хватало красок. И вот в поисках за ними я стал искать всюду людей, могущих мне служить материалом для будущих симфоний. Отсюда и интерес к Мережковским, Розанову, не как к писателям, а как к людям. Я прислушивался к слухам о Новоселове, Тернавцеве, разъяснявшем апокалипсис. Апокалиптики особенно интересовали меня, ибо мои будущие симфонии должны были их отразить. Мне бы задуманными симфониями подождать, какой богатый типологический материал ждал меня, Эрн с Вентицкой, близкое знакомство с Гиппио, с Мережковским, возможность сойти с Добролюбовым и так далее. В эпоху появления этих типов к симфониям я охладел уже, понятен поэтому мой тогдашний интерес и к толкователям апокалипсиса. Владимир Соловьев отразил апокалипсис в субъективном чувстве конца, охватившем его, а потом и многих интеллигентов, без почвы. Апокалипсис культивировал Розанов, но разбазаривал чувство конца, катастрофу в раскрытии тайн половых, сочетая с ним Ветхий Завет. В апокалипсисе толкователи видели и бытие, и его антитезу, конец бытия. Для одних апокалипсис стал символом краха культуры, в Мережковском двоился он, но раздвоением этим пропитан анализ Толстого, не говоря уже о Достоевском. Книгу Дмитрий Сергеевич о Толстом и Достоевском скоро перевели на иностранные языки. И шлиссербуржец Морозов в то именно время измерил в заточении астрономический смысл апокалипсиса. Им в Нижнем бредила Шмидт, соблазнился им Блок. Народоволец Морозов находился в заключении в Шлиссельбургской крепости с 1884 по 1905 год, там он вел научную работу по различным отраслям знания. По освобождении выступил в 1906 году с докладом «Апокалипсис с астрономической точки зрения». В 1907 году выпустил в свет исследование «Откровение в грозе и буре. История возникновения апокалипсиса». Третья часть его называется «Когда написано откровение в грозе и буре. Определение времени по заключающимся в нем самым астрономическим указателем». Примечание редакции. «Я, как исследователь новых типов, был вынужден бы для действительного понимания Розенова, Мережковского, Блока и Шмидт изучать Сведенборга, Ньютона, которые в прошлом пытались раскрыть апокалипсис, слушать Тернавцева, остротолкующего, но он жил в и я не мог его слушать». В Москве жил не меньший знаток, комментирующий лишь для спецов, то Лев Александрович Тихомиров, народоволец вчера, черносотенник нынче. И мне говорили, вот кого бы вам послушать. Тихомиров с 1879 года был членом исполнительного комитета, распорядительной комиссии и редакции народной воли. В 1882 году эмигрировал, издавал вместе с Лавровым «Вестник народной воли». С 1888 года отрекся от революционных убеждений, напечатал брошюру «Почему я перестал быть революционером» и спросил помилования и вернулся в Россию в 1889 году, стал монархистом. Смотрите «Тихомиров. Воспоминания». Ленинград, 1927. Примечание редакции. «Тихомиров был мне, разумеется, чужд, неизвестен, враждебен. Меня убеждали, он правда угрюм, но, попав на любимую тему, он все забывает. И вот, не спросясь меня, сообщили ему, есть где некто, кто хочет знакомиться с литературой предмета». Тихомиров тогда передал приглашение мне на дом и даже назначил день. Я не без протеста пошел. Жил он в доме, где долго гнездили с московской ведомости, с типографией, страстной бульвар, в неуютной, угрюмой, нелепой квартире. Он сам на звонок отпер дверь. Редакция газеты «Московские ведомости» находилась на Страстном бульваре в доме университетской типографии. Примечание редакции. «Я увидел испуганную, мрачно встрепанную, небольшого росточка сухую фигурку в очках. Из-под лобья уставилась, малой бородкую, носом курносеньким, складками лба и махрами. Впустил, указав мне на вешалку. Я с любопытством разглядывал облик некогда опаснейшего конспиратора, ныне отъявленного ретрограда. Совсем не гилист». Серо-вставшие он заерошил герши. Изброжденный морщинками лоб, улепетывающие не глаза, а глазенки, с напугом беспомощным, скрытым заблеском очковым. И черные, черстые полоской зажатые губы в усах, то и дело кусаемые. Бороденка, проседая, малым торчком, очень впалая грудь, изможденное тело, сухое, худое. Поношенный серый пиджак, что-то черное, вроде фуфайки, под серым жилетом. Походка с подъерзом, совсем не солидная. Легкая, шмыгающий нетопырь. Или лучше всего, выскочивший нигилист, мне напомнивший дядю Володю Бугаева, тот же подъерз, поджим губ и плечей, те же герши. Никакого устоя, критерия, веса. Повел меня в пренеуютную, как и он, комнату, неравнобокую. Точно нежели в ней, точно редакция, старая мебель, диван, на котором спят не раздеваясь, кресла нелепо стоят, быт квартир нелегальных. В этом кубе орехового колорита, чесал от угла до угла, впало грудой какой-то колючей маленькой, морщес и плечи подняв. Будто кислый лимон он лизнул, не глядя на меня, прерывал свою нетопыриную линию бега, зажечь папиросу и кинуться в угол, как пленник. Он стал протестующе с нервным поджимом бросать. Почему апокалипсис? И задребезжала брезгливость. Фальцетто, каким говорят южнорусы. Тон скучно сухой, наставительный. Надо бы выбросить из головы апокалипсис. Мода. Читать не по-розанову, а разумнее всего его запереть, чтобы шею себе не свернуть. Все то, походя ожесточенно, с оглядами собственных пяток с прерывистыми остановками. А комментарии лучше иди о Берлена. Конечно, я их не читал. Он мне судит. Но книгу я должен вернуть. О своем толковании точно сердясь он молчал. Суеслову, крамольнику, еретику не расскажешь. И я старался молчать, потому что, раз случай привел меня в логово это, его надо все же использовать. Книга Карла Августа Берлена «Пророк Даниил и апокалипсис святого Иоанна», изданная в переводе на русский язык Романова Тула, 1882. Примечание редакции. «И потом в моей голове заработал уж план, какие краски применить к нему, когда буду описывать его в мной замышляемой симфонии? Сделать ли его редактором апокалиптического журнала «Патмос» или заставить его, двуперстно сложив ему пальцев, зайти на костер?» Содержание апокалипсиса составляет видение, открывшееся Иоанна Богослову на острове «Патмос». Примечание редакции. Я наблюдал его ужинки, пока он метался, косяз на меня, неравнобокой и староватой своей мрачной комнате, и теневые ерши его, как рога впереди, бежали по стенам. То останавливался и с той же нелюдимой мрачностью оправлял что-то черное, вроде фуфайки, под серым и мятым жилетиком. Вы чем же занимаетесь? Естествознанием. Черные черствые полоской зажатые губы в усах, то и дело покусываемых, закривились какой-то неинтересной сентенцией, но назидательной. Я опять попробовал вернуться к теме визита и начал что-то о каббалистических толкованиях звериного числа, или 666. Сравните, кто имеет ум, тот сочти число зверя, ибо это число человеческое. Число его 666. Откровение святого Иоанна Богослова. Примечание редакции. Ириней считает, что число букв слова Тейтан. Ириней Леонской в своем богословском труде пять книг обличения и опровержения лжеименного знания, книга 5, глава 30, пишет об имени грядущего Антихриста. Из всех нами находимых имен Титан, если написать первый слог посредством двух греческих гласных «е» и «и» наиболее вероятно, ибо оно содержит вышезначенное число и состоит из шести букв, в каждом слоге по три буквы. Оно древне и неупотребительно, потому что никто из наших царей не назывался Титаном, и ни один из идолов, открыто почитаемых у греков и варваров, не имеет такого имени. Но у многих оно почитается за божественное, так что и Солнце называется у нынешних властителей Титаном и содержит некоторый намек на мщение и на мстителя, так как он, Антихрист, представляет вид, будто бы мстит за угнетенных. Кроме того, оно имя древнее, правдоподобное, царское, а более идущее к тирану. Посему, если имя Титан имеет в свою пользу так много оснований, то очень много вероятности заключать, что грядущий Антихрист может быть будет называться Титаном. Сочинение святого Иринея епископа Леонского издано в русском переводе священником Преображенским, 1871 год. Примечание редакции. «Эти толкования — пустое дело». Черные, черствые, полоска и зажатые губы в усах, то и дело покусываемых, прокривили опять. Меня ободнул изброжденным лбом. Улепетывающие не глаза, а глазенки досадовали. Видимо, он подзревал, не подослан ли я. Я подумал, зачем меня сунули в это мрачное логово? Надоело ли ему выдерживать тон? Или он поверил в мой интерес к апокалипсису? Только вдруг, подойдя, вперстыв папироску с растерянностью, составлявший внезапный контраст с мрачным видом, которым он ударил в передний меня, чуть даже сконфузис и промягчев всем лицом, не сухим, черным ртом. Он сел в нелепое пыльное кресло, стряхнул пепел, выставил проседую малым торчком бороденку и начал над треснутым голосом. Апокалипсис толковали многое множество раз. Отцы, Ньютон, Сведенборг, Бухарев, Розенов. Толкование Оберлена дельнее. Суть в том, что корень толкования — голоса, обращенные к семи малоазийским церквам, которые — образы церковных эпох, от начала христианства до Второго пришествия. И тут, точно фыркая на себя и отбрыкиваясь от доверия, которое он оказывает мне, юнцу и невежде, он пустился с поджимом бессвязно доказывать, что каждая эпоха или церковь — пророчески показанное будущее, часть которого стала прошлым. Ну те, будто кислый лимон он лизнул. Первая эфесская церковь — эпоха мучеников. Ясно, о чем говорит голос Агнца. Много переносил и имеешь терпение. Говорит о мучениках. Смотрите «Откровение святого Иоанна Богослова». Примечание редакции. Также для меня произвольно он не объяснил, что текст, обращенный к пергамской церкви, «Ты живешь, где престол сатаны, обращен к средневековью, к эпохе возвышения папства». Ясное дело, что папство — престол сатаны, будто кислый лимон он лизнул. Я глядел на его сухое, худое и изможденное тело со впалую грудью, огромную от клоков головой, на поношенный серый пиджак, и мелькало мне, до чего произвольно, узкое его понимание среди многих прочих. Он же, встав и опять залетав пиджаком, уж доехал до фиатирской четвертой эпохи, «Мне показывай курносый свой носик». Точно с напугом доказывал, фиатирской или нашей церкви преподано. «Только то, что имеете, держите». И, стало быть, в данном периоде, и он может продлиться столетия, все талантливое и новое, движущее вперед, от сатаны. А так как ангелу этой церкви вдобавок сказано, что «кто будет верен, тому дана будет власть пасти ослушников жезлом железным», то, стало быть, остается, смирившись, предсамодержавием пасти, что и делает этот несчастный маньяк, назидая бессильными фильетонами из московских ведомостей. Мне открылся ужас его положения. Этот насмерть напуганный конспиратор-народоволец, напутав политики, создал себе вящую путаницу произволом истолкований церквей и вывел из фиатирской церкви правую политику «держи и сокрушай». Держит и сокрушает. Но не от Николая II, а от фиатиры, фиатирик, а не политик. Поразил и феноменализм в понимании им морали, общественности и партийности. Правый не потому, что прав в существе, а потому, что себе доказал, что сидит в фиатирской церкви. И, не выдержав, начал я возражать. Ну, а будь в церкви филадельфийской, была бы иная мораль? Ну, конечно. Только говорить о ней рано, бесплодно, пока не исполнятся сроки. А я именно полагаю, что в духе вашего же толкования вы должны и заключить, что мы в шестой церкви, который голос гласит «Имя мое новое». Стало быть, все новое и дерзающее для нашего времени. С той же неубедительной убедительностью я могу доказать, что в духе шестой эпохи православное духовенство самозванные иудеи-законники. Он, развеяв фалдочки пиджака, точно выскочил из себя и опять напомнил дядю Володю Бугаева. Морща с плечи подняв, углил, как летающий нетопырь, но, прервавший свой бег, сфергнув пепел, лизнув точно кислый лимон и покусывая седоватую сгрызину уса, сказал с южно-русским акцентом, «Мое понимание выверено». Посмотрел с сожалением. «Я годами сидел, проверяя себя». И продолжал. Видно, не стоит даже сердиться. «Возьмите-ка у меня комментарии у Берлена. На первых порах они вам все-таки пригодятся». И вышел, и вынес увесистый том. «Вот». Сел. И больше не объяснял. «Вам угрожает соблазн талантами». Я удивился, что мои возражения его не озлобили, даже наоборот. Он смягчился. Тут кто-то пришел. Заговорили о малоинтересующем. И я разглядывал его во все глаза, как разглядывал во все глаза Иоанну Николаевну Шмидт. Та откровенная маньячка, этот, замаскированный правым политиканством, апокалиптик, маньяк до хитрости. Заживо похороненный, съеденный скепсисом и испугом. Становились понятными и ерши, и поджимы, и летающие на вас неглядящие глазки. Ведь предупреждали меня, что встретит он оскаленную волком, скажет несколько колкостей, утихнет, превратится в волка затравленного. Если пересидеть эти фазы в нем, то улыбнется, не без добродушия, тогда и заговорит. И пока я так думал, посетитель его, к удивлению моему, так крепко отозвался о его патроне Грингмуте, что выходило, «Грингмут — подлец». Он же только с отводом глаз оговорил резкость. «Все же Владимир Андреевич имеет хорошие стороны». Так и не высказал, подлец или не подлец. Деликатный пункт обошел он молчанием. Тут вошла его некрасивая старообразная дочь и позвала к чаю. Выпив стакан, я поспешил удалиться. Он меня проводил в переднюю и беззлобно меня уколол. Да-да-да-да, вы в соблазне. Через ряд уже месяцев вдруг получаю записку. Тихомиров просит вернуть данный им мне для прочтения том о Берлена. Толкование на апокалипсис, чрезвычайно нудное, протестантского типа, переполненное вялыми аллегориями, примечание автора. Пошел, пережив те же стадии метаморфозы. Из волка в больную собаку. Зашел разговор в связи с текстами. Вижу, лежит на столе у него моя книга «Симфония». Дочь прочитала ее. Он о книге ни слова, ни автор де я. Демонстрировал явный проход мимо книги. Я вновь получил приглашение быть у него, чтобы выслушать чей-то церковный доклад, тема восстановления патриаршества. Уже дружа с Мережковским, тогда врагом синодальной церкви, с большим интересом прислушивался я к реакциям на Мережковского. «Встань, врагов!» Я пошел и раскаялся. Там заседал отвратительный бледный толстяк в серой паре, брюхастый, обрюзгнувший, лысый, с бородкою острой банкира, с героикой наглую пос, то Владимир Андреевич Грингмут, слащавенький, лысенький, брысенький, бледнобороденький, голубоглазый, больной человечек, вздыхающий о звуках Вагнера, перетирающий руки, то был поселянин, погожев, писавший гнуснейшие сентиментальности. Вот красноносый мужлан, потирающий потные руки, в очках весь циничный, топорный, профессор Арсений Веденский. И был бородач белокурый, в очках, очевидно попавший случайно, как я, на доклад, исконфуженный встреченным обществом, новоселов. Геморроидальный докладчик, которого нос багровел, как индюшчий, в рясе мышиного цвета, с крестом золотым, оказался епископом Никоном. Особенно же заинтересовал великанним размером, огромную, светлую, протянутую бородой, ярославским отчетливым оконьем, лапами, точными двежьями и пустобоями ног под столом. Художник Виктор Васнецов. Он поразил и злобой, с которой чистил он поганый журнальшко или мир искусства. Писаки бесовские. Вот Мережковский что пишет. О-о-о, Мережковский талант, в ухо мне, бородой новоселов. Доклад был ничтожен, его не запомнил. Он подал лишь поводы Грингмуту, выпечившему живот, с наглогрузным размахом вскочить и, махая руками, водя толстым корпусом, что-то кричать. Не согласен он был с патриаршеством. Тихомиров, тенея в углу, сжавши рот, вздернув плечи, как умер. Я был разобижен. Зачем он позвал на совет нечестивых крамольника Ейтика меня? Я не являлся к нему. Прошло десять лет. В 1911 году попал я в Сергиев Посад, приискать помещение. Поиски не увенчались успехом. Вдруг вижу билетики, комнаты. Комнаты мне подошли и ценой, и размерами. Я захотел окончательно договориться с хозяином. Вышел ко мне Тихомиров. Едва я узнал его. Высох он, напоминая мне мумию, худообразием, сухостью до нельзя, ставшая узеньким, клинушком белая вовсе бородка, напомнила лик старовера пред самосожжением в изображении Нестерова. Не хватало лишь куколи на голове, потому что сюртук длинный и черный, как мантия. Жердеобразная палка мне напомнила жезл. Точно инок он шел на меня, сухо переступая и сухо втыкая жезл в землю средь грядок капустных развел огород. Вздернул клин бороды, поджав губы, сверкая очками, без нервности. Замер и руку к очкам, защищаясь от солнца, поднес. Эта черная тень, свою черную тень, резко бросившая на капусту в октябрьском сияющем небе, на фоне кровавой листвы, поразила меня архаизмом, «добротолюбием» веяло. Добротолюбие своего рода христоматии, составленное из собрания отеческих правил опыта, примечания автора. Он стал редактором, превосходительством даже, при ленте должно быть. Он тотчас узнал меня, и, несмотря на сотрудничество мое в явно жидовских левых газетах, на левой выходке твердо пошел мне навстречу. С видимым дружелюбием комнаты сам показал, спустил цену, на все условия согласился, но мысль о хозяине эдаком меня настолько смутила, что я уже твердо решил улизнуть. И, указывая на А.А., мою спутницу жизни, с нарочным подчеркиванием ему заявил «Реакционеру-церковнику сдать помещение мне невозможно. С А.А. мы не венчаны в церкви и не повенчаемся из убеждения». А.А. Ася Тургенева, примечание редакции. Кисло нахмурился, точно лимона отведал. Он мягко взял под руку, повел вдоль гряд, высоко поднимая сухую, костлявую руку и гееретически в землю втыкая свой жезл. Заявил, что такое мое отношение к церковному браку весьма огорчает, но вольному воля, а жить в своем доме не будет препятствовать. Не в его вовсе нравах стеснений свободы жильцов. Я же думал, нет, ни за какие ковришки. Он не отпустил нас без чаю, стол вынесли в сад, появилась та самая дочь, некрасивая, сильно состарившаяся, и, помнится, мед принесла. Разговор ни о чем. Я разглядывал тощее благообразие профиля, четко проостренного, благолепие жестов, с которыми он брал стакан, ломал хлеб, совершая чин службы, а не чаепитие. Не то действительной статской, от схимы, не то схимник, от самодержавия. Вспомнились тексты «Держите с того, что имеете. Я сокрушу вас железным жезлом». О московской ведомости того времени тусклая и некрикливая скука. Его карандаш зачеркнул следы, если не блеска, то хоть черноты откровенной, которую ваксил ее откровенный подлец, зубр и хам, Грингмут. Дубровин, Восторгов, для Льва Тихомирова уже таланты. От подлости. Звал не к погрому он, в погреб свой звал, принять схему, держать, что имеем. И больше я его не видел. Валерий Брюсов К этому времени подымается на моем горизонте фигура Валерия Брюсова. Многие литературные судьбы с ним связаны. С 1894 до 1910 года на него изливались потоки хулы, после ставшей сдавленным гулом хулы молодых неудачников нашего стана. В 900-901 годах он ходил по Москве с записной своей книжечкой и с карандашиком, организуя молодых поэтов литературную партию, сухоналаживая аппараты журналов, уча и журя, подстрекая, балуя и весь осыпаясь, как дерево листьями, ворохом странных цитат из поэтов, непризнанных Франции, Бельгии, Англии, Чехии, Греции, Латвии, Польши, Германии, сковывая свой таран стенобитный с воловьем упорством. Сравните общую характеристику поэта в мемуарном очерке Белого Валерий Брюсов. В эпоху 1897-1900 годов он для нас, подростков, стоял непрочитанным знаком какого-то неизвестного будущего, открывателем неисследованных континентов культуры. В эпоху 1901-1904 годов для нас, юношей, он стоял во главе экспедиции, организованной для покорения неизведанных стран. В эпоху 1905-1908 годов он воистину был повелителем им уже завоеванных стран. Он стоял перед нами едва ли не пределом художественных достижений, и он нас учил. Россия, 1925-й, номер 4-й, примечание редакции. Увенчанный лаврами мэтр и слуга с подтиральной тряпкой в руке, даже чистильщик авгиевых литературных конюшен, заваленных отбросами, скопляемыми лет 35, Скобичевским, Ивановым, Иван Ивановичем, Староженкой и Веселовским. Брюсов ухал на ужасы пошлятины ужасом дикости, изгоняя бред бредами. Желтая кофта Маяковского, татуировка бубновых валетов, группа художников в свое время новаторов, подмечание автора. Кривляние Мариенгофа в эпоху, когда фиги стали предметом продажи почти в каждом колониальном магазине, только повтор былой удали Брюсова при выполнении затеянной им партизанской войны, уничтожившей армию Трутней, отрядиком маленьким. До Маяковского соединил Маяковского, Хлебникова, Бурлюка с деловыми расчетами и с эрудицией опытного архивариуса, щедро сеющего крупной солью цитат, заставляя принять бронированный бред, подносимый с практичностью лавочника. Он умел объегоривать, и он любил объегоривать дураков. Скромно, в застегнутой наглухо черной одежде являлся в герье молодой человек, удивляющий сметкой и знанием. С кем честь имею я? Брюсов. Хм. Разговор продолжался до мига, когда изрекалось, а вот Михайловской сказал. Молодой человек вдруг потупис и дико сверкнувший из черных ресниц точно цапнутой лапой невидимой, напоминая пантеру, готовую прыгнуть, кивком головы и сложением рук на груди замирал. Красный рот разрывался пещерным отверстием. Он идиот! Можно было подумать, в почтенное место являлся сюртук в черной маске, историка, пушкиноведа или латиниста, чтоб, поговорив о Тибуле, про перции, маску сорвать, стать оскаленным чудищем, зубовонзающим в горло. Придет и чарует, ах, умница! Просят стихи почитать, поднимается, складывая на груди свои руки, с глазами египетской кошки, с улыбкой почти нежной, дергаясь бледным лицом, чтобы выорнуть нежно и грустно, как тешится лаской с козою он и как валяется труп прокаженного. Точно из диких крабов бесноватый врывался в гостиную Петра Бартенева живой традиции, спорившего с князем Вяземским. Гнать? Хозяин, почтенный старик Петр Бартенев не гнал. С 1898 года Брюсов начал регулярно выступать в журнале Бартенева «Русский архив» с историко-литературными и библиографическими разысканиями, а с августа 1900 поступил на службу в редакцию журнала, став фактически секретарем русского архива. Смотрите мемуарные очерки Брюсова об Артеневе «Обломок старых поколений» «Брюсов за моим окном Москва 1913-й» и «Памяти из воспоминаний за полвека» Брюсов избранное сочинение в двух томах том 2 Москва 1955-й а также статью Ашукина Валерий Брюсов и Петр Иванович Бартенев по неизданным материалам Ашукин «Литературная мозаика» Москва 1931-й Примечание редакции Уши Мстиле Ван Зайс в поэзию Брюсова пилами сверлами и бормашинами в ряде годин Очень многое в нем желчь и яд от надсады Он точно наказанный атлас стоял с полушарием своей вселенной в безводной пустыне 90-х годов Атлас или атлант Титан отличавшийся мощной силой после поражения Титанов в наказании поддерживал на Крайнем Западе Небесный Свод Примечание редакции Было что-то больное в травлении собственных ран принуждавшее не алкоголика не гашишиста а домохозяина несшего долг обходить квартирантов своих чтобы составить понятие о состоянии водопроводного крана и ватерклозета со слов поэта Муни обитавшего в доме Брюсовых Примечание автора и после к Бартеневу в русский архив где служил он с портфелем тащиться с цветного бульвара к воздвиженке рыться в пылях с добросовестностью удивлявшей Бартенева что заставляло вполне целомудренного в разговорах житейских служаку выкрикивать профессорам с целомудренным видом он Брюсов Валерий ни кто-нибудь универсант семьянин некрофил и садист лишь каприз самотерза Я многим верил я проклял многое и мстил неверным в свой час кинжалом В стихах посвященных мне он угрожает мне если если и я приму сребреники то кинжал ожидает меня и когда показалось ему что на светлых путях своих чуждых ему но мне свойственных я оборвался он в строгой серьезности казнь измышлял мне в чем сам он сознался я слепцу вручу стрелу вскрикнешь ты от жгучей боли вдруг повергнутой во мглу и мне все объяснило письмо отвечающее на мой лозунг не только литература оно корень Брюсова я привожу его как неизменный эпиграф к трагедии бывшей меж нами село Антоновка 1904 дорогой Борис Николаевич и это слово дорогой примите не в эпистолярном значении а в настоящем первичном как знак что вы что всякое приближение к вам мне желанно дорого и как жаль что мы утратили возможность всегда во всех случаях все слова принимать в их настоящем смысле дорогой Борис Николаевич я рад что вы написали свое письмо мне даже больше чем рад немного счастлив когда я читал его я вдруг как в молнии увидал вас того вас которого я опять иногда вижу в ваших глазах но далеко не всегда в общежитии в ваших разговорах статьях даже стихах конечно вы были неправы обращаясь в своем письме ко мне с вопросами почему не я к вам и просьба на эти вопросы скорее вам отвечать мне и только моя горькая привычка молчать пришедшие ко мне после десяти лет жизни не дала мне бросить все те безнадежные зачем вам думаю мы все равно чувствуем их и ваше письмо были все те же наши общие одинокие мысли которые когда они вновь приходят даже нет необходимости вновь продумывать так как все их пути уже истоптаны раздумьем и все-таки хотите ответ вернее не ответ а грустное признание мое признание которое кажется мне тоже нашим общим вот оно нет в нас достаточно воли для подвига то чего все мы жаждем есть подвиг и никто из нас на него не отваживается отсюда все наш идеал подвижничество но мы робко отступаем перед ним и сами сознаем свою измену и это сознание в тысячи разных форм мстит нам измена завету кто возлюбит мать и отца больше меня мы вместе с Бальмонтом ставим эпиграфом над своими произведениями слова старца Зосимы ищи восторга и иступление а ищем ли то есть ищем ли всегда смело исповедуя открыто свою веру не боясь мученичества о негазетных рецензий а истинного мученичества каждодневного осуждения мы придумываем всякие оправдания своей неправедности я ссылаюсь на то что мне надо хранить весы и скорпион вы просите времени в четыре года чтобы хорошенько подумать Мережковский лицемерно создал для самого себя целую теорию о необходимости оставаться на своей должности и все так двое разве смелее добролюбов и бальмонт и я думаю что у добролюбова нет этих криков зачем хотя он и облегчил свою задачу назначив себе строгие уставы надев тяжелые вериги которые почти не дают ему свободы двигаться и бальмонт при всей мелочности его дерзновений при всем безобразии его свободы при постоянной лжи самому себе которая уже стала для его души истиной все же порывается каким-то приближением если не по прямой дороге то хотя бы окольным путем а мы пришедшие для подвига покорно остаемся в четырех условиях светской жизни покорно надеваем сюртуки и покорно повторяем слова утратившие и первичный и даже свой вторичный смысл мы привычно лжом себе и другим мы у которых намеренно сюртук застегнут мы которые научились молчать о том о чем единственно подобает говорить вдруг не понимаем что все окружающее должно обязано оскорблять нас всечасно ежеминутно мы самовольно выбрали жизнь в том мире где всякий пустяк причиняет боль нам было два пути к распятию и под маленькие хлысты мы предпочли второй и ведь каждый еще миг есть возможность изменить выбор но мы не изменяем да я знаю наступит иная жизнь для людей не та о которой наивно мечтал ваш чехов через двести триста лет жизнь когда все будет восторгом и иступлением нам не вместить сейчас всей этой полноты но мы можем провидеть ее можем принять ее в себя насколько в силах и не хотим мы не смеем справедливо чтобы мы несли и казнь мне жаль что всего этого я не могу сказать вам в тот самый час когда писалось ваше письмо мне жаль что пройдут дни много дней между тем когда вы мне писали и когда вы будете читать этот ответ или эту исповедь я обращаю ее к вам так же полно как верю было обращено ко мне ваше письмо и так же уверенно подписываю я свои страницы вас любящий Валерий Брюсов письмо написано на двух с третьей страницах бумаги с клеймом и штемпелем книга издательства скорпион весы ежемесячный журнал Москва театральная площадь метрополь квартира 23 примечание актора брюсов увиделся мне содержанием запечатанным в двух конвертах вы разрываете первый в нем план эпатировать здравый смысл скобичевских необщим значением Дюамеля Верхарнов Аркусов Ренье Дегурмонов и Рене Гиле неведомых чтобы поставить читателю русскому новую полочку книг Но смысл плана заглавие писанное на конверте втором запечатанным тоже в конце концов проповедь Гиля Гиль не без задней мысли подбором поэзии вызвать испуг им испытанный мальчиком Варей перед жизнью обставшей старухою дикой в глубинах души его ужас многоликой призрак жизни жалкой дикой закивал мне старуха Подразумевается обосновавшаяся Гилем теория научной поэзии к которой Брюсов относился очень сочувственно Смотрите его статью «Научная поэзия», опубликованная в «Русской мысли» 1909 номер 6 Брюсов избранные сочинения в двух томах том 2 Примечания редакции Факт наблюдения Бред о старухе ведь свойственен детям на рубеже 3-го и 4-го года Старуха же быт раздавивший Валерия Брюсова в детстве Вот что он пишет в книге из моей жизни «Думайте раньше чем подвергать детей унижением» Я рыдал от несправедливости Я всего более боялся поступать не так как следует Но тем не менее я не умел вести себя Бывать в гостях было мучением Я терялся горбился Я был угрюм и неловок Я склонен был за словами людей воображать иное скрытое значение Я жил совершенно не понимая что происходит вокруг У меня нашелся товарищ Это был Шут грязный слюнявый кричавший «За что вы меня обижаете?» Я сам недалеко ушел от него Ночью у меня начинался бред Я вскакивал кричал До сих пор знаю это чувство безотчетного ужаса нерешенной сладости Вот лейт мотив пыли квартир засыпавший его Из нее рвался к подвигу ассоциировавшемуся с чувством непонятости с почитанием деяния раннего соратника добролюбого порвавшего с литературой Вот выписка из дневников пишет 25-летний молодой человек Умер Шперк юноша живущий среди отчуждения погибающий в борьбе с нуждой О как близка мне его судьба страница 31 Уйти куда-либо в пустыню страница 40 В душе возникает вопрос что если я тот прежний был лучше и выше страница 41 О добролюбове страннике его отличительная черта во всем он идет до конца и он пошел здесь до конца он талантливейший и оригинальнейший из нас но в убеждениях он дошел до конца он раздает все имущество страница 42 43 Лицом он изменился очень я помнил его лицо бледное лицо и горящие глаза теперь черты огрубели в лице что-то русское теперь он стал прост он умел сказать что-нибудь и моему братишке и даже маме страница 41 Александр Добролюбов что я найду сказать ему я теперешний и я бессилен о горе страница 41 в дни встречи со мной ходил он перепуганный жизнью дебелую бабищей выдавленные из нее спиритические перемельки и стуки он занимался в те дни спиритизмом приподняв воротнику пальто и надвинув картуз на глаза я бегу в неживые леса и не гонится сзади никто искаженно цитируется заключительная страфа стихотворения Брюсова сумасшедшей 1895 Брюсов собрание сочинения в семи томах том 1 страница 84 примечание редакции и никто и ничто его ужас да урби эт орби со скорбным упорством на этом ничто отлагал точно ракушку твердую форму он нас испытуя что видеть мы силимся не только формой подкрадываясь ко мне к блоку они ее видят они ее слышат он нет и железные болты сорвать бы сломать бы цитируется с неточностью стихотворение Брюсова младшим 1903 из книги урби эт орби обращенный к младшим символистам тюргам белому блоку и другим в первоначальном варианте текста далее следовало они на дверях того храма который воспел блок в начале столетия Брюсов же ждал что из храма черт вылезет как ликовал он когда черт таки вылез из гусеницы или дамы они ее значит не видели болтов не стоило рвать примечание редакции с хладнокровием физика взвешивал он пыл готовность на все добролюбого гиппиус розанова мережковского студентов избитых казаками разбросил он мне не говоря о сочувствиях им что же прекрасно не только словесность а где она в чем пока только слова был осознанным противоречием он с откровенным отказом от выхода не находя его но допуская что может быть выход есть колитак пусть покажет ему ощупает его и деловито оценит сюртук мне часто казался стенной черной тенью на плоскости трезвой но он был точно с трещиной в которую садит холодный сквозняк стародавних кошмаров испытанных в детстве здесь думается мне и происхождение ранних стихов его о козе и о том как он в снах своих мучит знакомых однажды проснется де и увидит себя в чужой комнате над им задушенным уже не во сне таков его ранний рассказ напечатанный в северных цветах примечание автора его проверы под формой будто бы маленьких гадостей строимых нам имели бескорыстную цель нас испытать но это в нем было игрой самотерза такова же пресловутая дичь его юношеских поступков подрывавшая тактику или систему подкопов она выражение мучительной распятости самим собою себя в этом жести ненужного самораспятия видел сон мне с первой встречи сложившим на грудь две руки искривленным от муки но и в этом терзи слагающем свои строчки и таким его врубель увидел таким подымали на щит его мы иронически он утешался принятием лести от тех кто его поносил как игрок ставя нас скорпион символизм свои карты в угаре азарта унизить еще одного из мастодонтов сперва издевавшегося над ним потом пришедшего к нему с повинной чтобы не отстать от моды молодой еще дикой порывистый брюсов встает передо мной одной ногой на эстраде другой ногой в невызерных чищобах самотерза в которых он рыскал юнцов озадачивая таким был еще в 904 году после не был до жуткости диким до резвости пламенным первые встречи я вижу Валерий Яковлевич каждый день первоклассник я он же взъерошенный бледный в прыщах семиклассник с усами меня интригует он умной угрюмостью я же круги пишу вокруг него Брюсова гимназиста Белый описывает также в мемуарном очерке о нем смотрите Россия 1925 номер 4 примечание редакции кто он по арбату в неживые леса когда сзади никто не гонится я бегу в неживые леса и не гонится сзади никто Брюсов примечание автора и осенило я видел его уже где в тот же вечер сказали мне у Соловьевых был Брюсов и жаль не застал этот визит Брюсова к Соловьевым состоялся в сентябре 1901 года смотрите Брюсов дневники страница 106 примечание редакции тут осенило меня бегун бормотавший на улице Брюсов Михаил Сергеевич Соловьев познакомился с ним у Шестеркина этот художник с женой заходил к Соловьевым Михаил Сергеевич симпатизировал Брюсову крупный поэт в дневниках стоит был у меня Михаил Сергеевич Соловьев благодарил за статью о Владимире Соловьеве после был у него жена его Ольга Михайловна мило болтала о Фете сын Соловьева юный Сергей Михайлович тоже мило беседовал о Корнеле Россине ждали сына профессора Бугаева он живет рядом страница 106 видал я его в 900 году на представлении в Тируши его мне показали в Антракте он стоял у стены опустивши голову лицо скуластое бледное черные очень большие глаза поразил его худоба в сочетании дерзий с напугом напучены губы вдруг за отворот сюртука заложил он угловатые свои руки и белые зубы блеснули мне воскали без смеха глаза оставались печальны в тот же вечер он публично читал к авансцене и стене длиннее себя самого как змея в сюртуке палкой ставшая с тем передергом улыбки которую видел я он поплыл прижав руки к бокам голова точно на сторону вот гортанным картавом раздельным фальцетто как бы он отдавал приказ он прочел стихи держа руки по швам и с дерзкую скромностью точно всадившая жало змея тотчас же удалился под аплодисменты яд на публику действовал действовал интонацию голоса хриплого и небогатого но вырезающего как на стали рельефы читал декадента над которым в те дни Москва издевалась не свои стихи а стихи Бальмонта собравшиеся демонстрировали браво Брюсов стал быть он нравился наперекор сознанию рассудком ведь ругали его в тот вечер он голосом как будто декретировал над головами его ругавшей Москве Яблановским Баженовым Иван Ивановым Янжулом и Староженком вот всем говорю горе вам знакомство с Брюсовым 5 декабря 901 года я встретился с Брюсовым у меня сидел Петровской когда я получил листок от Ольги Михайловны Соловьевой у нас Брюсов ждем вас позвонился входим и вижу за чайным столом крепкой скуластой и густобородый брюнет с большим лбом не то вид печенега не то вид татарина только клокастого клок стоит рогом как вылеплен черными белыми пятнами он поглядел из-под лобья на нас с напряженным насупом и что-то такое высчитывал встал и загнулся и быстро подняв свою руку сперва к груди отдернул ее потом бросил мне движением рисующим как карандаш на бумаге какую-то египетскую арабеску в воздухе быстрясо пожал мою руку глядя себе в ноги и так же быстро отдернул к груди сел и в скатерть потупившись ухо вострил точно перед конторкой готовился с карандашом что-то высчитать точно в эту квартиру пришел он на сделку но чуть боялся что хозяева я и Петровской его объегорем этот оттенок мнительности недоверия к людям с которыми впервые вступал он в общение был так ему свойственен в те годы он был ведь всеми травим понял еще не зная меня но симфонию писанный текст о которой дал отзыв он что о Наде прекрасно прикидывал мысленно кто я такой мистик скептик софист образованный или невежда маньяк или насмешник юродивый или кривляка кем бы я ни был сумел бы и он постоять за себя этот тон деловой понял я был им выставлен точно окоп или конторка помалкивая слушая что говорилось примериваясь учитывая интонации вспыхами глаз и пылающие наблюдательностью на меня обращенный и этим он точно выхватил воздух из моего горла себе в дневниках записал были два наших студента декадента Бугаев Борис Николаевич автор симфонии и Петровской чуть-чуть заикающийся страница 110 он прикинулся точно учитель словесности перед экзаменом для вида макал усы в стакан чая и приличие ради поддерживал разговор я наблюдал его и думал нет в картавах поправочных фразах яркости вежливой косой улыбки и схмуре нет шарма я думал вот примется он мне развивать впечатление о чтении моей симфонии а он не спуская с нас ухо в глаза же не смотрел мимо нас подавал точно рукой свое слово Михаил Сергеевичу а своей бровью подчеркивал свои смыслы и трезво и веско не без архаизма как будто он пришел к нам из тридцатых годов прошлого века так беседовать мог Боротынской Белинской уже не мог никакого Рембоа Маларме Михаил Сергеевич Соловьев всем своим видом как бы показывал Брюсову нас вот где какие Брюсов же с мыком смышлеватых бровей отвечал будет видно годятся ли вдруг прытка бублик он выщупнул из хлебной корзинки стал неловко мне с ним как атакованный я даже испытал раздражение скажи-ка ему про бледные ноги его пожалуй еще услышишь вы сударь мой дичь не парите-ка Пушкин не так писал у Боротынского нет этой жалкой бессмыслицы думалось явно сидит как в черной маске потому что татарин печенек и учитель словесности только маски непрост исключительный зверь неуютный его не дразни под себя подомнет сев в засаду этот подмин под себя я пронес по годам взвешенность всех выражений с ней явно вплетаемыми комплиментами ставила часто в просаг точно в угол где мой пулемет от теории и знания вовсе не действовал но где рапира софизма его отовсюду меня щекотало и точно невидимый шепот я слышал Борис Николаевич вы не деритесь со мной я и так вас щежу будет плохо еще до обмена словами прошел лейтмотив наших будущих отношений я помнится высказался нет границы меж здравостью и меж психозом я с вами согласен отрезал неглядя Валерий Яковлевич и тоскливо едва передернулись губы а зубы блеснули Михаил Сергеевич перевел разговор на симфонию ах завозился Брюсов засунувши руку в карман и стал обсуждать детали ее печатания мое мнение о книге известно ведь вам бросил с досадой он мне и не зная я его отзыва я мог бы подумать что книга моя ему неприятно потом мы перешли из столовой в кабинет Соловьева хозяева с Петровским пошли к столу мы же с Валерием Яковлевичем задержались в стенях перед креслом которое он на две ножки поставив раскачивал поводя туловищем и вдруг стал узкоплечим каким-то всю рту как на вешалке грудка совсем дощечка наверное ребра пропячены аспид аспид я удивился разительному изменению своего впечатления от вида его вокруг как тарантулы прыгали с ожесточением я что-то доказывал защищаясь отказавшейся мне ненормальной внезапной живости этой он откинулся держа на весу кресло и вдруг в потолок дико выорнул ах да зачем с философией вы когда есть песни и плясти к точно те выговаривал он и снова выорнул когда мгновение принадлежит мне и слушал себя как песни из древней эры в которой быть может слова о том как дерутся с бронтозаврами я захочу взвесил кресло ударил им в пол и вот этим вот креслом кому-нибудь череп пробью и увиделось просто какое-то оно обезумевшее и заявляющее что оно приподняв воротнику пальто и надвинув картуз на глаза убежит в свои неживые леса цитата из Брюсова примечание автора черт дери пришибет чего доброго подумалось мне тут же подумалось просто он софист и позер нет мгновение не принадлежит нам осмелился я допустим что вы захотите навеки остаться стоять здесь уйдете все же потому что вы гость соловьевых а гости уходят представьте мое изумление когда став шестом передергивая завопил он я сап лапа пала на кресло останусь здесь кресло пристукнулось бред о извечном стоянии Валерия Брюсова здесь разыгрался в моем воображении вот подумалось все уходят а Брюсов стоит в той же позе за креслом его Соловьев выгоняет стоит в той же позе за креслом Михаил Сергеевич Соловьев раздевается Брюсов стоит спит а Брюсов стоит озаренной луной в той же позе врывается Жанна Матвеевна правда ли что он стоит тут стоит а Брюсов тут же переменив разговор спрятав дичь свою как платок в боковой карман и загнулся передо мной как-то чрезмерно любезно чрезмерно порывисто однако мы отвлеклись идемте к хозяевам и подойдя к Соловьеву с нарочитой невинностью заговорил о каких-то новых изданиях Пушкина я ожидал как он вывернется предо мной ведь обещал что не уйдет отсюда и я его пересиживал стало нудно поднялся таки я прощаться тут он вскочил и с чрезмерной мягкостью как вывернет не обращаясь ни к кому я тем не менее с явной угрозой удаляюсь и руки по швам свою голову на сторону прямо в переднюю я за ним даже не попрощались друг с другом я думал и ведь прав он в миг первого выкрика он издал свой декрет в миг же второго выкрика его отменил потому что мгновение каждое принадлежало ему и софистище же отдалось где-то во мне проводивший Валерий Яковлевич мы с Петровским остались у Соловьевых и я рассказал им свой разговор перед креслом с Брюсовым Михаил Сергеевич улыбался не знал я какая опасность грозила мне впрочем я переменил бы квартиру с Богдановым домохозяином а не со мной бы дело имел он на следующий день в той же комнате опять встретились с Брюсовым мы неожиданно для меня при Мережковских о чем пишу ниже тогда же я подошел к Брюсову простите вчера в попыхах я даже не простился с вами он выпрямясь и наставляясь ноздрёю обдумывал видно ответ с пыхом выдохнул проворкотавши гортанно-приязненно я думал что без предрассудков мы будем с вами и дернул рукою и белые зубы свои показал и опять ошарашил меня без каких предрассудков без приличий цитат архаизмов отдавшись песням и пляскам проткнем кольца в нос и украсимся перьями нового быта устроивши остров Таити здесь в доме Богданова в квартире номер 3 такова моя первая встреча с ним еще не знал я стиль бреда как стиль кулака игры не задевающие его жизни он ими испытывал нас раз я его увидал с добролюбовым ставшим сектантом и всех называющим братьями с легкостью Брюсов отчеканивал на брат Валерий к нему обращенное что брат Александр он хотел поиграть и со мной стилем своих шедевров шедевры первая книга стихов Брюсова примечание автора чудак педагог делец потом сколько раз Соловьев Элис я собираясь втроем представляли чудачество Брюсова и обсуждали они что такое единственное сочетание из высушенного как гербарийный листик софизма и бреда пощечиной влепливалось и над ней дергал бровью недоумевая начав с пустяка кончал крупную ставкой на дичь измерение неизмеримого точный рисунок пятнадцатый век его он показал мне в нем изображались пытки у Брюсова слово испытывать значило часто пытать он до пытки испытывал но испытания эти терзали его и отсюда же непроизводительность мотивов одетых в сюртук господин с прирастающей маской к лицу таким виделся в эту пору мне Брюсов так однажды зайдя с соловьем к нему испугались осведывавшись о делах скорпиона прямой точный шест он свой рот разорвал бросил руки по швам и скартавил с восторгом условимся так завтра я не иду в скорпион потому что я буду лежать на столе и предам свое тело и сверлом и пилом сравните фразу из письма Брюсова к Белому до 12 ноября 1903 года в четверг рано утром предстоит мне лечь на операционный стол и отдать свое тело на волю хирургических напилков и сверл литературное наследство том 85 Валерий Брюсов страница 370 четверг 13 ноября о перенесенной Брюсовом операции гайморит смотрите Брюсов в дневнике страницы 134 135 примечания редакции ему предстояла мучительная операция челюсти после которой долго ходил он с раздутой скулой ужаснул меня точностью поколотили студентов а знаете что на войне ногу на ногу руки сцепились схватя за коленку качавшуюся там прокалывают став живым молодым сиганулом вихром представляете что это значит приставленный штык прободает шинель рвет одежду которая разрывается кожи касается четырехгранная сталь она прободает мускул брюшину штык вводится в тело так у доски занимаются перечислением условий задачи учитель или что за логика вывод за свет против тьмы а в писании сказано свет победит свет сильнее а надо со слабыми быть почему ж не стоите за тьму и за гада которую ввергнут в огонь гада жаль бедный гад и зачем он прислал мне стихи под заглавием бальдора локи он их угрожал мне стрелой и кончал восклицанием сумрак сумрак за меня коль серьезно зачем язычок третьеклассника вали стихи были присланы сложенной стрелой из бумаги такие метают учителю в спину в ту же пору зайдя на журфикс ко мне и увидавший гасильник с прекрасно разыгранным вздрогом гасильник схватил повертел приподняв над гостями к настеннику ткнул его перегибаясь к матери вот как гасильник позвольте мне Александра Дмитриевна посмотреть как действует гасильник и опустивший в стекло погасивший настенник с разыгранным смехом он матери бросил ну я удаляюсь и выскочил Боркман борясь с судьбой за палку хватается так почему же Валерию Брюсову свет не гасить жутковатые игры придумывал и деловито разыгрывал имеется ввиду четвертые действия драмы Ипсона юн Габриэль Боркман 1896 примечание редакции так провожая Бальмонта в далекую Мексику встал он с бокалом вина и протягивая над столом свою длинную руку скривя с повледневшим лицом он с нешуточным блеском в глазах дико выорнул пью чтоб корабль относящий Бальмонта в Америку пошел ко дну Бальмонт Бальмонт уехал из Москвы в Париж для дальнейшего следования в Мексику в конце января 1905 года Волошин дневниковой записи от 27 января 1905 года посвященной проводам Бальмонта передает слова Брюсова об этом событии произнесенной на вокзале сию минуту кончился целый период Бальмонт 10 лет полновластно царил в литературе иногда капризно но царил наши связи рвались постепенно и прорвались уже совсем в эти последние месяцы но теперь он сам отрекся от царства и положил конец мы будем жить без него и я думаю что мы все видели его в последний раз он не вернется из Мексики или вернется совсем иным примечание редакции в ту эпоху между ним и Бальмонтом какая-то черная кошка прошла шутка злой гримасу выглядела скоро он перестал так шутить и его по кружку точно каменного командора водили чудесный директор навел экономию имеется ввиду московский литературно-художественный кружок действовавший с 1898 по 1919 год помещался на Большой Дмитровке в доме Вострякова в сентябре 1902 года Брюсов был избран членом литературной комиссии кружка с 1908 года стал председателем дирекции примечания редакции мы знали больше директорство кухня заведовал ею в кружке только спор в эту пору эстетику гнал он из зал отведенных в кружке ей эстетика общества свободной эстетики им основанное примечание автора гнал Брюсов Валерий директор кружка вместе с Южиным вместе с Баженовым над кем смеялся Валерия из Брюсова возглавлявшего эстетику жаловался в комитете эстетики гонит где нас кружок кто же гонит вы не ответил художник Серов философски руками развел гонит надо уйти Серов понял другие не поняли редко смеялся лишь дергал губами и зубы показывал если его рассмешить то он бросившую ногу на ногу схватя за колено вцепившись в колено над ним изогнувшись и бородою касаясь колено краснел не от хохота а от задоха и сухо и дико откалывал голосом кхо 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 и тянул и отталкивал детским кошмаром в котором мы оба кричали когда-то таков стиль знакомства в котором повинен не я сперва связанный с Брюсовым узами дел я стараюсь его избегая быть светским почтительным чувствую рот уважения к этой литой как из бронзы фигуре мой стиль он усваивает иногда же я чувствую перекрещение наших рапир из-за взрыва сухой его какой-то дикой сердечности кто он защитник или подкарауливатель в дневниках он записывает был у меня Бугаев читал свои стихи говорил о химии это едва ли не интереснейший человек в России зрелость и дряхлость ума при странной молодости май июнь 1902 года страница 121 стихи его мне посвященные жуть обещается в них мстить кинжалом мне подразумевается заключительная строка стихотворения Брюса младшим примечание редакции но он вторгнут в мое бытие метеором упавшим и я получаю короткие письма он рад будет видеть тогда-то меня или он извещает о том-то и том-то короткие четкие внешние фразы и тут же сухая соль сведений о Петербурге о новом пути в нем зовут где его секретарствовать часто предлог для свиданий фиктивен в нем явно желание меня привязать к скорпиону оказывая мне начинающему литератору крупную бескорыстную помощь в глубинах своих сомнительный еще мне внешне он мне повернулся с приязнью я видел его колитой собирателем литературы в борьбе с ханской ставкой в горении объединять он наш мэтр умывал ноги нам он сносился с маститостями усыпляя внимание перед боем и все для того чтобы нас протолкнуть я обязан ему всей карьерой своей я ни разу себя не почувствовал пешкой не чувствовал иго его только помощь желание помочь облегчить я сближался не с ним его видя далеким далекой и был настоящим помощником после Михаила Сергеевича Соловьева в печатании книг и в приваживании к публицистике он вырывал из меня точно сбоем рецензии в строгом разборе стихов моих чувствовал что-то отеческое защищая публично он их разносил у себя на дому не отнявши надежды всегда поощрял в четко трезвой практической сфере я чувствовал сердце огонь бескорыстия скольких тогда он учил и оказывал гостеприимство без всякой тенденции себя подчеркивать в сущности был очень скромен носяся с идеей союза и только с эстрады показывал фиги величия с нами был равный средь равных наткнувшись на лень несерьезность пустые слова он вычеркивал точно из списка живых через несколько лет о нем сеяли слухи где лезет из кожи ходить императором травит таланты где правда травил разгильдяйство и лень не любя молодьбы языком по соломе тогда называли нас псами его эти слухи бросали скайранскими стражевым и городецким и всеми кого отвергали весы должен здесь же сказать когда поняли мы что приходит опасный момент осознав нужность шефства подняли на щит его болтрушайтесь я соловьев садовской элис и другие но для других сознаюсь щит с тяжелую фигурой этой гнул шеи кряхтели без ропота даже с любовью он некогда поднятый нами на щит был внимателен с нами порою до нежности он не держался редактором не штамповал не приказывал лишь добивался советом того или этого он обегался бойцов чтобы в личной порой упорной беседе добиться от нас того этого мягкими просьбами если ж ему отдавали мы честь пред другими так это поволенная нами тактика я оговариваюсь словолюбие и властолюбие жили в нем но он диктаторствовал так сказать в покоренных провинциях как то в кружке в русской мысли в эстетике с кафедрой или с эстрадой в своей митрополии в центре дружеского кружка он держался как республиканец с бойцами которым помог в свое время мы помнили это и были верны ему если же псами казались другим то по правде сказать пес всегда симпатичнее осла добивающего одрехлевшего льва своим черствым копытом уже с 1907 года такие ослы появились мышь видели роль его организатора литературы с 902 года всерьез зазвучала роль эта так-то я не сближаясь скорее отталкиваясь был им вобран и утилизирован я не раскаиваюсь благородно он утилизировал дав дисциплину рабочую выправку стойкость о нежной сердечности и не мечтал одиноко замкнувшись в мирах своих странных где бред клокотал еще видя что блок Мережковский перевлекает меня от меня добивался лишь связи рабочей которую я потом разуверившись в блоке весьма оценил деликатно в те годы ко мне подходил помню как мне на фразу показывал не обижаясь шаржем Борис Николаевич стоит тут у вас флюсов бромелий совал карандаш в корректуру поставим-ка брюсов валерий показывал зубы и ждал резолюции но карандаш свой приставил к бромели ну пусть слова вылетели речь идет о подготовке к печати симфония второй драматической в окончательном тексте Брюсов фигурирует в ней под своим настоящим имени смотрите собрание эпических поэм страница 194 примчание редакции добивался от меня рецензий да я ж не умею рецензии писать никогда не писал ну а что вы о Гамсу не думаете я высказываю вот и готова рецензия вы запишите лишь то что сказали сейчас белом написано рецензии на драму жизни Гамсуна в переводе Полякова Москва 1902 смотрите новый путь 1903 номер 2 страница 170 172 примечание редакции или знаю что я проходил физиологию вот напишите об этой никчемнейшей книге я же не психиатр вы биолог физиологически же автор трактует проблему он неуч наверное его вы поймаете таки добился читал бегал даже в музей чтобы нос сунуть в Мейнерта таки поймал исказил автор Мейнерта и потирал руки Брюсов пошляк из кружка декадентским журналом с поличным пойман имеются ввиду рецензии Белого на книгу Викторова «Учение о личности и настроениях» выпуск 1 издания 2 Москва 1903 опубликованное в Весах 1904 номер 1 страницы 73 75 подпись 2 Б в ней в частности говорится господин Викторов даже с наукой представляющий его специальность знаком ученически он хочет опереться в своих выводах на Мейнертовскую теорию физиологической основы настроения в зависимости от кровообращения и питания коркового вещества головного мозга но господин Викторов и не подозревает что истолкование психологического факта в физиологических терминах есть только методологический прием эмпирической психологии физиологи с Йоганном Мюллером с тем же самым Мейнертом сами шли навстречу трансцендентальному методу канто-шопенгауэрской философии страница 74 примечание редакции позднее увидев что я роюсь в социологической литературе он сдался на мою просьбу напоминающую каприз давать рецензии напечатающие соброшуры социал-демократов социалистов революционеров и анархистов весам журналу искусств эти рецензии не подходили по стилю он тем не менее мне уступил и я несмотря на свою социологическую малограмотность писал эти рецензии так он уступил мне считаясь прихотью чтобы не оторвать меня от весов так он уступил многим вспоминая свои упражнения в рецензиях на социологическую литературу разумеется я отмечаю не свою компетентность социологии а тот факт что Брюсовым в редакции весов много допускалось такого что не входило в официальную программу журнала примечание актора мне открывался остервенелая трудоспособность Валерия Брюсова весьма восхищавшая как ни был близок мне блок я рабочего от символизма не видел в нем блок сибористовал Брюсов трудился до пота снося со средакциями Польши Бельгии Франции Греции варясь в полемике с русской прессой со всей обегал типографии и принимал в Скорпионе чтоб блок мог печататься был поэтичен рабочий в нем трудолюбив был поэт я бывало звонюс в Скорпион вылетает и быстрый и прыткой немного усталый как встрепанный Брюсов черный капризный морщины слушает губы напучены вдруг оборвав меня с детской улыбкою зубы покажет рецензия как а чудесно и локтем склоняется на телефонный прибор застрекочет и ждет ты молчишь оборвав объяснение в наполненном этом молчании кажешься глупым убийственно трезвость поэта безумий и главное ты говорил про свое он тебя оборвал хлопоча о чужой не своей корректуре и утром и днем ее правит с ней бегает где ж свое оно бормотание строк в мельк снежинок между двух типографий или на мгновение прислон к фонарю шуба истерзана пук корректурный торчит из нее таким у типографии Воронова его видел не раз он обалдевал в оборматывая между двух типографий свой стих в миг единственной отданной творчеству в дне полном делал чтобы я блок бальмон целогуб в скорпионе могли бы печататься дело стыдно заропот свой перед педантом сухим и придирчивым каком иногда он казался. Трррррррр, телефонный звонок, и прыжок к телефону. Да, книга издательства, да-да, чудесно. Прижавший к скуластому, бледному очень лицу телефонную трубку, он слушает губа напучевши. Трубку бросит и к вашим услугам. К услугам не нравилось. А что ж иное? Отчеты, аппетиты, чужие статьи, корректуры, чужие. Их сам развезет, потолкует, со шпонами или без шпон. Шпоны в типографском деле межстрочный пробельный материал, пластинки, применяемые при наборе для увеличения расстояния между строками. Примечание редакции. «Что вы думаете о...» Точнее выражайтесь. «Сейчас даю пять минут», — говорит пересупленным лбом, отвернувшись. Уродливый, дико угластый татарин кулак. Вдруг пантеру и черный красиво взыграет. Во всем неизменно, поэт. Вместе с тем, никогда не вникал в становление мысли моей. Результат ее точно отчет подытоживал, грубо порой тыкнув пальцем. Не сходится здесь. Но порою лицо утомленное грустно ласкало. «Сам знаю». «Да некогда. Вы не сердитесь. Тут в редакции рой посетителей. Я ж один». Иногда перепутавший несколько мысленных ходов, откидывался и хватался за лоб, растирая его. Пару слов о делах. Из кармана тащил корректуру. Порой из редакции вместе бежали. Не шел он, а несся и тростью вертел. «Вы куда?» «На Арбат. И я с вами к Бальмонту». И молдо так озирался. Ноздрями широкими воздух вбирал, бросаясь под локоть рукой, точно с места срывал. Припадая к плечу, он плечо переталкивал. «Какого мнения?» — пляшет бывал оборотко. «Вы о математите?» «Ти» вместо «ки». «Я люблю математику». Нежно воркующе произносил он. «Измерить, исчислить». И падал как на голову. А вы как полагаете, Христос пришел для планеты или для Вселенной?» В ответ на теорию, практикой, понятый узко. Подноги. Ширяний идей не любил, а любил поправки на факты. Поправкой указывал. И, насладясь неотчетом, смутил таки, делался грустным. Что толку? Томился своей отделенностью. Валерий Яковлевич импонировал. Невероятной своей деловитостью, лесом цитат, поправляющих мнения, чрезмерная точность его удручала. Казалось, что аппаратом и мысль зарезал он в себе и давал волю софистики. Слабость и силы, сознав и сознав силу слабости, не посягал на теорию он символизма. Нам с Эллисом предоставляя ее платформировать. Помню кружок. Бальмонт произносит какие-то пышные дерзости. Его едят по едам. Попросил слово Брюсов. Возвысился черный его силуэт. Ухватясь рукою за стула, другой с карандашиком, воздух накалывая, заодно проколол оппонента Бальмонта. — Вы вот говорите с галантностью дьявола, дрежа Фальцетта, что изгиб, накол, Шарль Бодлер дерг бровей. Между тем, — рот кривился в ладонь, подлетевшую будто с ладони цитаты, он считывал, — мы у Бодлера читаем. И зала дрожала от злости. Нельзя провергнуть его. Психиатр Рыбаков в реферате, прочитанном, определил его как симулянта безумий, психически здорового, трудоспособного. Было ж обратное. Аргументации от Милля, Спенсера, мимикрия. Вспомните Спенсера. На протяжении десятков страниц, плоско-серых убористых, мысль меньше мухи. Доказывается грудой фактиков. Тут быт Зулусов, перо попугая, вулкан Титикака, бизон, двуутробный детеныш и муха-ЦЦ. Маяковский бил с кафедры ором и желтую кофту в лоб. Брюсов бил и с фланга, мгновение принадлежит мне, и с тыла. Пародиями на Спенсера, документальные пародии на почтенную скуку. Из сочетания тактик он производил просто падежи в стане наших врагов. Стан через несколько лет превратился в постыдное переселение. Из лагеря Пыпина в ставку Валерия Брюсова. Но и кадеты, которых Лавкач объегоривал, переегорили временно Брюсова, заставив его поехать на фронт корреспондентом военным. В августе 1914 года Брюсов поехал в прифронтовые районы в качестве корреспондента московской газеты «Русские ведомости». Провел в Варшаве около девяти месяцев до мая 1915 года. Опубликовал в «Русских ведомостях» и в «Ярославской газете «Голос» более 70 военных корреспонденций. Смотрите Дербенев, Валерий Брюсов в начале Первой мировой войны. В книге «Брюсовские чтения» 1971 года. Ереван, 1973, страница 171-188. Примучание редакции. Он этим в себе самом вырастил правый уклон. Незаметно пародия стала высказыванием, убеждением почти. Он как бы ставил цель «Ну-ка, дерну Попыпину. Думаете, не сумею? А вот вам!» Но в первых годах настоящего века такое умение действовать с тыла расчистило путь ему, нам, педагог. Скоро я на себе испытал его тактику. Взявшись стихи в альманах, склонив сборник стихов подготовить к печати, дав лесную характеристику их, вскружив голову, он пригласил меня на дом и вынес стихи, уже принятые. Не забуду я того дня. От стихов ничего не осталось. Имеется в виду цикл стихотворений Белого «Призывы». Северные цветы. Третий альманах книг издательства «Скорпион». Москва, 1903. Схватив мою рукопись цепкими пальцами, выгнувши спину над ней, нога на ногу, оцепенев точно строчки глазами он пил, губы пуча, лоб морща, клоком перетрясывая, стервенился от выпитого, дрянь вкусив. Ха! Лазурный и бурный. Банально использовано. Использовано. Лавр лепечет. Какой, спрошу я, не лепечет? Откинулся шваркнувши рукопись, сблизивши локти, растаявши кисти, рисуя углы. Дайте лепет без лепет заезженной пошлости. Лепет у Фета, Тургенева, Пушкина. Первый, сказавший, деревья лепечут, был гений. Эпитет живет, выдыхается, вновь воскресает. У вас же тут жалкий повтор. Он отказ от работы над словом «стыдитесь» кидался на рукопись, тыкать и комкать, кричать на нее. Нет ли печущих лавров, кентавров? Стихотворение Алексея Толстого опять-таки «Лавры, кентавры». Но сказано как «Буропегия». Великолепно! Кентавр буропегий, как лошадь. Он пахнет навозом и потом. Подразумеваются строки из одиннадцатого стихотворения, где светлый ключ, спускаясь вниз цикла Толстого, «Крымские очерки» 1856-1858. Под темнолиственные лавры бежали львы на водопой и буропегии кентавры. Алексей Константинович Толстой. Собрание сочинений в четырех томах. Том 1. Москва, 1963, страница 108. Примечание редакции. Сжимы плечей, скос бородки над переплетенными крепко руками, с ужасной скукою. Да и кентавр этот ваш, аллегория, взятая у Франца штука дрянного художника. Слабое стихотворение о слабом художнике, проворкотал он обиженно. Я был добит. Так, пройдясь по стихам, уже принятым им вальмонах, он их мне разорвал вальмонахе. Зачем же вы приняли? Фырк, дерг, вскид руки, вновь зажим на коленях их с недоумением, значащим сам я не знаю, и вдруг аллогически, детски пленительно. Все-таки стихи хорошие. Ни у кого ведь не встречишь про гнома, что щеки худые надул. И потом странный ритм. Имеется в виду строки из первого стихотворения. Я вознесен в судьбе своей покорной. Цикловозврат. Мой гном, мой гном, возьми трубу возврата, и гном трубит, надув худые щеки. Андрей Белый, золото в лазури, страница 145. Это стихотворение, однако, было впервые опубликовано не в северных цветах, комплектовавшихся Брюсовым, а вальмонахе книга-издательство «Гриф». Москва, 1903, страница 48-49. Примечание редакции. Я понял. Пропасть меж собственным ритмом и техникой осозналися. Проблема сцепления слов, звуков, рифм. Его длинные руки выхватывали с пола классиков, чтоб стало ясно, как надо, на тютчеве, на баратынском, а сперва показал, как не надо, на белом. Бескорыстный советчик и практик Валерий Яковлевич расточал свои опыты, вредя юнцам с победительной щедростью. Как он прекрасно читал своих классиков с глазу на глаз, как бы весь перечерчиваясь и бледнее, теряя рельеф, становясь черно-белым рисунком на плоскости белой стены. Очень выпуклый, очень трехмерный, рельефный в другие минуты, он в миг напряженнейшего пропускания строк через себя перед выкриком их точно третий терял измерение, делаясь плоскостью, переливаясь в передаваемый стих. Звук, скульптуриз, отяжелевая рельефами, ставился великолепно из военной бронзой, которую можно и зреть, и ощупывать. Помнились жесты руки, подающие открытую книгу на стол. Мощь внушения красот в долгой паузе перед подачей слова. В ней слышались действия лепки рельефов, усилия слуха и произношения внутреннего. Так он, вылепив строчку, влеплял ее голосом. О себя читал, декламируя горько, натреснуто, хрипло, гортанно, как клекот орла, превращающийся в клокотание до воркования, не выговаривая буквы «К», математити, гипертрофируя паузы. «Улица была, как буря», — выкидывал. «Улица!» — долгая пауза. «Была!» — паузу поменьше, и с короговоркой «как буря». Глаголы подчеркивал голосом, несуществительные. «Иногда объяснял себя. Мне объяснил свою строчку. Берег вечного веселья. Бе-ве и ве...» «Бе» переходит в «ве-ве». Почему? «Бе» — звук твердый, звук берега, суши. «Ве-ве» — звук текучий, воздушный и влажный. От «бе» в «ве» мы слухом отталкиваемся, как челнок от камней. Вместе с тем «ве» — смягченное «бе», так что слышится аль-литерация. И, показав свою кухню, он переводил разговор на Грамона и Льбек де Фукьера, трактующих проблему звука, у нас неизвестных тогда. Мне подкинул Кассаня, трактующего стих Бодлера. Подчеркивал, Пушкин весьма отдавался ремесленным этим вопросам. Любил Рене Гиле, старавшегося сформулировать кодекс своей научной поэзии. Рене Гиль, известный в свое время в кружках французских символистов, критик и поэт, ведший свою линию, которую называл «научной поэзией». Он был постоянным критиком весов и пропагандировал начинающих Рене Аркоса, Вильдрака, Дюамеля. Примечание автора. Рылся в потебне, никем не читавшимся в этот период, с нелегкой руки болтуна Веселовского Алексея. Так был он единственным строгим ученым от литературы среди неученых в всей сфере словесников. Вместо того, чтобы сбегаться к профессору, этому свистом встречали не только Казу, деловительшие его замечания. Только Брюсов Валерий да Федор Евгеньевич Корж представляли собой Академию Слова. Но Брюсов не был эстрадным чтецом, а чтецом-педагогом, вскрывающим форму, доселе заклепанную. Завозя с молотками, ударами голоса, сверлами глаз и клещами зубов, как выкусывающих из заклепанной формы железные гвозди, он нам вынимал стих Некрасова, Пушкина, Тютчева или Боротынского, прочно вставляя в сознание его. Так разбором стихов он, смертельно ранив поэта во мне, мне расклепал Боротынского. Этот день был событием. Я, им ободранный, не унывал. Уничтожив плохую продукцию, он показал на матерого зверя, на стих «Как его надо холить». И тут, столь далекой от Льва Ивановича Поливанова, ярко напомнил он мне Льва Ивановича Поливанова. Брюсов был чутким директором в первой им созданной школе. До всех стиховеческих опытов школа была без устава. Но списочек слушателей где-то был у него. В нем он делал отметки, включая иных и вычеркивая нерадивых. Кричали «Пристрастен де Брюсов!» А так ли? Ошибся ли он Блока, меня, Садовского, Сергея Михайловича Соловьева, Волошина в свой список включивши, Кайранских же, Стражевых, Рославлевых и бесчисленных Кречетовых зачеркнувши. Все сплетни о его гнете, давящем таланты, Пустейшая гниль, возведенная на него. Случалось, что и он ошибался. Сперва не занес Ходосевича в список поэтов, Но вскоре ж ошибку исправил он. В статье дебютанты Брюсов писал о первой книге стихов Ходосевича «Молодость. Москва, 1908». Как дневник, как исповедь одной души, его книжка имеет свою цену. Эти стихи порой ударяют больно по сердцу, как горькое признание, сказанное сквозь зубы и с сухими глазами. Что до внешнего выражения этих переживаний, то оно только-только достигает среднего уровня. Господин Ходосевич пишет стихи, Как все их могут писать в наши дни, После Бальмонта, Белого блока. Стих господина Ходосевича — это средний, Расхожий стих наших дней. Весы, 1908, номер 3. Примечание редакции. Помнится белый домик на цветном. Синий номер. Дом Брюсовых. Здесь я бывал у него. Я не помню убранства и цветов. Мне бросались в глаза чистота, строгость, точный порядок. Стояли все лишь необходимые вещи. В столовой, малюсенькой, белые стены, стол, стулья и только. В смежной комнате, вблизи передней, с дверями в столовую и в кабинетик, седалище. Здесь ждали Брюсова. Стол, за которым работают, синенький, малый диванчик и полки, и полки, и полки, набитые книгой. Его кабинетик. Брюсов жил в доме на цветном бульваре, приобретенном его дедом в 1877 году до середины августа 1910 года. Примечание редакции. Квартирка доричная, тихая, виделась черным на белом. Ее обитатели острые, быстрые, дельные и небольшого расточку фигурки с сарказмом, с умом. Никаких туалетов, ничего от декоративных панно, от волос на ушах или жестов, с которыми дамы и снобы ходили за Брюсовым. Умная, в черном, простом, не от легкости, а от взбодренности, смехом встречающая Иоанна Матвеевна, жена, энергичная, прыткая, маленькая, чуть надсмешница, ее сестра Бронислава Матвеевна. «Приюркая ящерка с выпуклым лбом, с быстрым выстрелом глаз черных умных сестра Брюсова, музыкантша, теории строящие». Надежда Яковлевна Брюсова окончила в 1904 году Московскую консерваторию по классу фортепиано и гумного. В 1906-1916 годах преподавала в Московской народной консерватории. Примечание редакции. Ее дружба ко мне заключалась в том, что, сев рядом, гортанно-фальцетто нацеливалась в слабый пункт моих слов. Всадив жало, блистала глазами. Валерий Яковлевич определил раз в игре ее. «Ты землеройчка, малый зверок». Зарывалась она в подноготную. Являлся за чайным столом Саша Брюсов, еще гимназист, но тоже поэт. Ставший грифом, он соединился с Кайранским против брата. Едкой, как брат, супес, как петушок, говорил брату едкости. Брат, не сердясь, отвечал. Александр Яковлевич Брюсов в середине 1900-х годов вошел в круг литераторов-модернистов, объединенных вокруг московского издательства «Гриф». Выпустил в свет, под псевдонимом «Александр», сборник стихов по бездорожью. Москва, 1907. Примечание редакции. Иногда мне казалось, что в этой квартирке все заняты сухо-игривым подколом друг друга. Здесь каждый за чайным столом, софизм выдвинув им поколов, удаляется супес работать. Семейство сходилось на колкостях. Гостепримный хозяин являлся за стол из редакции, но вскоре же быстро бежал в кабинетик. И без приглашения зайдя, разве походя с ним перекинешься словом, и будешь сидеть с Иоанной Матвеевной, с Надеждой Яковлевной. Впрочем, бывали часы и для родственников. Раз зайдя, я увидел закрытую дверь. Иоанна Матвеевна сказала, «Валерия Яковлевича не извлечь. Он винтит в эти дни и часы с отцом, с матерью. Родственный винт от сего до сего — дань семейным пенатам». В среду вечером перечень сред, отпечатанный нам рассылался в начале сезона, со списочком чисел. «Являлся кружок из любителей литературы, к которому присоединялись брюсисты, свои, те, которых он силился в партию вымуштровать». Среди писем Брюсова к Белому хранится типографское отпечатанное извещение о приемах у себя по средам в октябре-декабре 1903 года. Смотрите «Литературные наследства», том 85-й, Валерий Брюсов, страница 357, примечание редакции. «Разговор острый, но деловой. Треск цитат и сентенции, как надо писать, в перемешку с софизмами. Попав сюда, я удивился отчеркнутости интересов. Мережковской с идеями был отстранен». Шире идеологии сознательно были Валерием Брюсовым вынесены из квартирки, которая класс или ячейка весов Скорпиона. И когда начинались вопросы не только о том, как писать, им чертилась отчетливо демаркационная линия. Об этом можно беседовать, о том не стоит. И когда я являлся суда, то Валерий Яковлевич бросом рук и подставом любезнейшим стула под ноги как бы предупреждал очень строго. Беседа уже начата, и ширяне откладываются. Ширяне им выносились из сред. В разговорах вдвоем, у меня, на прогулке. «Что-то строго спартанское. Дух Диониса отсутствовал. Узкая сфера вопросов, дающая много, порой скучноватая, когда ты был неприлежен. Класс с контролем, с экзаменами. У меня и в Дону мы ширяли идеями, а отдыхали, резвяз, у Владимировых. Здесь учились мы. Здесь же встречался впервые с небольшим кружком образованных очень людей. Вот учитель немецкого, тоже поэт, скучноватого, очень почтенного вида, блондин Георг Бахман, писал по-немецки. Вот умница, хищная, влипчивая, черногубов, знаток Фета и Федорова, старый коллекционер. Вот седой, с красным носом, в пенсне, остроумец-калаш. А вот бледный, всегда молчаливый, соводник. Угрюмец и демон Дурнов, архитектор, поэт. Вот Курсинской, начитанные, скучноватые, умные люди. Вот робкий блондин, всегда в сером, редискую носик. Призоркой, сутулой, какой-то кривой. Поляков, полиглот, мягкой умницы, математик, выкапыватель никому неизвестных художников. Реденькая, белокурая, очень бородка торчала. Являлся и мрачный, как скалы, по слову Бальмонта, блондин с красным носом, с усами, поэт Балтрушайтис. Сидел здесь Семенов, блондин, анархист, явившийся из-за границы, где он репетировал дочерей Приханова. Все что-то заваривал он в Скорпионе. Всегда он с проектом являлся. Сидел молчаливый Еворской. Ряд юношей Шик, Гоффман, Рославлев, братья Кайранские. Выпуск студийца у брюсистов, весьма неудачный. Являлся потом бородою, как облаком, шире, сволошин. Являлся Бальмонт, появлялись Шестеркины, Минслова, Ланг и мадам Балтрушайтис. Здесь Брюсов мне виделся очень покинутым. Он, как учитель словесности, был отделен от юнцов и от сверстников. Больше сливался тогда он со старшими из Скорпиона, на почве лишь дело. Таким был в эпоху начала знакомства со мной. Мережковский и Брюсов С Брюсовым встретился я 5 декабря 1901 года с Мережковским на другой же день. Совпадение встреч, жест. Брюсов меня волновал только литературно, а Мережковский не только. Анализ, произведенный Мережковским образом Льва Толстого и Достоевского, выявил, оба они завершают для собой мировую словесность. От слова к действию, к преображению жизни, сознания. Белый формулирует основную авторскую идею книги Мережковского «Толстой и Достоевской» «Жизнь, творчество и религия». Примечание редакции. По Мережковскому «Толстой ведает плоть», Достоевской же «дух». Лев Толстой сознал, что из плоти рождается новое знание. Его ошибка за поиском знания, он убегает в мораль. Достоевской же не понимает, что дух обретается в теле, «Не вырови в небо, чиста де плоть у Толстого, здорова, а он, больной духом, бежал от нее. Дух де здоров в Достоевском, а он эпилептик». Литература в обоих есть выход из литературы. В обоих уж слово становится делом. Задание Мережковского — выявить общину новых людей, превратившись сознание Толстого и Достоевского в творческий быт. Эта община была бы третьим заветом, сливающим новой и ветхой. «Иль мы, или никто», — восклицал Мережковский, грозя со пожаром Вселенной. Ходил по литейному, будто в кармане он держит флакон с эликсиром. «Глотни, и заплавятся души, тела». Мой отец, далеко отстоявший от прей, поднимаемых Розановым, Мережковским и Минским, с епископами, видел в Мережковском проблему романов его, то есть видел тенденцию правой культурной борьбы с заскорузлым церковным монашеством. Мы, изучавшие пристальнее книги писателя, не ограничивались таким трезвым разглядом. И Михаил Сергеевич Соловьев полагал Мережковской, «радеющий хлыст», называющий пляс и, как знать, свальный грех, свой огнем, от которого де загорится Вселенная. Все то, что до нас доходило о деятельности религиозно-философских собраний, тогда начинавшихся в Питере, сосредоточивало интерес к Мережковскому. Религиозно-философские собрания были учреждены в Петербурге осенью 1901 года. Первое собрание состоялось 29 ноября 1901 года. Мережковский был их главным инициатором. Примечание редакции. Коль он «Зенит», то Брюсов — надир. Только литература. Но Брюсов вкладывал в «только» весь пыл проповедника. Миф для него был лишь материалом к сочетанию слов. Он с одинаковым пылом готов был отдаться анализу слов апокалипсиса, рун, магических слов обитателей острова Пасхи, проблем Атлантиды. Писал он «И Господа, и дьявола хочу прославить я». Цитата из стихотворения Брюсова Зинаиде Николаевне Гиппиус, написанного в декабре 1901 года. Брюсов собрание сочинений в семи томах, том 1, страница 355. Примечание редакции. Прославить для Брюсова — вылепить в слове. Мережковский мирился совсем, но не с этим. Народник, марксист, нитшианец, поп и атеист еще находили убежище в его пустой, но красивой риторике. Брюсову ж не было места в ней. Так что декаденты, по Мережковскому, валежник сухой. Малые искры достаточно, чтобы они вспыхнули. Они — труд, на который должна была пасть искра слов его. Вспыхнувшими декадентами эта синица хотела поджечь свое море. Ему лиде не знать декадентов, когда он и сам декадент, победивший в себе декадента. Мережковского не понимали в те годы широкие массы. Его понимал Михаил, православный епископ. Да мы, декаденты, читали его. Брюсов, тонкий ценитель словес, был в те дни почитателем этого стиля и только. А всяком не только. Как мог он обидеться на отведенную роль ему? Умница, он понимал, исцеление его Мережковским есть стиль Мережковского. Брюсов, стилист, был не прочь исцелиться для Гиппиус, чтобы отобрать в Скорпион цикл стихов у нее. Он ковал ведь железо пока горячо для готовимого альманаха и для Скорпиона. Точно торговец мехами, в Ирбит отправляющийся, чтобы привезти с собой мех драгоценный, таскался он затем в Петербург, чтобы у Гиппиус для Скорпиона стихи подцепить. Подцепив, привозил точно мех черно-бурой лисицы. Привез. Ирбит — уездный город в Пермской губернии, известный своей ярмаркой в феврале. Примечание редакции. Стихи дрянь. Ну, а все-таки Гиппиус. Скорпиона приходится денежно жаться. Они запросили... Ну что же, Бальмонт даст задаром. И кроме того, Юргис, я, вы, напишем, не правда ли? Юргис, болтрушайтесь. В те годы молодой поэт Скорпиона. Примечание автора. Не раз меня Гиппиус спрашивала. Платить будут? Коли платить будут, то дам. Вы, наверное, знаете, будут. Венец юмористики. Гиппиус и Мережковский прекраснейше сознавали вес Брюсова. Взавтра. И даже значение расширенного Скорпиона, который и им служил службу. Они были гибкие в смысле устройства своих личных дел. Так антидекадент и враг церкви печатался сам в Скорпионе. Венец юмористики. Когда в 1903 году начинался журнал «Новый путь», Мережковские никого пригласить не сумели для заведования отделом иностранной политики, кроме беспринципного Брюсова. Он, кажется, прозаведовал с месяц и бросил. При встрече друг с другом они осыпали друг друга всегда комплиментами. «Вы, Валерий Яковлевич, человек будущего», — вопил Мережковский. «Прикажите ей, Скорпион, к вашим услугам», — изысканно выгибался перед Гиппиус Брюсов. Заочно ругали друг друга. «Новый путь, Борис Николаевич, заживо сгнил», — с восхищением докладывал Брюсов, вернувшийся из Петербурга, «Мне». «Зиночка сплетничает», — он докладывал. «Боря, как можете жить вы в Москве?» «Скорпион, дух тяжелый, купецкий, как можете вы с этим Брюсовым ладить?» — кривила накрашенный рот свой мне Гиппиус. «Боря, вам гибель в Москве?» — Мережковский. «Я распинался». «Да вы не о том!» — распинался с отчаянием я на Литейном. На Литейном проспекте в Петербурге в доме Мурузи, дом 24, на углу Пантелеймоновской улицы проживали Мережковский и Гиппиус. В их квартире неоднократно останавливался Белый. Примечание редакции. «Да вы не о том!» — распинался с отчаянием я в Скорпионе. Две эти фигуры, возникнувшие в 901 году предо мной в те же дни, в декабре, один пятого, другой шестого, вдруг быстро приблизились, как бы хватая Мережковской за левую руку и Брюсов за правую. Брюсов тащил меня в литературу, в реакцию по Мережковскому, а Мережковской в коммуну свою. «Боря, бойтесь, Валерия Брюсова и все пошлятины духа его!» «Зина думает!» — скалился Брюсов, глумясь над жалкостями беспринципных пророков. Как странно, тащивший налево Мережковской, пугался меня в 905-м, как левого. Правый же Брюсов стал не на словах, а на деле действительно левым. Я в 1901 году лишь испытывал трудность раздваиваться меж Мережковским и Брюсовым, не примыкая к обоим в позиции и в идеологии. Сложность ее — в иерархии граней. В одной допускались условно и временно ощупи Мережковского, в другой же выметались проблемы формы по Брюсову. Центр, ориентирующий обе эти проблемы, та именно теоретическая проблема, для формулировки которой еще надо было одолеть, по моим тогдашним планам, канта. И тут мне влетало от всех. Студент Воронков, застревая в тенетах гносиологических терминов, а перцепция, коррелат, факт идентичной идеи, махал лишь рукой. «Бугаев точно говорит по-китайски», — занозы Петровской потрунивал. «Знаете, философутики я не люблю», — уши слово придумал. Прималкивал скорбно Михаил Сергеевич Соловьев. Брюсов в первой же встрече воскликнул. «Зачем с философией вы, когда песни и пляски есть?» Как впоследствии воспринимал Мережковский, «Мои коррела-то не знаю, потому что молчал лишь, глазами похлопывая». Блок тот рисовал на меня безобидные карикатуры. Не виделись стержня теорий моих, моего устремления к критицизму. Для Брюсова он игра скепсиса, для Мережковского моя тоска по действительности. Брюсов играл в философские истины, и на критические рассуждения весело подсыпал он софизм. А Мережковский любил философствовать. Не от меня, от себя. И тут делался Кифой Мокиевичем. Употребление им терминов просто юмор. Кифа Мокиевич – гоголевский тип. Смотрите, мертвые души. Примечание автора. Брюсов и Мережковский меня не желали понять, полагая, что точка центральная моих теорий есть муха, заскок, в лучшем случае лишь извиняемый ввиду неопытной молодости. Эту муху стирал Мережковский. Старался мне доказать, что она лишь препятствие в жизни, в их общине. Брюсов доказывал, что эта муха препятствует моим стихам. Мои близкие связи с Мережковским и с Брюсовым длились до 1909 года. К концу 1908-го рвались нити, связывавшие с общиной Мережковского. Он хотел видеть общинный кружок близких ему литераторов, примечание автора. И рвались нити весов или культурного дела с Брюсовым. Это я выразил в лекции «Настоящее будущее русской литературы», прочитанной чуть ли не в дни семилетия, а с дней первых встреч. Декабря это к пятого или седьмого. В той лекции я сформулировал полный расщеп между словом и делом у Брюсова и у Мережковского. В лекции, прочитанной в Петербурге 17 января 1909 года, в зале Тенишевского училища и в статье «Настоящее будущее русской литературы» Белый рассматривает Брюсова и Мережковского как воплощение двух правд русского символизма. «Мережковский весь в искании. Между собой и народом ищет он чего-то третьего, соединяющего. Брюсов не ищет, он изучает форму. В этом его подлинная правда, святая правда, принятая с Запада». Так символически ныне расколот в русской литературе между правдой личности, забронированной в форму, и правдой народной, забронированной в проповедь, русский символизм, еще недавно единый. Одна правда с Мережковским, от которого ныне протягивается линия к религиозному будущему народа, а другая правда с Брюсовым. Но обе позиции как-то обрываются. В одной нет уже слов, в другой нет еще действия. Мережковский слишком ранний притеча дела, Брюсов слишком поздний притеча слова. Андрей Белый, Лук Зеленый, страница 89-91, примечание редакции. Оба присутствовали на лекции. Мережковский вставал возражать. Брюсов, кажется, нет. Семь лет ширились ножницы между обоими. Силился согласовать себя с тем и с другим. Мои ножницы после сомкнулись. Вне Брюсова, вне Мережковского. Встреча с Мережковским и Зинаидой Гиппиус Шестого декабря, вернувшись откуда-то, я получаю бумажку, читаю. Придите, у нас Мережковские. Мережковский по вызову князя Трубецкого читал реферат о Толстом. Он явился с женой к Соловьевым. Оформить знакомство, начавшееся перепиской. Гиппиус свидетельствует о характере своих отношений с Ольгой Михайловной Соловьевой. Не знаю, как случилось, что между нами завязалась переписка и длилась годы, а мы еще никогда друг друга не видали. Познакомились мы сравнительно незадолго до ее смерти в Москве, тогда же, когда в первый раз увидались с Борей Бугаевым, Андреем Белым. Гиппиус. Живые лица. Выпуск 1. Страница 8. 9. Примечание редакции. Не без волнения я шел к Соловьевым. Мережковский тогда был в Зените. Для некоторых он предстал русским лютером. Разумеется, эти представления оказались иллюзиями уже к 1905 году. Примечание автора. Теперь не представишь себе, как могла болтовня Мережковского выглядеть делом. А в 1901 году, после первых собраний религиозно-философского общества, заговорили тревожно в церковных кругах. Мережковские потрясают де устои церковности. Обеспокоился победоносцев. У Льва Тихомирова только и говорили о Мережковском. Находились общественники, с удовольствием потиравшие руки. Да, реформации русской, по-видимому, не избежать. В мире искусства, журнале, далеком от всякой церковности, только и слышалось. Мережковские, Розанов. И в Соловьевской квартире уже с год стоял гул Мережковские. В наши дни невообразимо, как эта синица в потугах поджечь океан так могла волновать. Гиппиус, стихи которой я знал, представлял тоже большой интерес для меня. Про нее передавали сплетни. Она выступала на вечере с кисеянными крыльями, громко бросая с эстрады. «Мне нужно то, чего нет на свете». И уже казалось иным, декадентка взболтнула устой православия, где синодальные старцы боятся ее. Даже победоносцев летучая мышь имел где-то свидание с ересиархами, чтоб образумить их. В тесной передней встречаю Ольгу Михайловну. Ее губы сурово зажаты. Глаза расторощены. Она показала рукой на дверь кабинета. «Идите». Взглянула вопросительно, но отмахнулась. «Нехорошо». И я понял, что в Соловьевой погиб ее миф. Что-то было в лице, в опускании глаз, в том, как, приподымая портьеру, юркнула в нее точно ящерка, и я за ней. Тут зажмурил глаза. Из качалки сверкало. Гиппиус, точно оса в человеческий рост, коль не остов пленительницы, перо обреберцлее, ком спученных красных волос, коль распустит до пят, укрывал очень маленькое и кривое какое-то личико. Пудра и блеск от лорнетки, в которую вставился зеленоватый глаз. Перебирала граненые бусы, уставився в меня, пятя пламень губы, осыпаясь пудрою. С лобика точно сияющий глаз свисал камень на черной подвеске. С безгрудой груди тарахтел черный крест и ударила блесками пряжка с ботиночки. Нога на ногу, шлейф белого платья в обтяжку закинула. Прелесть ее костяного, безбокого остова напоминала причастницу, ловко пленяющую сатану. Сатана же Валерий Брюсов всей позой рисунка, написанного пересьяным Робсом, ей как бы выразил, что ею пленился он. И мелькнула мне, Ольга Михайловна, бедная. Слона не увидел я, он тут же сидел. В каре в штаниках, в синеньком галстучке, с худеньким личиком, каре бородкой, с пробором, зализанным на голове, с очень слабеньким лобиком, вырезался человечек из серого кресла под ламповым золотоватым лучом, прорезавшим кресло. Меня поразил двумя темными всосами почти до скул зарастающих щек. Синодальный чиновник от миру неведомой церкви на что-то обиженный точно попал не туда, куда шел. И теперь вздувал вес себе. Помесь дьячка с бюрократом. И вместе с тем бяшка. Это был Мережковский. И с ним стоял черный дьявол, написанный Робсом в сквозных золотых косяках или Брюсов. Ольга Михайловна, как монашенка, писанная кистью греко, уставилась башенкой черных волос и болезненным блеском очей. Сам голубоглазый хозяин, Михаил Сергеевич Соловьев, едва сохранял равновесие. Я же нагнулся в лорнеточный блеск Зинаиды прекрасной и взял пахнущую туберозую ручку под синими блесками спрятанных глаз. Удлиненная личика, коль глядеть сбоку, и маленькая, с фасу. От вздерга под нос подбородка. Совсем неправильный нос. Мережковский подставил мне бело-зеленую щеку и пальчики. Что-то в жесте было весьма оскорбительное для меня. Я прошел в угол, сел в тень и стал наблюдать. Мережковский в ту пору еще не забыл статьи Владимира Соловьева о нем, напечатанной в мире искусства. В мире искусства были опубликованы только две статьи Владимира Соловьева. Мицкевич, 1899-й, том 1-й, номер 5, и Идея сверхчеловека, 1899-й, том 1-й, номер 9. К Мережковскому прямого отношения не имеющие. Видимо, белый имеет в виду критику пушкинского номера мира искусства, 1899-й, том 2-й, номера 13-й, 14. И его участников, в том числе Мережковского, предпринятую Соловьевым в статье «Особое чествование Пушкина», «Вестник Европы», 1899-й, номер 7. С ответной критикой замечаний Соловьева о Мережковском в этой статье выступил в мире искусства философов. «Серьезный разговор с нитшанцами», ответ Владимиру Соловьеву, 1899-й, том 2-й, номера 16-17. Об этой полемике смотрите «Корецкое. Мир искусства» в книге «Литературные процессы. Русская журналистика. Конца 19-го, начала 20-го века», 1890-й, 1904-й. Буржуазно-либеральные и модернистские издания. Москва, 1982-й. Страница 143-146. Примечания редакции. Михаил Сергеевич, брат философа, чуялся ему врагом. Я, как близкий дому Соловьевых, наверное, враг. Вот он и хмурился. Гиппиус, оберегая достоинство мужа, дерзила всем своим вызывающим видом, а умела быть умницей и даже простой. Понесло чужим духом, зеленых туманов Невы. Петербург, хмурый сон. Мережковская впервые ж предстал как итог всех будущих наших встреч и хмуром, и мелочным. Сколько усилий позднее я тратил понять сердца этих не только писателей. Будешь подробно описывать, как и я уверовал в их головные сердца, как пускался слагать слово «вечность» из льдинок, отплясывая в петербургской пурге с философом Дмитрием и с Карташовым Антоном. Мотив из сказки Андерсона «Снежная королева». В чертогах «Снежной королевы» Кай складывал разные затейливые фигуры из льдин, и это называлось «ледяной игрой разума». Он складывал из льдин целые слова, но никак не мог сложить того, что ему особенно хотело, слово «вечность». Андерсон «Сказки. Истории». Москва, 1973. Перевод «Ганзен». Примечание редакции. Что общего? Семинарист, правовед и естественник, сын профессора. Нет, я не помню решительно, о чем говорилось в тот вечер. Бородка Соловьева высовывалась из тени и точно тщетно чшилась прожать разговор. «Не хотите ли чаю?» Нет, нараспев, пятю талию, гиппиус. Ее крест на груди стрекотал. Вот в нос Брюсову вылетел из губы ее синий дымок. Она игнорировала тяжелое напряжение, потряхивая прической ярко-лисьего цвета. А Брюсов ей славил и бога, и дьявола. С легкостью, подобляясь прашенке, знаменитый писатель, слетевший с кресла, пройдясь по ковру, встал на ковре, заложившую ручонку за спину и вдруг с грацией выгнулся в сторону гиппиус. Зина, картавым, раскатистым рыком точно с эстрады в партере, «О, как я ненавижу!» и из папиросного дыма лениво в растяг раздалось, «Ну уж я не поверю!» «Кого можешь ты ненавидеть?» «О!» хлопнувший веком точно над бездной партерных голов, «Ненавижу его!» «Михаила!» «Какого?» «Викария, оппонента религиозно-философских собраний». Позднее Михаил, став епископом, дружил с Мережковским, порвал с православием и перешел в старобрядчество, примечание актора. «Нет, почему Михаил этот выскочил здесь?» «Я его ненавижу!» повторил Мережковский и выпучил темные коричневатые губы. Но блеск обведенных зеленых, холодных, огромных, пустых его глаз не пугал. Ведь Афанась Иванович дразнился, откушавший рыжиков перед Пульхери Ивановной. «Саблю нацепит и в гусары пойдет!» Подразумевается эпизод из старосветских помещиков Гоголя. Афанась Иванович говорит Пульхери Ивановне, «Я сам думаю пойти на войну, я куплю себе новое вооружение, я возьму саблю или казацкую пику». Гоголь, полный собраний сочинений, том 2, Ленинград, 1937. Примечание редакции. О, синица не раз поджигала моря, закрывала даже Мариинский театр 9 января и пугался, где полиция явится. Также она одно время старалась в Париже привлечь к себе внимание Жореса, пугаясь Жореса, привлекала к изданию сборника, после которого въезд ей в Россию отрезан. Мне по странной случайности судьбы пришло знакомить Мережковских с Жоресом. Это было в Париже в 1907 году. Примечание автора. Въехала она благополучно в Россию и забрасывала правительство из окон квартиры на Сергиевской градом бомб, но словесных. Нет, вы не общественник, а революция есть ипостась. Как четвертая от подлинной революции улепетнула в Париж. В тот же вечер, не зная синичьих свойств этих, и я содрогался рыканью за Михаила несчастного. После дружили они. Кто-то помнится чился высказать что-то про чьи-то стихи, чтобы ярость погасла. Став пасмурным бяшкой, Мережковский похаживал по ковру в карих штанишках, руки закинув за спину, как палка прямой. Двумя темными всосами почти доску зарастающих щек пометался вдоль коврика из синей тени на ламповый золотистый луч и из луча в тень бросал блеск серых огромных но пустых своих глаз. Вдруг он осклабился. Розанов просто в восторге от песни и маленькой ножкой такт отбивая прочел неожиданно он фонарики сударики горят себе горят что видели что слышали о том не говорят и на нас пометался глазами что страшно и сел и сидел нам показывал коричневые губы пугался фонариков думалось что это продувает его и припомнились вновь сквозняки Петербурга дым изморось самые эти фонарики из-за Невы в рое чиновников тоже чиновник от церковочки собственной победоносца в синодах в котором сидели философов Антон Карташов Тата Ната и Зина таким был в действительности Мережковской Тата Ната младшие сестры Гиппиус Татьяна Николаевна и Наталья Николаевна Гиппиус примечания редакции аскетом веригами угомони своей плоти пудовые свесила слабая кисть сжимавшая дамскими пальчиками темно-карие тело сигары с дымком сладковатым как запах корицы плоть наша схватился за ручку от кресла чтобы не взлететь в ветре голоса точно пушинки и стал орлекином беззвучно хохочущим видно опять накатило да тише ты Дмитрий он тут же ослаб ставший маленькой бяжкой я же думал какой неприятный мне все это с места в карьер и я обалдел от бессмысленных фраз потому что даже не знал я начала беседы от блеска лорнеточного Зинаида Гиппиус от растера хозяев который во мне отозвался двояким растером описываю так как виделось воспринималось а виделось воспринималось абракадаброю но тут Гиппиус прерывая тяжкое сиденье встала моргая ресницами желтыми брысами личика точно кривого за ней встал Мережковский удаленький неприятный такой очевидно его дьяволица белый дьяволицу выражение из романа Мережковского примечание актора водила на розовой ленточке при исполнении миссии очаровать сатану чтобы в нужный миг он спущенный с розовой ленточки начал откалывать скоки и брыки в набитом чертями театре вселенной пора и честь знать читав сопровождение хозяйки прошла в переднюю черный дьявол Валерий за ними Соловьев нос повеся в дымках нас оглядывал с юмором вышмогнула из передней Ольга Михайловна подняла на меня напряженные очи что губы дрожали сомнения нет никакого сказал Соловьев стряхнув пепел в массивную пепельницу и пошел открыть форточку выветрить запах сигары профессора декаденты а на другой день Мережковский читал в психологическом обществе в зале правления университета который окнами полуовальной стены закругляется на маховую в этой комнате я отсидел год назад реферат математика и научно-философское мировоззрение странно мне было увидеть в почтенном всем месте прически а-ля Боттичелли среди роя седин и мастита лоснящихся лысин вот старый Лопатин лев князь Сергей Трубецкой а вот Быстрый Рачинской угрюмый Бугаев вот канцлер традиций веселенькой доктор Петровской а вот окаменелость профессор Огнев как-как Иловайской Матрона Багрова и загородила его не уверен и тут же как странно их видеть Сергей Поляков Болтрушатис и Брюсов и юноши дерзкого вида среди их магистриков просто студентов при профессорах Брюсов взяв под руку меня ведет к сестре своей Надежде Яковлевне она пырскает молодо глазом маленькая большолоба сухоживая она точно ящерка рядом с нею я сел она шепчет мне скажите а кто этот свирепого вида профессор отец сконфуженно вспыхивает этот эпизод отразился в воспоминаниях Ходосевича однажды в концерте Надежда Яковлевна Брюсова сестра поэта толкнув локтем Андрея Белого спросила его смотрите какой человек вы не знаете кто это обезьяна это мой папа отвечал Андрей Белый с той любезнейшей широчайшей улыбкой совершенно в удовольствии чуть не счастье которую он любил отвечать на неприятные вопросы Ходосевич Некрополь страница 63 примечание редакции мой отец оппонент неизменный сутуло засел за свирепые торчи усов и горбатую грудью сорочки отчаянно щелкает в споре подтявкивает как большой цепной псище в дверях точно палочка черная талия Зинейвегипиус сыплется в лысины острый лорнеточный блеск обалдел входящий Мережковской проваливаясь у нее за плечами и выглядывая из-за плечей и хлопая пустосквозными глазами он ей по плечу князь Сергей Трубецкой приближается к ним рядом с крошкой писателем кажется как на ходулях худой сухой длинный сверблюжий протянутый шеей ведет Мережковского вот уже устала они вот Мережковский стоит под Микиткой его подпирая ручонку в бочок Трубецкой опустив волосатые длинные руки с надменством согнулся под ухо и что-то твердит объясняя он здесь председатель вот вот уж все сели профессора губами жуют протягиваясь за бумагой за карандашами Лопатин пропятился из-за плеча под зеленым сукном точно леший из чащи мотаясь заранее злыми глазенками и выдаваясь губой красный нижний почти на вершок из усов и над головой точно скифское идолище каменеет без рука профессор огнев что за достойная мумия великолепные седа серые выщербленные в спинке кресла Владимир Иванович Гирье но звонок Мережковской посаженный в центр ниже всех как мертвец потемневший от всосов почти доску зарастающих щек с перепугу картава завякал коленчатую загогулиной фразой составленной из друг друга пронизывающих предаточных лишь предложений весьма нарумянинных и набеленных кричащей метафорой и даже я за него потрясен можно ли идя сюда приготовить такую штуковину рукопись верна для мира искусства расписанная киноварями риторических великолепий пленила бы она Дидаксолас со времен Юлиана отсутствием понятий Дидаксолас учитель преподаватель наставник примечания редакции и букетом метафор одни импрессии второе пришествие где уже близко у старцев подпрыгнули плечи подпрыгнули даже очки на носах наша интеллигенция где своего да не имеет еще старцы прянули стадом седастых козлов плоть где толстого свята хе-хе-хе и шепот анекдотов про Софью Андреевну седыми усами по душе друг другу а бледный барашек глаза уронив свою рукопись бледно оскали с искусственным рыком под левика чуть ли не плача не может все кончить коленчатые фразы наконец кончил и хлопает оком на Матрону багровую эта Матрона опаснее мужа синклит закусивших губы строчит возражения свои контрадикцио или пятицио термины логических ошибок примечания актера превосходен стиль реферата но им красоваться всем вместе Рафаэля подставить под гиппопотамову морду и фырк мне ценителю стиля и жутко и грустно все ж жалкая схемочка и гимназист не осмелится ей разразиться и все мы я Брюсов мадам Образцова мясистая дама Модерн в перерыве не говорим о случившемся Мережковской среди гробового молчания отойдя к жене лишь для вида ручку свою под бочок всеми брошенный силится он провеселеть а кругом раздается вы поняли нет я ни слова Сергей Трубецкой переносит головку над всеми сединами ею вертя как верблюд средь пустыни ища оппонентов их нет никому неохотно запреть о собаке когда может быть она лев загрызение тоже реклама и кроме всего бить лежачего выписав из Петербурга его просто даже смешно Мережковским подвел Трубецкого Соловьев Трубецкой подвел общество этот скандал заминаем молчанием старцы гораздо в искусстве замина о главном конечно ни слова о мелочах можно и выпускают отца он смелее не спец философии он он ценитель романов Дмитрия Сергеевича уцепившись за замечание о том что у интеллигенции есть только нет а не да прибодря сточен на коня он сияет рукою головою показывая пред собой висящие в воздухе да пункт под пункт довод а довод б довод с и окидывает нас довольными глазками он убедит Мережковского тот только хлопает оком не слушая видное не понимая его ногота все ж любезно прикрыта отцом ничего не понявшим и вот Мережковский осклабис рыкает отцу отца не поняв где отцу убежденному позитивисту вздор материалисту вздор вовсе не виден мир нуменов нумен понятие видеть нельзя его мой же отец ничего не поняв в новой ерунде где и Кант видит нумены где и малюшот смешан с милем ему не перечит поглаживая бороду и с любопытством разглядывая сей курьез поднесший билиберду эту совершив свою миссию отец успокоился далее хуже внезапно восстал над зеленым столом сам Владимир Иванович Гирье как мертвец страшной мести из гроба брезгливый прямой оскорбленный и бледный пускается плакать в свою седоватую бороду перечисляя все промахи против истории всей миледе именуемый странно научный доклад как Рамзес из стеклянного гроба глядящий в Булакском музее поплакав в свою седоватую бороду он опускается в свой саркофаг умирает на тризне печальной вскочил ставя руки костяшками длинных своих волосатых пальцев на стол князь Сергей Трубецкой силуэтом верблюд фасом пес начинает с картавым надменством с убийственным с княжеским сухо цедить вы сказали а сказано тут между тем что билиберда князь не сказал но движение плечей поворот головы то к гирье то к лопатину явно кричали вы видите что и лопатин взусатис запрыгал овечьими глазками и с перетером ручоночек маленьких точно у девочки что-то ракочет и бороду старого лешего тычет под чье-то ушное отверстие и слышится хо он как мне потом передали все кому-то шептал тычу бороду в сторону гиппиус хо-хо хорошенькая а выступать наотрез отказался князь малый ребенок что выступил старый леший лопатин себя не унизит до спора вместо него встал чернобородый какой-то про что-то свое говорил кто шарапов сергей издавал журнал пахарь последняя жерть от традиции самарина был таким был и ловайской развалина дряхлые или блондин в парике кудельками колечками он говорят щелкал только мазурками по паркетам в те годы впав в детство на журфиксах своих а не историями древней средней и новой и тоже пристранный листок издавал под названием Кремль и ловайской был автором разысканий о начале Руси Москва 1876 и истории России в пяти томах Москва 1876 1905 Кремль политическая литературная газета Москва 1897 1917 издававшаяся и редактировавшаяся и ловайским примечание редакции все писатель стоял окруженный своими и хлопал глазами растерянно отколовши скоки и брыки под черной вселенной Коперника не перед этими старцами о-о-о багровые ужасы пучили шеях багрового вида матрон и как свеклы всходили у них на щеках реферат не провал а похуже стилистически статья бы прекрасна была напечатая ее в декадентском журнале только чтение ее в университете нелепость во всех отношениях идя в это общество он мог бы фиговый вывесить листик понятие хоть бы для виду прикрыл неприлично пропученную на показ налитую соком метафору мог не читать рассказать языком всем понятным читать же стилистику этого рода романтик уймите с волнения страсти пропеть чтобы страсть разбудить в груди плаксы гирье вынимая ее из постели повесткой научный доклад о на вечер дуэтов сопрано оленина дольгейм бритон мережковской гирье бы охотно пошел но не тащит дольгейм в зал правления университета и было обидно ведь вот недотяпа и давнейшнее неприятное впечатление от мережковского злого и хмурого смыло с другим просто до ужаса калиполез как куренок во рты пожирал с холостических тонкостей и пробудилась симпатия сквозь антипатию утром узнал продолжение вечера от Соловьева Михаила Сергеевича старцы общий конфуз обсудив порешили забыть реферат чтобы как романиста хонорис кауза Дмитрий Сергеевич предложить члены общества даже они захотели поужинать с ним хонорис кауза ради почетного внимания к заслугам примечания редакции Соловьев фыркнул в руки из тальмы но вечер же неописуемая вы представить не можете уж и не знаю как вылетел с ужина я не увидав конца что же было Михаил Сергеевич принял сам не описывать в лицах я передаю итог слов были князь Турбецкой Лев Лопатин Рачинской отец кто еще не упомнил Мережковский с своей стороны пригласил Брюсова и Скорпионов на ужин явился поклонник писателя Скрябин едва они сели за стол начались инциденты сперва с Турбецким он сев рядом с писателем со снисходительно непереносным сухим любопытством пустился ощупывать зверя и слышалось вы говорите а Мережковский простая душа тут же пойманный в сеть паука философского мухой подергавшись бацнул в лицо Турбецкому доверчиво Склабис как будто ему собираясь поведать приятную новость вам как человеку вчерашнего дня не дано понимать это как но позвольте пришел в ярость князь на каком основании мы одного ж поколения с вами Дмитрий Сергеевич вдруг расклабис резиновую дугою на Брюсова руки бросая к нему как ребенок просящийся на руки с легкостью подавляясь пушинке взвиваемой в воздух забыв что в его ж построении Брюсов труха им сжигаемая для пожара вселенной с восторгом прорявкал вот-вот кто о будущем сказано с воплем поставлено старцем под нос старцы побагровели а князь стал зеленый увидев нифигу под носом своим декадента с таким мефистофельским профилем он был сражен декадента просил читать и случился скандал номер два когда Брюсов поднялся и руки по швам с дикой нежностью проворковал приходи путем знакомом разломать тяжелым ломом склепа кованую дверь смерти таинства проверь не точно цитируется первая страфа стихотворения призыв баллада написанного 13 ноября 1900 года и впервые опубликованного в составе цикла Брюсова воскресшие песни в 1906 году в золотом руне номер 1 Брюсов записал об этом выступлении я читал опять свое некрофилическое стихотворение все недоумевали Бугаев намекнул что за это полагается каторга а Дмитрий Сергеевич выступление вопиял это единственный путь к Богу Отцу примечание редакции мертвеца изнасиловав таков сюжет стихотворения сел с невиннейшим видом потупив глаза чувство всех задушившие было ужасно лопатин обдал своим шипом как паром пускаемым паровиком на дрожащий взволнованный стол он бездарность махровая из тишины разорвался на треснутый вывеск отца за такие деяния знаете что до сибирьс в пику Брюсову тут же отец заявил что и он стихи пишет дас дас в пику Брюсову с рёмом восторга просили отца прочитать в пику Брюсову с рёмом восторга ему выражали восторги отец раздовольный поэта за пояс заткнул подобрев стал громчайше описывать шутки из жизни чертей из программы своих каламбуров тут каждый принялся кричать про своё лев лопатин же дёрнул за гиппиус как холостяк за хорошенькой горничной что было дальше не знаю закончил соловьёв я сбежал вечер разъединил ещё более и Мережковского забаллотировали а гиппиус вспыхнули раи легенд репутация Брюсова как скандалиста ствердилась в гранит числа эдак девятого я забежав к соловьёвам в обычный свой час встретил гиппиус и поразился иной её статью она точно чувствуя что не понравилось женским инстинктом понравится переродилась и думал простая немного шутливая умница где ж перепудренное великолепие с камнем на лбу посетительница в чёрной юбке и в простенькой кофточке белая с чёрной клеткой с крестом скромно спрятанным в чёрное ожерелье с лорнеткой уже не писавший по воздуху дуг и не падавший в обморок в юбку сидела просто и розовый цвет лица не на пудр выступал на щеках улыбалась живо стараясь понравиться и вероятно в угоду хозяйки была со мной ласкова даже держалась ровней как конфузливая гимназистка из дальней провинции но много читавшая думавшая где-то в дальнем углу и теперь своих встретив делилась умом и живой наблюдательностью такой стиль был больше к лицу ей чем стиль сатанессы позднее разглядевший Зинаиду Николаевну постоянно наталкивался на этот другой её облик облик робевший гимназистки и Соловьёва оттаяло хмурь та с которой молчала о гиппиус точно рассеялась но вскоре усилилась хмурь я прочёл поэтессе стихи Блока ещё неизвестного ей Зинаида Николаевна губы скривила сказав что-то вроде как можно увлечься таким декадентством писать так стихи старомодно туман и прочее добролюбовщина давно изжиты она разумела стихи Александра Добролюбова декадента ставшего главарём секты примечания актора на стихи Блок она реагировала совершенно обратно через года три и произошли неприятности с Булгаковым забраковавшим статью в целом весьма холодная по тону рецензия гиппиус на книгу Блока стихи о прекрасной даме была напечатана в 1904 году в новом пути смотрите Минц Блок в полемике с Мережковскими в книге «Наследие Блока и актуальные проблемы поэтики» Блоковский сборник учёные записки Тартусского государственного университета Тарту 1981 страница 148-149 примечания редакции Высокая оценка Блока культивировалась в 1901 году только в нашем кружке Напоминаю в 1901 году никакого Блока как поэта не существовало ещё был юноша Саша Блок родственник моих друзей и вот мы как ещё никому неизвестного поэта и пропагандировали кому могли примечание актора Мы просили Зинаида Николаевна прочитать нам стихи и прочла Единый раз вскипает пеной и разбивается волна Не может сердце жить изменой Любовь одна Как жизнь одна Не точно цитируется первая эстропа стихотворения «Любовь одна» 1896 Последний стих в оригинале «Измены нет, любовь одна» Гиппюс собрание стихов 1889 1903 года Примечание редакции Её чтение звучала интимность Читала же тихо Чуть-чуть нараспев Закрывая ресницы и не подавая как Брюсов метафор Нам наоборот Уводя их вглубь сердца Как бы заставляя следовать в тихую келью свою Где задумчиво строго То всё поразило меня Провожал я в переднюю Гиппюс точно сестру Но не смел в том признаться себе Чтобы не изменить своим принципам И держа шубу я думал Она исчезает во мглу неизвестности Будут оттуда бить слухи нелепые о дьяволице Которая нет не пленяла Расположила же розовая иробевшая девочка С той поры я внимательно вчитываюсь в её строчки И после блока сильно на них реагирую Символистами умолена роль поэзии Гиппюс для начала века Разумею не идеологию а стихотворную технику Ведь многие размеры блока эпохи нечаянной радости ведут происхождение от ранних стихов Гиппюс Я полонён Мережковские тут же уехали у Соловьёвых молчали о них я считал себя в стане врагов их но я отклонял обвинения в родениях и вот сформулировав тезисах своё нет Мережковскому тезисы эти прочёл Соловьёвым они согласились с ними тогда я решил превратить их в письмо к Мережковскому пусть он ответит в печати под ним подписался студент и отправил через несколько дней присылают за мной лечу вниз меня встретила Ольга Михайловна письмо от Гиппиус Гиппиус просит Ольгу Михайловну раскрыть ей псевдоним письма имя полученного моего автор де из кружка Соловьёвых и конечно же Боря Бугаев ругающий де их в Москве Поликсена наверное нас плетничала письмо первое де ответ на вопрос ими ставимый обществу Дмитрий Сергеевич взволнован де Розанов де счёл письмо гениальным они же не выскажутся до свидания с автором оно должно состояться на лекции Дмитрий Сергеевич читает в Москве пусть же автор зайдёт после лекции в лекторскую это письмо Белого в извлечениях было опубликовано в новом пути под заглавием по поводу книги Мережковского Толстой и Достоевской 1903 номер 1 подпись студент естественник примечание редакции был был я взволнован согласием на возражение в сущности я написал на жаргоне тогдашних симфоний моих не подозреваю что именно этот жаргон и понравится а возражение написанное на жаргоне проглотится так что меня опугал разговор Соловьёва его представляла готовящимся ротоборством Зигфрида с ужасной змеёй в результате которого Боренькой Зигфридом глава змеи будет стёрта так кончится спор начатый Соловьёвым с Василием Розановым Мережковской или детище Розанова будет где Борей их детищем бит в этой гипертрофии меня изживалась болезнь подступающей же Кольге Михайловне Зигфридом не ощущал я себя Мережковского не ощущал я змеёй фальшивейшее положение не сознавал с Ольгой Михайловной которая моё возражение поворачивала на возражение от Владимира Соловьёва тут сказывалась меня всё более мучившая скажу прямо неподготовленность Соловьёвых понимать меня в наиболее одушевлявших стремлениях уже естественно научные интересы находили мало в них отклика скоро потом выявленные несогласия с Соловьёвыми и оговорки делаемые Владимиру Соловьёву воспринимали они как оговорки от Мережковского и никто уже ничего не хотел понимать когда я проповедовал четвероякой анализ явления каждого как простой данности факта или тезы как выщипленного из него отвлечения или понятия являющего с фактом двоицу как идентичности факта понятию понятия факту триадность и как наконец проницание факта понятием факт перестраивающим я в первом разгляде выглядел студентом естественником не без тенденции к механицизму во втором разгляде я определял себя как методолога формалиста в третьем приеме подхода к фактам я выглядел для себя самого синтетиком но в трех этих гранях я чувствовал себя тесно в четвертой и был символистом напоминаю речь идет о прошлом которому давность 31 год я привожу эти мысли как образец витиеватости моего тогдашнего жаргона примечание автора моя авантюра с письмом к Мережковскому до такой степени переволновала меня что я разумеется перенес ее и в химическую лабораторию где работал я и два будущих аргонавта Петровской Печковской и я то и дело бросая приборы друг к другу шли и перекинув прожженные полотенца через плечо обсуждали с волнением мои тезисы возражения Мережковскому удивлялся шнырявший Крапивин вероятно рос в счет битых склянок юморист же Иванов являлся болтая заткнутую пальцем колбою и вдруг отомкнувшую совал ее в нос мне чем пахнет серводородом ага угрожающий он говорил и шел прочь этот жест предостережения значил смотри взорвешься но я невнимая кипел опыт молодости и клик доказывания с резолюцией на него все равно чьей Мережковского отца Соловьева Петровского Иванова мало понятно Малопонятность не только от перегруженности моего словаря терминами но и от постоянного стремления изучив технический жаргон того что стояло в поле внимания упражняться в нем независимо от согласия или несогласия с мыслью я устраивал семинарии по изучаемому предмету выбирая слушателей чтобы говорить не им о себе самому осознавал происходит несносная путаница в результате которой возникнет лишь большее в случае близости как и вражды с Мережковскими это меня угнетало в первоначальном варианте текста далее следовало это меня угнетало весьма в семилетии частых общений лишь вычертилось отдаленность от них но в процессе знакомства я к ним привязался как к людям примечание редакции доклад Мережковского кажется Гоголь прочитал был им в феврале 902 я с чувством быть худу отправился на него с Петровским Соловьева взволнованная прилетела в славянский базар к Мережковским присутствовавший при свидании Брюсов записывает что пришла Соловьева она была немного больна и напала на Дмитрия Сергеевича яростно вы притворяете что вам есть еще что-то сказать но вам сказать нечего у кого действительно болит тот не станет говорить так много доклад Мережковского о Гоголе был прочитан в историческом музее 17 февраля 1902 года в этот приезд Мережковские находились в Москве с 17 по 19 февраля примечание редакции она пригласив Мережковских Полякова Болтрушайтиса Брюсова вдруг отменила свидание сказавшись больной это было разрывом с Мережковским не высидев лекции она уехала передавали что Гиппиус сидя лицом к многочисленной аудитории амфитеатрам с ботинок сияющей пряжкой своей лучи наводила на лбы и носы мы с Петровским сидели в четвертом или пятом ряду исторического музея волнуюсь мне предстоящим заходом к Мережковскому в лекторскую вижу Брюсов ведет на меня невысокого одутловатого голубоглазого бледного очень блондина лет в средних Борис Николаевич прошу покорнейший вечером завтра ко мне Мережковские будут позвольте он мне показал на блондина редактор журнала новый путь Петр Петрович блондин перебил его Перцов и руку мне подал с приветливо добрым нахмуром сказав глуховатым невнятно лопочущим голосом просьба к вам вы разрешите печатать отрывки письма к Мережковскому вашего в нашем журнале об этом потом перемолвимся Дмитрий Сергеевич вас ждет в перерыве Петровский заметил ехидно попались ох в пятках душа кали груздем назвались пожалуйте в кузов спахнулось в лоб Мережковскому Зина вот он раздалось Мережковский сидел очень маленькой ноги расставив на стуле платком отирая испарину другую руку повесил на спинку свисала изящная маленькая кисть руки точно дамская перегибаясь вперед точно жертв помывающая ручку слабую не дотянул не вставая со стула такой изможденной и точно расплавленной лекцией множество мелких морщинок изрезали кожу лица вы после лекции к нам заезжайте в славянский базар будут наши друзья а дальнейшем условимся будете завтра у Брюсова буду испуганно стал отговариваться тут приятель мой вы приводите приятеля бросив меня Мережковской себя по коленке захлопал уставился в гиппиус и ей кивком на меня зина стыдно такой молодой он а мы то я же стремглав вон из лекторской едете я обратился к Петровскому очень надеясь что он не поедет и я едем едем предлог улизнуть ускользал вот и давка разъезда Петровской мой якорь спасения куда-то исчез осенила не еду один под колесом сбежавшие бежал разговора ведь завтра же встречусь на людях у Брюсова Петровской писатель писатель пишет о-хо-хо-хо-с и пошел от меня со страхом отправился я к Брюсову там произошел новый номер Мережковской центр вечера Брюсов и гости обстали его из гостей помню Минцлову он ставший хмуриком не отзывался меня взявши под руку к столу повел рядом сел не повертывая головы на меня все исчезло стол Брюсов в тумане глаза из лорнетки Негипиус Минцловой влипло мы сидя в полуоборот глядя в пересечении прямых произведенных от наших носов ткнулись в точку расстеленной скатерти Дмитрий Сергеевич забрасывал роем вопросов и после молчал формулировал мне он мои же вопросы придав им свой стиль свою лепку в которой силен был но кружево мыслей моих в его новой редакции огрубевая рождала рельеф так он перелепив мой вопрос в свой фасон подавал свой ответ на фасон его собственный мысль оставалась но смысл в ней менялся и я ему ставил вторично вопросы по-моему не по его разговор протекал в специальном жаргоне которым владел проштудировав розанова и раскрасив его моей палитрой схем моих красочных уподоблений Дмитрий Сергеевич же внимал с напряжением как сел за стол так и остался не переменив свои позы в полуобороте видел ухо растительность почти до скул нос меня поразивший размерами странной неправильностью вздерг затылка являющего продолжение спины залезь жидкой прически пробор очень чистенькой глаз я не видел вперяяся в пересечение перпендикуляров от наших носов в кусок скатерти точно играли в невидимые шахматы сделавших ход ожидали подолгу ответного хода обдумывая положение невидных фигурочек так протекал разговор он единственный в своем роде в нем Мережковский прослушал меня поняв в форме кожи а не разумением явивший искусство больших игроков ставя мат мне в три хода своим доказательством на специальном наречии мне отвечающим все возражения мои диалектика мысли его же де я еще не знал обычного его приема спорить там именно где вы с ним не согласны он подменяет вопрос о согласии или не согласии вопросом о действии и созерцании может быть вы и правы а мы не правы но вы в созерцании а мы убогие слабые хилые в действии вы богаты мы бедны вы сильны мы слабы стоишь оболваненный слушаешь но в немощи нашей создается наша сила мы вместе а вы одни мы ничего не знаем а вы все знаете мы готовы даже отказаться от своих мыслей а вы непреклонны с конфужиной начинаешь отнекиваться помилуйте я и сам отнекиваюсь и тут обойдя поднимает он рык так идите учите нас просто не знаешь что делать юморизировал позднее бердяев они обволакивают так и меня обволок таки в тот незапамятный вечер да-да партию я проиграл этот проигрыш плен мой в годах плен в том что я мог бы где их переучивать было странно сидение писателя маленького с длинным носом вперенного в скатерть с юнцом тоже в скатерть вперенным сей стиль был не свойственен здесь неприлично писателю на званом вечере ставить гостям хмурый профиль свой и неприлично юнцу непрославленному что ты боренька так отнимать именитого гостя у общества я упустил простой факт что я притча уже во языцах смотрите-ка Брюсов ухаживает Мережковский лишь с ним говорит через два с половиной месяца вышла симфония и объяснился все разговор прервал Брюсов косившийся явно он высадил из разговора меня подав хмурого гостя гостям зачитали стихи гиппиус и балтрушайтис прочел Брюсов впервые и лестница все круче все круче круче всход произвольная контоминация строк из стихотворения Брюсова лестница написана в январе 1902 года Брюсов собрание сочинений в семи томах том 1 страница 269-270 примечание редакции Мережковский читать свое отказался прочел Тютчева вдруг он осклабился строчкой последней со странной любезностью выгнулся схватывая за коленку строка прозвучала по-новому от потрясающей простоты интонации вот почему нам ночь страшна не точно цитируется заключительная строка стихотворения Тютчева день и ночь не мир таинственных духов примечание редакции а он рыканул приглашая девица осклабом лица между прочим хвалил стихи Брюсова мы с ним условились завтра приду я в славянский базар чтобы договориться втроем для других они будут невидимы не возвращался летел как на крыльях ликую что вышел союз с Мережковским и не понимая что партия бита что мат и что пленник на годы смущало что скажет Ольга Михайловна на другой день я к ней забегал отправляла меня к Мережковским все с тем же упорством зачем этот аллегорический меч я же шел договариваться а не биться но точно меня опоясало им хмурые люди результат договора ударил как гром Ольга Михайловна бы сказала пакт с дьяволом комната в славянском базаре в кирпично-коричневом тоне в таком как обертки всех книг Мережковского мебель коричневая Мережковский связался с коричневым цветом обои пиджака бороды и оберток томов фон квартиры что в доме Мурузи такой же обои и мебель и штор вплоть до атмосферы которую распространяла она и та коричневая очень часто я в ней ощущал сладковатые припахи точно корицы подобные запахом пряных бумажек и припах корицы мне нос щекотал я сразу же обратил внимание на специфическую атмосферу поздней столь известную мне атмосфера висела как облако дыма курительного куда б не являлись они возникало в петербурге в славянском базаре в париже и в судье где жили на даче они и где я у них был в судье южнее гатчины по варшавской железной дороге на даче бергера бывшей каменской мережковские жили летом 1908 года в августе у них гостил белый примечание редакции а на уличном свете она становилась точно туман и лицо мережковского казалось тумане зеленым вне дома теряясь терял он подозревал что шушукаются что обстание всякое враждебно ему вне дома он умел иногда брать приступом целые аудитории вдруг разоравшись а в гостях он просто боялся и иногда говорил совершенные глупости дома он в туфельках шмякал и точно цветок на заре раскрывался в курительном облаке под абажуриком а вот выйдет бывало на Невской смотришь не тот зеленее зеленого глаза в провалах как тени от облака злого холодного перебегали по нем в квартире же повиснувшая атмосфера его точно ширилась делалось золото карий немного пожухлой немного потухшую пахло корицами в гостях маленький постно сухой человечек с лицом как в зеленых тенях и с кругами вокруг глаз многим он напоминал проходимца и даже казался он глуп лишь в присутствии близких импрессия это менялось и то что казалось извне подозрительным выглядело как пленительное Мережковской казался своим отдались все менялось позднее я не верил ни в хмурь ни в пленительность морг пустой глупо дуться на то что из пальца насыщенного электричеством искрой уколет булавок тут нет никаких электричество тот особый пленяющий с непривычки шарм которым они обволакивали того кто им вдруг начинал казаться нужным и тут невнимательные они делали само внимание это внимание соединение силы муж жена философов они направляли на старцев дам девочек юношей и старушек кого кого в свое время не пленили они на час старика миллионера Хлудова Бердяева Волжского еще гимназисточку Мрету Шагинян Боря Бугаева анархиста Александрова ведь пленили же Савенкова об отношениях Шагинян с Мережковскими преимущественно с Гипиус смотрите в ее мемуарах «Человек и время» «История человеческого становления» Москва 1982 страница 258 350 примечание редакции Многократно встречался с людьми пережившими фазы колючек и шарма Дмитрий Сергеевич и Зинаида Николаевна точно Круксова трубки из хладных стекляшек простым поворотом каких-то винтов начинали в интимной среде точно фосфорисцировать Мне Мережковской пленяющей напоминает портрет Леонардо осклабом смешков пуком глаз лаской жестов каких-то двузначных картавыми рыками сидя в коричневом кресле полуразвалясь на него упав корпусом в локоть как бы казался порой прозоренным лучами осеннего мглистого солнца и белую женщину с ярко сапфировым глазом метаемым как из-за красных лисичьих хвостов волос так читу мережковских сработал бы думаю я Леонардо да венча назвав свой портрет улов рыбы опять-таки бердеев был прав спорить нельзя протестуете Дмитрий Сергеевич зарыкает на вас прекрасно вы не критикуйте а нам помогаете вы наш а мы ваши оказываешься своим против внутри кружковой атмосферы их и это же высказал раз розанов зайдя в гостиную к ним у вас духом особым несет что вы делаете оставаясь одни разумел то же самое стиль коллективного шарма в который Зинаида Николаевна приносила ум и хитрую ласку Дмитрий Сергеевич приносил свою хмуч тень Рембрандта напуг выпуг глаз всосы щек что-то постное в поступе рыбе ловимой в сетях рыжекрасных волос из которых сиял этот сестринский вид говорящий о том чего нет начинало казаться в сетях атмосферы укрыто что завтра откроется не открывалось мелочные люди замыслили общину в недрах которой зажжется огонь всей вселенной не вспыхивал извлеченная рыба Антон Карташов философов за полным отсутствием дела читой отсылались в газеты устраивать вспыхи бумаги не вспыхивала публицистика слабая бедная Ольга Михайловна перепугавшаяся там каких-то родений пристойная община бедный Дмитрий Сергеевич сколько шепотов он возбуждал не намерен его защищать в светской жизни они были мелочни лучшие приберегали для общины участь своих посылаемых за неимением религиозного дела в газеты остаться в газете и даже в газетной общественности позабыть свою миссию на атмосферу ловился и я с того мига как дверь отворил в номер занятый ими в славянском базаре сквозном рыжекрасном луче из окна озарявшем коричнево-серое кресло и карию пару писателя маленького раздалось из-за взрыва сигарного дыма рыканье картавое пахло корицами стиль всей беседы вы наши мы ваши расплыв черт лица зараставшего почти до скул волосами белейшие зубы оскаленные из коричнево-красных разорванных губ эти легкие плавные точно тигриные жесты с которыми Дмитрий Сергеевич усаживал рядом садясь взволновали меня в незакрытые двери видел гиппиус тихо прошла белой талии почти не видны в распущенных золото-розовых космах до пят через пять минут вышла сколов кое-как свои космы дымок восклицания отрывистые Дмитрий ты понимаешь его после открылось уже что сердца в голове что в груди вместо сердца оскаленный череп что в эти минуты они как пылинки на ветре идей ветер северный дующий с озера Ладожского переверты пыли поднимающий ввысь превзлетев остывали они столь же искренне сколь закипали чтобы жизнь прокрутить на холодных проспектах холодного города преть планы мыслить журналов газет с Богучарскими с Острувы Базаровыми с Вельковыскими и даже с Румановыми точно с близкими и рассыпать даже эти проекты пылями проспектными я же поверил что я полноправный что я нареченный Дмитрий Сергеевич младший брат когда слушал вы близкой мы вас оставляем здесь как в стане врагов верьте нам не забудьте не слушайте сплетен в решительный миг подписателем кресло сломалось он с креслом упал поднимаясь счищаясь колена к соринке осклабился вспомнив что так упал Розанов прямо под кафедру Соловьева читавшего три разговора сравните нашумевшие лекции Соловьева об антихристе показалось Розанову просто скучной он реагировал на речь прославленного оратора весьма своеобразно задремал и упал со стула Галербах Розанов жизни творчества страница 35 эта лекция была прочитана в Петербурге весной 1900 года примечание редакции прощаясь мы обнялись и условились будем друг другу писать я дал адрес химической лаборатории было удобнее так но звонясь к Соловьевам я дал обещание Ольге Михайловне рассказать о свидании был вне себе еще точно клочок атмосферы как легкий дымок папиросный пристал к волосинкам тужурки отвеиваясь и дымясь вокруг меня дверь открыла Ольга Михайловна ну и что но увидев меня улыбавшимся только махнула и бросила вижу пропал Катюша какая такая но перевернувшись Ольга Михайловна пошла прочь ни о чем не спросив я поплелся домой из тени в тень впечатлением от встречи с Мережковскими я ни с кем не делился как тайный и ждал их отклика из Петербурга и он появился скоро швейцар мне подал в лабораторию темно-синий конверт разрываю в нем красный конверт его разрываю в нем белый с запиской несколько слов лишь ау в стан врагов началась оживленнейшая моя переписка с Зинаидой Гиппиус изредка и Мережковской писал мне 3 марта 1902 года Гиппиус в частности писала белому я думаю о том как вы нам нужны и о том что мы вам нужны той же мерою хотя с иной стороны вы то в дремоте то в энтузиазме даже не в дремоте а в грезах у вас еще есть какой-то неопределенный эстетизм еще брызги декадентства на вас а мы часто в тупой бессмысленности тело тяжелеет и на мгновение все-все равно точно ничего нет отчаяние и то и другое 25 марта 1902 года и несмотря на пророческую почти гениальность ваших мыслей я вижу у вас истинно декадента человека падения человека раба нужно уравнить волю вашу с высотой и длиной ваших мыслей иначе вы станете их игрушкой вы говорите о конце о правде о любви все говорите о и мысли ваши бесконечно сложнее длиннее и потому перепутаннее наших а мы хотим не только говорить о так же идти верить сознанием и любить примечание редакции оба звали меня в петербург но я не поехал уже симфония андрея белого вышла я делаю усилия чтобы сохранить псевдоним мать с отцом поехали в питер в конце апреля в начале мая вернувшись в москву мать спросила меня с удивлением ты переписываешься с мережковским зачем ты скрываешь кузен арабажин знакомый барятинского друг егорской сотрудник биржовки и северного курьера закрытого вскоре явился к родителям и с удивлением им сообщил что на днях повстречавшись с мережковским он слышал как этот писатель хвалил в выражениях для арабажина необъяснимых меня понимаешь дядя он читает слух письма бориса своим друзьям арабажин поверхностный филитонист меня знавший как бореньку спрашивал в чем корень дружбы с борисом салонных львов мережковские портили мне разговоры с ольгой михайловной я не мог уже слушать стили ее рассуждений о гиппиус и мы прекратили беседы на эти тяжелые для меня темы в поджиме губы и во взгляде ольги михайловны на меня установился между нами порог до конца ее жизни и брюсов весьма любопытничал весь тот период густо окрашен мне мережковскими куда не придешь говорят о них в лаборатории говорим о них в студенческой чайной бывало соберемся петровской печковской владимиров я тотчас же разговор поднимается о мережковских ведь тайну синих конвертов подаваемых мне швейцарам лаборатории мои друзья знали бывало печковской спрашивает взглянув на конверт от гиппиус с гиппиус переписывались мы чуть ли не каждую неделю а так как дома мать неизбежно спросила бы кто это пишет мне характерные очень конверты то пришлось бы признаться что я веду усиленную переписку с писателями которые все же внушали тревогу отцу боялся за сына поэтому я и дал адрес лаборатории брюсов тоже расспрашивал меня о мережковских так как будто я спец по ним делалось неприятно от этого назойливого любопытства мережковские ведь умели кружить головы людям холодные в себе они могли казаться такими нежными меня захваливали они я де и замечательный и новый и симфония де моя замечательная было чего потерять голову юноши которого до сих пор жизнь держала скорее в черном теле только ольга михайловна соловьева мне не звука о мережковских и вдруг гиппиус дьявол и хотя я знал что злость ольга михайловна гиппиус не идеология а недомогание я вскакивал и в совершенной ярости убегал через день ольга михайловна присылала письмо мириться верен я был михайл сергеевич соловьеву когда я некогда встал против гиппиус и мережковского но оставая с верным своей перепиской с зинаидой николаевной встал я самосно против ольги михайловна соловьевой и это все выразилось в автономно возникшей для меня квартире владимировых куда я стал чаще теперь убегать и также в квартире метнеров на соловьевых в одном лишь в одном отношении гляжу как на прошлое уже законченное семилетие во мне нудится новое будущее именами которые вместе зенит и надир мережковские брюсов уже обещающий мне блестящую литературную деятельность брюсов толками о скорпионе мережковской зовами в проектируемый новый путь брюсов мне в эти дни новая литература и только а путь мережковскими не только литература ты пойми ты не здесь не тут наше дело такое бездомное петухи поют поют но лицо небес еще темное не точно цитируется первая страфа стихотворения петухи 1906 гиппиус собрание стихов книга 2 1903 1909 москва 1910 страница 9 примечание редакции только не только москва петербург и восьмерки мной писанные семилетия мишними есть ужас мне еще не видны в 1902 году отход огорченный без ссоры от брюсова от мережковского кончился бегством моим из москвы петербурга россии на запад уже с 1902 года брюсов втягивал меня в жизнь скорпионовской группы зинаида николаевна меж интимных строчек ознакомляла меня с петербургской жизнью весной сообщила что был у них блок и что он произвел впечатление я ей завидовал о встрече с блоком гиппиус сообщила белому в письме 25 марта 1902 года литературные наследства том 92 александр блок новые материалы и исследования книга третья страница 179 примечание редакции она звала меня в петербург чтобы я в настоящем общественном воздухе выветрил дух скорпиона в себе тут она сфантазировала больше дух анилина которым несло в нашей лаборатории не понимала она декадента для меня лишь нота в октаве лишь краска на спектре октавой моей была не поэзия была культура Зинаида Николаевна в письмах обещала меня познакомить не с выродками а с людьми настоящими новыми думаю с сестрами Татой и Натой с Розановым с Философовым и с Карташовым их друг философов тогда раздваивался между миром искусства и Мережковским тащившим его в новый путь петербургская группа распалась на снобов художников и на писателей в мире искусства был дружеский отзыв о книге моей скоро я стал сотрудником мира искусства вполне неожиданно белый видимо ошибается рецензии на симфонию вторую драматическую в мире искусства не было напечатано примечание редакции так было дело открывалась выставка мира искусства в Москве посетитель всех выставок был разумеется я и на выставке этой пустой почти московская выставка картин журнала мир искусства открылась 15 ноября 1902 года в доме Грачева на углу Петровки и столешнику переулка и продолжалась до 1 января 1903 года белый посетил выставку в первые же дни отзыв о ней в его письме к Метнеру от 17 ноября 1902 года в котором он сообщает и о состоявшем со знакомстве с Дягилевым и Бенуа примечание редакции тонны с шиком одетые люди скользили бесшумно в коврах межполотнами Врубеля Сомова Бакста все они были знакомы друг с другом но я был чужой среди всех выделялась великолепнейшая с точки зрения красок и графики фигура Дягилева я его по портрету узнал по кокетливо взбитому коку волос серебристую прядью на черной растительности и по розово нагло безусому сдобному как испеченная булка лицу очень морде готовить пленительно маслицы остывать в ледяной оскорбительной позе виконта закидами кока окидывать вас сверху вниз как соринку на выставке экспонировался портрет Дягилева работы Малявина 1902 год примечание редакции удивился изыску я помесь нахала с шармером лакея с министром сердечком по Сомову сложены губы вдруг дерг передерг остывание черт подери каракала какая-то если не иезовель нарумянинная и сенатором римским главы отсекающие говорили что будто бы он с Марьей Павловной с князем великим Владимиром запанибрата маститый закид серебряного кока скользящие как в минуете шажочки с шарком бесшумным ботиночек лаковых Великий князь Владимир Александрович президент Академии художеств его жена Великая княгиня Мария Павловна ставшая президентом Академии художеств 1909 года об отношениях с ними Дягилева смотрите в комментариях Зильберштейна и Самкова в книге Сергея Дягилев и русское искусство том 1 Москва 1982 страница 417 418 примечание редакции Что за жилет Что за вязь и прокол изощренного галстука Что за слепительный как алебастер еле видный манжет Вид скотины утонченной кистью Сомова Коль не артиста прощупывателя через кожу сегодняшних вкусов и завтрашних и послезавтрашних чтобы в любую минуту кастрировав собственный сегодняшний вкус предстать в собственном завтрашнем Пока разглядывал я изощренную эту концовку впечатанную лансере в послезавтрашний титульный лист мне далекую неприятную вдруг осенило меня предложить ей статью свою формы искусства И вот безо всяких сомнений забывши о том что я невзрачный студент подхожу к кругло выточенному царедворчеству избаловали меня думал мне и законы не писаны в скит серебристого кока и поза нерон в черном смокинге над пламенеющим римом а может быть камер-лакей закрывающий дверь во дворец подразумевается образ нерона любующегося горящим римом согласно версии о том что грандиозный пожар в риме в июле 64 года длившийся почти 9 дней был устроен по приказу императора примечание редакции тем не менее я представляюсь Бугаев и тут наглый зажим пухловатой губы передернувшись сразу исчез чтобы выявить стиль Анфана скорее пухлогубого и пухлощекого ангела стиль барамини 17 век Анфан дитя ребенок младенец примечание редакции и с изящностью мимо меняющего свои роли изгиб с перегибом ноги назад с легкой глиссадою как реверанс с улыбкой слишком простой слишком дружеской он показав мне Нерона потом Купидона изящнейше сделал церемоний мейстерской жест Луи Каторс Людовик 14 король Франции примечание редакции Ах, я счастлив На днях еще много о вас говорили мы И как по залам дворца открывая жезлом апартаменты мира искусства которого мебели Бакс Лансере философов взяв под руку ввел к молодому и чернобородому барину в строгом пенсне в сюртуке длиннополом Ну вот Александр Николаевич позвольте представить вам белого Он Бенуа поклонился с отлетом с расклоном с изгибом руки Бенуа и повел под полотнище врубеля Фауст и Маргарита Смотрите взмахнул он рукой Вот Титан Я горюю что не оценил его в своей истории живописи Он посвящал меня в краске Книга Бенуа истории русской живописи в 19 веке вышла в свет в июне 1902 года примечание редакции Так я был введен в круг сотрудников и Азералис Кто этот прискромного вида юнец Кого Дягилев и Бенуа мило водят по залам Вопрос о статье не решался Была принята с полуслова Конечно конечно скорее высылайте чтобы поспеть с номером С тех пор я стал получать письма Философова с чисто редакторскими замечаниями с просьбой слать что хочу Так факт дружбы с Мережковским мне составил уж имя средь группы художников мира искусства С другой стороны анонсировал Белого и Скорпион всей Москве Так звезда восходила моя Я не двинул и пальцем Мой жест перепук и желание сесть в тень чтоб хотя до экзаменов не разнеслось чем стал Боря Бугаев Я чувствовал моя звезда не продержится в небе Она фейерверочная Подлетает что вместе ее быстрого вспыха ничто обнаружилось Очень достойные лавры меня увенчали Но звездочкой не ощущал я себя и тогда когда где-то уже за спиной называли меня восходящим талантом Головокружение славы в малюсеньком круге скоро с лихвой компенсировалось плевом нашего тогдашнего профессорского круга В 901 все радовало и все удивило Сам быт распахнулся И Эллис стоял с социологией Эртель с историей Батюшков и Гончарова с культурой Востока отец с математикой Метнер с Бетховеном с Кантом и с Гёте Рончинской с Горнаками Моя уверенность в преодолении библиотек была дерзкая Метховеном 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 Я боролся не весьма позитивно Сидел под диваном подчеркнув декадента лишь делают мину что очень нервны мужики трудосильные лбом выбивают строку свою об утонченной нервозности вероятно подразумеваются слова Чехова в передаче Бунина какие они декадента говорил он они здоровейнейшие мужики их баваристанские роты отдать Бунин собрание сочинений в девяти томах том 9 Москва 1967 страница 239 примечание редакции кончиками языка воплощали отцы слова Бокли и Милли твердя экономия практика сила умение найтись извлечь пользу себе и другим в деле были безвольные неэкономные неизвлекающие себе барышей промотали наследства свои материальные не говоря об идейных а вот мужики декаденты утонченно бледные и вопиющие миру что им нужно то чего нет на земле через несколько лет отобрав все что есть у отцов положение вес уважение печатные строчки журналы читателей сели в отцовских просиженных в академических креслах я учувствовал тайное у модернистов подштопанный позитивизм диалектика метаморфоза безумий в делячество подчинена ходу мыслей мир рушится кресло мое пока твердо успею я книги сложить до возглашения трубы Иерихонской от Брюсова к Францу полшага да позитивизм у противников позитивизм Иерихон город в Палестине вблизи Иерусалима согласно книге Иисуса Новина стены Иерихона пали от звука семи труб город был взят и истреблен примечание редакции Одной ногою я вступил за порог Скорпиона и многое в новом кругу не понравилось мне а другой стороной захлопнулся в лаборатории и в защемленную ногу мне иглы украдкой всаживали были более мрачные тени испортилась вдруг атмосфера квартир Соловьевых и нашей С начала 902 года ухудшилось недомогание моей матери и говорили ее де оперировать надо на почве болезни расстроились нервы квартира наполнил вздохами даже слезами я вздрагивал часто глубокую ночью я вдруг просыпался от вздохов и шел успокаивать мать по совету профессора Снегирева она водворилась в клинику но каждый день заезжала домой и с ей свойственной яркостью передавала рассказы ходившие об изумительных операциях Снегирева рассказывала как ругается на операциях он и какое подчас уважение он вызывает несмотря на ругань у ассистентов как он совершив операционное чудо на радостях кутит с директором консерватории Сафоновым которого в пьяном виде однажды мать встретила в 3 часа ночи в пустом коридоре клиническом болезнь ее прошла но летом 1902 года стал замечать у отца я симптомы болезни бывало он вдруг остановится жадно вдыхает воздух и щупает пульс что с тобой он помигивает из очков в совершенном растере да так с как с не будь с продолжает оборванный свой разговор до задоха вторичного раз забежав в кабинет испугался застал его скорчившимся с деформированным серо-белым лицом передернутым болями с явным напугом он не помотал головой трясущейся не говори только матери но разумеется я бегом к ней тут же и доктор явился он определил что у отца грудная ангина с которой можно бы жить калибросить все лекции все заседания деканство и шахматы но это было прижизненной смертью отцу и он стал приговаривать что умрет как солдат на посту читал спорил взбивался на третий этаж как юнец пил чернила не чай так же в три часа ночи звонился из клуба такс такс ничегос какс не будьс обрывал урезонивание восклицая почистите мне сюртучок несся на заседание мы видели этот недолго протянет прислушивались шористела быть худу и я ощущал себя как в метрлинковской драме в теруша казалось в сроениях теней из угла глядит смерть смерть но и в соловьевской квартире я переживал то же самое Михаил соловьев страдал печенью и расширением сердца он изнемогая держал в вечном страхе свою жену Ольгу Михайловну болезнь матери сопровождался стонами болезнь отца прибаутками болезнь Ольги Михайловны приступом взвинченного фанатизма с весьма угрожающим блеском очей затаивших недоброе что-то и не доверяла себе мужу сыну и мне даже здесь метрлинковщина стиль увенчивал так пустячок Ольга Михайловна завела деревянную куклу сухую и желтую для рисования костюмов с нее в свои темные шали закутавши куклу ее посадила в окно чтоб глядела из спайни в столовую вечером свет фонаря покрывал ее кружевом и я бывало забывши про куклу показывал кто манекен а зачем это с лета сидит летом нет никого здесь в квартире а с улицы скажешь живой просто средство от жуликов кукла связалась мне с присланным только что стихотворением блока мое болото их затянет сомкнется жуткое кольцо неточные цитаты стихотворение блока сбежал с горы и замер в чаще датируемого 21 июля 1902 года блок собрания сочинения в 8 томах том 1 страница 206 примечание редакции все осенние стихотворения блока не радовали своим бредом и Ольга Михайловна разболевалась от них а Михаил Сергеевич приговаривал я говорил тебе наши квартиры меня облекали как в траур лишь метнер бодрил разговором потом перепиской в эти месяцы именно я каждый день бегал к метнерам смотрите первую главу аргонавты главка Эмилии метнер примечание автора к концу декабря Михаил Сергеевич выглядел бодро прошло расширение сердца и раз в январе по-хорошему мы присмирели все четверо за неизменно родным мне столом когда я прочитал посвященные памяти Владимира Соловьева стихи голубые глаза Михаила Сергеевича молча уставили с теплым доверием стало как в прежние годы сквозным голубым от луны фосфорическим взмахом метель не слаз в окнах видимо только что написанный тогда стихотворение Владимир Соловьев задохлись мы от пошлости привычной стихотворение поэмы страницы 136 стихотворение белого раздумья посвященное памяти Владимира Соловьева там же страница 154 датируется февралем 1901 года и безусловно было уже известно в семье Соловьевых примечание редакции не знал не знал что вечер прощальный через день или два Михаил Сергеевич был у Рачинского весело и оживленно он проговорил до полуночи а на другой день проснулся в сильнейшем жару воспаление легких был бред сердце ослабевало ходили на цыпочках кончено каркала Ольга Михайловна Павел Сергеевич Усов профессор просил чтобы не было даже звонков то и дело я с черного хода шел чтобы из кухни просунуться в черный немой коридорчик куда выбегала хозяйка и странно дрожала себя потеряв знаю кончено раз присылает за мной взявши за руку ведет меня в спальню лицо в красных пятнах глаза воспаленные рвутся из век мы узнали потом лишь весь день ела краски что в случае смерти себя дотравить деревянная кукла от кресла глядела из шалей мешая понять деловитейший бред набормотанный Ольгой Михайловной говорила и дергалась точно от едких укусов тарантула к Вере Поповой Сережу отправила Вера Попова сестра Михаила Сергеевича Соловьева примечание автора он там ночует чтоб оборвала после паузы Боря дадите мне слово что вы никогда не оставите ну да Сережу же помните мне мне показалось что не было смысла а бред перед куклой напученный тупо круглотами глаз без зрачков как ворона вся черная в черном платке в черном платье унылая Вера Попова сидевшая в этой квартире меня вопроваживала я вертелся без сна эту ночь лишь забылся а кто-то толкает в халате со свечкой руках ходуном голос сиплый иди к Соловьевым отец тебя Боренька Павел Сергеевич спрашивает Михаил Сергеевич мать плачет он руки разводит да бедный тряся садеваюсь и вижу что что-то скрывают и шепот прислуги какое несчастье я просто рушусь без ног с черной лестницы падаю в черную дверь выволакиваюсь как без ног в столовую в разброс предметов под ламповый круг где ослабнувший бледный дрожащий всегда удручавший спокойствием Павел Сергеевич Усов с вороною Верой Сергеевной Поповой сидит умер Ольга Михайловна Усов с отчаянием рукой за лоб а другой отмахнулся от спальни закрытые наглухо и безответные Вера Попова словно обидес не смотрит на дверь Молчание Выстрелом из револьвера Михаил Сергеевич и Ольга Михайловна Соловьёва умерли 16 января 1903 года Сравните другой вариант воспоминаний Белого об этом событии Михаил Сергеевич кончается Ольга Михайловна удаляет Серёжу из дому Днём я имею с ней разговор Она вся дрожит Глаза лихорадочно блестят Она умоляет меня не покидать течение всей моей жизни Серёжу быть с ним Я не понимаю какой ужасный намёк заключается в этом её обращении ко мне Выяснилось потом что весь этот день она травила себя краской и говорила со мной уже отравленное Вечер этого дня я тупо и безнадёжно сижу у себя ожидаю всего худшего В три часа ночи нас будет известием что Михаил Сергеевич Соловьёв скончался а Ольга Михайловна тотчас же застрелилась Меня зовут в квартиру Соловьёвых Мама в истерике Папа утешает её В квартире Соловьёвых я нахожу профессора Усова и Попову совершенно растерянных Оба меня посылают к Рачинскому занимающему ответственное место в губернском правлении чтобы он повлиял на полицию затушевать самоубийство В четыре часа ночи мы обсуждаем с Рачинским что делать В пять возвращаюсь к Соловьёвым Меня просят предупредить ничего не подозревающего Серёжу о том что произошло Материал к биографии Примечания редакции Пробили часы Половина четвёртого Трогать нельзя до полиции За ней пошли В луже крови под куклой Она распростёртая там куда скрылась когда началась агония откуда бросала держа рукой дверь Ну как кончено? Нет ещё дышит Жив Кончено Выстрел Не в этом суть Нужно сообразить предпринять А попы А полиция Самоубийц не хоронят в ограде А их надо рядом Сиденье Не извозчик В конце Арбата гнул спину в туман Запоздалый один Прыгнул Шам Колесани Их нет Стук ворота Бараний Тулуп Открывающий их Звонки Вылетел Встрёпанный Поднятый Рачинской И кутая Шубу И громко Стуча Своим Ботиком В нос Бормотал Он туда Я сюда На рассвете Решался вопрос Как быть с сыном Ночующим В доме Поповой Решили Мне предупредить Его Вот мы И качаемся С Верой Сергеевной В саночках По направлению К девичьему Полю Квартирка Как вкопанная Бросаем Сергею Нилычу Татьяне Ниловне Спит Спит Сижу Вестник Смерти Под дверью Обдумывая Что сказать Как начать И условный Рефлекс Метерлинг Шепот Спит Просыпается Сейчас оденется Уже идет Ну Сережа Стоит над постелью В напяленной Кое-как куртке Он горбится Сдвинут у брови Папа Мама Тоже Не отвечаю Сама С собой С сухим Достоинством Точно У банковой Кассы Я знал Это Пауза Боря Он бросил Мне руку Как будто Не я А он Вестник Оставь Мне Напись Минут Выпроваживая Точно Старшей Рукою Даю тебе Слово Через пять Минут Вышел Спокойно И строго Мы знали Чего стоит Эта выдержка Если б кричал Плакал Ну Спокойствие Это Лишало Присутствия Духа Не выдержит Мозг Решено Не пускать Его В дом Где покойники Прочь От печальных Обязанностей Охов Ладанных Вздохов Соболезнования И я Посадив На извозчика Долго Катаю Его По Москве Завожу К Бенкендорфу Товарищу И поливановцу Мать Бенкендорфа Умела Занять Усов После Дивился Моей Дескать Выдержки На нашем Ночном Заседании Что Она Перед В железо Закованным Отроком Сердце Зажавшим В кулак Без единой Слезинки Сурово Зажатую Бровью Сутулис Он Твердо Шагал Среди Крепов Надгробных Венков Таки Вынесшие Эти Два Гроба Мне Горе Утраты К тревоге За друга Прибавилась Боль Когда я Возвратившись Домой Уже Поздно Узнал Что С отцом От волнения Случился Припадок Ангины Он Эти все Дни Пролежал С синеватым Лицом Беспокойно Следя За мной Глазками Ну-ну Иди-ка На Панихиду С Натреснутым Криком Вдогонку Отца Не забудь Отец Похороны Панихиды Сережа Туман Этих Дней Но Запомнился В церкви Растерянный Брюсов Без шапки В распах Он катался Глазами Такой Одинокой Когда я Супругу Историка Сергея Михайловича Соловьева Сутуловатенькую Полексену Владимировну Вел Подставив ей Руку От строгих Гробов И потом Невзначай Налетел На сутулую Спину Брюсова У церковной Стены Он Не видя Меня Бормотал Сорвалоса О Господи Мне показалось Что слезы В глазах Его Он же Думал Что спрятан В тенях Набегающих За всеми Спинами Нежно Взглянув На него Я прошел Мимо Тяжелое Поминовение И неуместные Вздерги Бровей Полексены Над первую Книжку Нового Пути В бледно-лиловой Обложке Которая Нравилась Ей Черт бы Брал Вспомнив Брюсова Думал В подобные Миги Мы Вывернуты Нашим Тайном Рачинской До гроба Друг Даже буквально Устроил С гробами Что надо Ольгу Михайловну Хоронили В ограде При муже И это Рачинской Назначенной Опекуном Он В мехах Заметался По монастырю День Был Ветреный Солнечный Снег Взлетал В сосны Под красные Башенки Розовый Золотоглавый Собор Врезался В лазури То место Мне Связывало Жизнь Смотрите заметку Брюсова Похороны Михаила Сергеевича И Ольги Михайловны Соловьевых Русский Листок 1903 Номер 19 19 января Белый Посвятил Незабвенной Памяти Михаила Сергеевича И Ольги Михайловны Соловьевых Стихотворение «Могилу Их украсили Венками» Памяти Михаила Сергеевича Соловьева Стихотворение «Призыв» Смотрите Стихотворение Поэмы Страницы 136-138 Примечание Редакции И потом Лягут Мать Коваленская Усов Эрн Чехов Рачинская Скрябин И сколькие Сережу Услали Отвеять Москву Он был В Харькове У дальних Родственников Попав В Киев Он сблизился С братом Трубецкого Евгением Тоже профессором За это время Ему отыскали Квартирочку На Поварской Туда перевезли Появилась Друг дома Любимого Взявшаяся За хозяйство Коваленская Бабушка Почти жила Тут И я забегал Каждый день Забегал Опекун Его Рачинской Здесь Через год С блоками Сближался Я Лавры И тени Перед Самой Кончиной Ольги Михайловны Появилась Статья Моя Формы Искусства Подписано Борис Бугаев Чтобы Отца Подбодить Что Печатаюсь В этом же Номере Мира Искусства Заметка За подписью Белой О Дальгеем В декадентских Тонах При виньеточке Изображающей Дылду Такой виньеткой Редакции Выразила Отрицательное Отношение К Дальгеем В пику Тексту Хвалебному Мой Панигирик Печатался Все же Из принципа Безоговорочно И бессензурно Печатать Своих Ни своих Ни печатать Хотя бы Они отражали Редакцию Вскоре По смерти Ольги Михайловны Отец Повеселел Прекратились Припадки Мы с ним Обсуждали Мое поступление На филологический Факультет По окончании Естественного Все мотивы Меня Отговаривать Падали Сами собой После Искреннего Моего заявления Что география Не для меня Интерес к философии Сам же Он во мне Подчеркнул Стало быть Оставалось Отдаться ей То есть Стремиться На филологической Раз он Садяся за стол Бросил мне Мимолетом Ты говорят Книгу выпустил Прыснул глазами И их опустил Я же замер Но бросил Как он Мимолетом Да Выпустил Дай почитать Продолжал он С волнением Под напускной Простотою Пришлось Таки дать ему Она Распродана Через два дня Возвращая симфонию С той же Легкостью Бросил Прочел Живо Молодо Будто Жука Проглотил И нашел Ничего себе Он Перетер Свои руки И более Он не прибавил Ни слова Он Он Жил в атмосфере Отчаянных Ахов Уже О Бугаеве Сыне Но Что-то Поняв И на что-то Решившись Ни звуком Не выразил Мне Треволнений О Сыне Пропали Надежды Увидеть Ученым Меня Он Меня Подавил Широтой Своей И свободой Моральной Фантазии Не соответствовавшей Репутации Спорщика И крикуна Он Ж был Озадачен Во мне Сочетанием Мыслей С его Удручающим Пунктиком Не бередил Наших ран Я не слышал Уже Осуждений Ни Брюсову Ни Бальмонту Ведь К двум Именам Теперь Третье Прибавилось Сына Бальмонта Клейминя За пьянство И позу Кричали Что Брюсов Бездарный Нахал Он Молчал Потому что Ему Напевали Что я-то Хорош Идиотик Кричалось Лоло Любошицем Уже Из газет Но чем Громче Травили Тем Бережнее Он Становился Его Оскорбило Что Сын Его Живость Ума Проявивший В статье Об искусстве Которую Он Оценил Для Каких-то Лоло Идиотик И он На Лоло Затаил Раздражение Чаще Задумываясь Над Бальмонтом И Брюсовым Раз Показал Он А это Недурно Потютчиво Стихотворение Брюсова Наполеон Говорило Ему Стихотворение Брюсова Наполеон 1901 Было Впервые Опубликовано Вальмонахе Книга Издательства Гриф Москва 1903 Смотрите Брюсов Собрание Сочинений В семи Томах Том 1 Страница 160 161 Примечание Редакции На примере Со мной Видел цену Газетного Мнения О символистах Теперь говорил С осторожностью Элис Ему Полюбился А Элис Себя Символистом Считал Скоро Он У меня Увидал Болтрушайтиса Брюсова Макса Волошина Очаровался Стихами Последнего Не понимать Декадентов Одно Возмущаться Их Фигами В нос Очень Можно Но только Набитый Дурак Или Невежа Или Лицемер Мог сказать После краткой Хотя бы Беседы С Брюсовым Что Он Не умная Бестия С выстраданным Убеждением С большой Эрудицией Мой же Отец Человек Разрывной И Правдивец Мог броситься С криком На Брюсова Но Дать Фальшивого Он Показания Не мог И он знал Брюсов Не дурак А начитанный Умница Кроме того Поляков Математик Владел Языками И даже Арабским И даже Персидским Волошин Спец Литературы Французской Изъездил Европу Обегал Музеи Он С первого Взгляда Пленял Независимостью Широтой Большим Вкусом Балтрушатис Спец Северных Литератур И естественник При всей Угрюмости Выглядел Умницей Мой же Отец Не дурак Тоже умница Тоже чудак В мнении Многих Мещан Понимал Что с Волошиным Поговорить Интереснее Чем С Лохсяным Не хватающим Звезд Ничего не видавшим Весьма Не философом Безоговорочно Пресно Молчащим Набойкие Пенистые Игры Мысли Отца Отец Сам говорил Пей да дело Разумей И он Стал Понимать Декаденты Имеют Какое-то Дело Своё Ему Правда Неясное В контурах И не одно Озарство А тенденция Некая Их заставляет Показывать Фиги Ему интереснее Было кричать Скобылинским Чем в сотый раз Выслушать Отлахтина Совершенно Согласен Так он Пристрастя Скобылинскому Клюнув Уже На Волошина Начал Клевать И на Брюсова Я без Зазрения Совести Жарил Стихами При нём Мой сюжет Был ему Непонятен Но он Понимал Что стихи Как-то Сделаны Не по его Разумению А всё же По правилам Неким Левкой Кой Негрёзы И слёзы Отец Сам стилист Слышал Чуждый Ему Стиль Но всё же Стиль Жоржик Брат Дядя мой Не щадил Отца с матерью Ради иронии А уж Племянника Не пощадил Бо подавно Он Слушая Кое Левкое Не без Удовольствия Фыркал Над Боренькою Разрывались Гранаты Газет И Университетские Старцы Жужжали Про сына Декана Бугаева Сам же Декан Соглашаяся С ними Но вяло Для вида От них Утаил Что-то Что не Утаивал В нашей Квартире Где дал Он понять Что слова Декадент Символист Для него Потеряли Смысл Жупелов Май Кентавр Что-то Поет Поет Про Что же Поет Про Кентавра Особенно Я вызывал Удивление Стихами Подсомого И Подмусатого Фижну Маркизы Чулки Парики В моих Строчках Подделках Под стиль Новизной Эпатировали Мать И дядя Любили Моего Кузена В лазурно-атласном Камзоле С малиновой Розой В руке Цитата Из стихотворения Объяснения В любви Март 1903 Из раздела Прежде и Теперь Книги Золото В лазуре Стихотворение Поэмы Страница 89 Примечание Редакции Когда мне Передали Что даже Художник Борисов Мусатов Весьма Одобряет Подобного Рода Стихи Невзирая На то Что сам Сомов Подделки Отверг И ему Их читали Я чувствовал Гордость Считая себя Просто патти Какое-то Как хорошо Что мой голос Пропал В перекуре На верхних Регистрах Запел Безголосый Петух А без этого Долго бы Я безобразничал Фауна Кентавра И прочая Фауна Для романтической Реставрации Красок И линий Сюжетных Художественного Примитива В стихах Хотел выявить Нечто Подобное Дюреру Рыцарь И смерть Но написанное В красках Мастеров Ранних Гравюра На меде Всадник Смерти Дьявол 1513 Дюрера Примечание Редакции Краски Грюн и Вальда Особенно Долго Еще Волновали Поэта Во мне Занимала Меня Стилизационная Техника Выбор Метафор И прочее Владимиров Его беседы Его одобрения Стиль Тот Питали Но Кроме Кроме Того С той Поры Казалось Сомнительной Я Был Подавлен Уже Ограниченностью Кругозора Дешевкую Позую Мелкокультурностью Той Молодежи С которой Встречался У Брюсова Шик Например Пошловатый Юнец Притащивший Свои Изощренные Брюки И Трость Из Берлина А Слово Вязальные Спицы От Стефана Георгия Он В Брюсовском Списке Означен Был Как Поэт В будущем Или Виктор Гоффман Студентик Позирующий С тонкой Талией С губками Розенчиками Слащавенькой Розово-лицей Капризный Красавчик Весьма Некультурный Во всем Что не стих Он Недурно Низал слова В строчки Низатель Стоял Мне На уровне Всякой Владеющей Спицами Бабы Гнуса Воспритезии Он Декламировал Как Он Такой Секой Робкой Ну Что-то Там Делает А Двутробки Качаются Так-то И так-то Обстав Его Все Восхищались И рифмами И образами Всякое Можно при помощи Рифмы связать И хинококи И лодки По По Вероятности Белый Пародин Обыгрывает Страфу Из стихотворения Гоффмана «Я у моря Ночного» В сентябрь 1904 года Из цикла Марины На протянутой Сети Колышутся Пробки Зацепя За изгибы Камней И Движение Гному Бессильные Робки Вместе С чадом Их Желтых Огней Гоффман Собрание Сочинений Том 2 Москва 1918 Страница 13 Примечание Редакции Три брата Кайранских Борис Александр Генрих Юркали Всюду С несносным Софизмом Под Брюсова С явной Подделкой Под эрудицию Брюсова По словарю По Брагаузу С примесью Фраз Из Аскаруайда В кружке Они дерзко Взлетали На кафедру Дернуть Сочувствием Брюсову И выявляли Искусство Действительное Влезать Из щелей Изо всех Сразу Три Становились Они Трижды Три Даже Трижды Три На Три Умноженном Так что Казалось Ввалила Столпа Декадентов А это Три брата Кайранских Но Двое Из них Провалились Как Влюк А единственный Не провалившийся Саша Кайранской Плюс Саша же Брюсов Деленный На два А сели Надолго В грифятах Откуда И вылупился Наконец Этот Саша Кайранской Небрюсов В газету Ходили Они В символистах Или Рослолев Нечистоплотный И Перекабачившийся Совершенно Невежа Прыща Губошлеп Грубиян Через Несколько Месяцев Выгнанный Даже Из Грифа В те Дни Заявлял Что Он Апокалиптик Окончил Своё Бытие В Пятисортных Журнальчиках Пятиразрядным Баском Пантюхов Говорили Роман Написал Он являлся В те дни Скорпион Сидел В грифе Ко мне Заходил И молчал Я о нём Ничего не узнал Он Исчез Роман Пантюхова Тишина И старик Москва 1907 Примечание Редакции Было Много Таких Болтрушайтесь Бальмонт Александр Добролюбов Волошин Умерший Ореус Иван-Каневской Отличались Культурой Умом И начитанностью А увиденный Выводок Брюсова Сильно Меня удручал Ощущалась Черта Между Пухнущей Вокруг Скорпиона Средой И самим Скорпионом Среда Была Только Реакцией Нулюлюканье Прессы Надень Жёлтый Фрак И пройди По бульвару Об этом Появится Завтра Глядишь Послезавтра Расхаживают Фраки Жёлтые Брюсов Так как же Кальранский Рославлев Но К чести Брюсова Он ужаснулся Явлению Своих Двойников И когда Появился Присяжный Поверенный Соколов Поэт Тоже С желанием Печатать Себя И жену Под одной Обложкой С Бальмонтом И Брюсовым И достал Деньги На книгоиздательство Гриф То С чертовской Поспешностью Брюсов Ему поспешил Сбыть Всех Брюсиков И они Стали Грифятами Я К сожалению Не понял Игр Брюсова И Соколова Я Запутавшись В грифе Втянул туда Блока Я был Наказан Жестоко Весной 903-го Грифы Ползали Отмечают Две 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 Лекции Ум Брюсов Гриф Брюсов 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 Женщик Брюсов 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 В общем же Уравновешивалась Эта борьба В годах Ставшая Только Игрой В футбол С переменным Успехом И все же летописцу Москвы не избегнуть кружка тех времен. Зал. Пасть яблоку некуда. Жадная публика. Перекрахмаленные буржуа. Обвисающие кружевами, шелками и перьями дамы. Блистающие бриллиантами и голезной обнаженного ниже, чем следует тело. Приехали ужинать и продуваться в железку. Швырялись десятками тысяч, как мячиком. Но начинали с закуски. Брюсовым или Бальмонтом. Зернистой икрой на тортинке, хватив рюмку водки, сперва отлюбошиться от адвоката, нас, уничтожавшего плачем о горе народном, зал плений, закусочный столик. Меж ними рой барышень, скурсов. Те шли за идеями. И мы старались для них. Они путались. И адвокат Душка Собинов, сей нем доброго. И Бальмонт, тоже Тирса де Малино хорош, ему учит Бальмонт, а на курсах не учит. Одно жаль. Бальмонт заявляет, что хочет одежды сорвать. Имеется в виду строки стихотворения Бальмонта «Хочу» из его книги «Будем как солнце» 1902. «Хочу упиться роскошным телом, хочу одежды из тебя сорвать». Смотрите Бальмонт, избранная, Москва, 1980, страница 151, примечание редакции. Тут и переодетые, с томными лицами, даже в браслетиках нового типа студенты, с цветочком в петлице, с уальдом на кончике, увы, подкрашенных губ, появились и эдакие. Тут присяжный поверенный, тут верхосвист из газет «Этот скажет». Тут брюнеточка зубоврачебного мира с тоской по скандалу, тут критики с принципом, тут и Айхенвальд, тут и Вывертин от утонченного мнения, рвущийся к кафедре с той же слепой механической силой, с какой тела, вдруг лишившись опор своих, падают, Борис Кайранской. Все это сидит, шелестит, пожирая глазами эстраду, хихикает и ожидает скандала. Сидят на эстраде пропученный пузом, щеками, глазами, очками Баженов, психиатр, председатель, с серьезным комизмом и психиатрическим опытом, для него все пациенты и только, как толстый кентавр водяной, кувыркающийся на волнах. Он с достойным одергом, но с тайным сочувствием, свой колокольчик поднял на Яблановского Потресова, рядом с ним вставшего, маленькой, гаденькой, черненькой, с дрянно-морщавым лицом Яблановской, облизываясь перед публикою, с шепелявым сюсюком, размазывает ей услышанную де скобрезность, мелькнувшую в слове Бальмонта. Гнилейшее воображение. Будет уже в русском слове. Носы затыкайте. Сидят за столом в круг Баженова темный, румяный, кудрявый, бродатый мужлан Любошец, лютый враг, скоро друг декадентов. Ашешев, противник, но скоро союзник. Такой грустно-томный, невзрачный росточком при усиках с виду приятный Мунштейн или Лоло. И серьезный, приятный, немного медведистый, точно сконфуженный, мягкий, в немягких тех днях эфрос. Газетчики. Тут же блондин Джавелегов с приятной красивой женою, еще начинающий Зайцев, Борис. Худой, бритый, зеленый, откисли, обиженно-томный до черных кругов под глазами. Во веки веков благородный, наилиберальный, наилевейший во всех отношениях Ленской, с душой Гетингенской, им вынутой, видно, истомика стихотворений Коринфского, Виктор Иванович Стражев, учитель словесности, ставивший Ходосевича ученику. О, Небал, треугольник. Не смей, гимназист, защищать декадентов. Этот факт передаю со слов Ходосевича, примечание актора. И тут же, через несколько лет уже перенырнувший через ученика, чтобы в третьей волне символизма обставить всех нас строчкой, напоминающей Фруга, Сергея Сафонова или Мазуркевича, были такие поэты, сидит с атлетическим видом ржавый усач, мускулистый силач, гелеровской, всей бульба, сегодня весьма отколачивающий меня, завтра моих противников из своей сечи, ему нипочем. Все течения — поляки, турчины. Его нападение с оттенком хлопка по плечу. Терпи, брат, ватамана тебя отколачиваю. Мы с ним дружно бронились, враждебно мирились все годы. Газета ему что седло сядет, и ты вовсе не знаешь, в какой речи он галопировать будет. Сидят на эстраде столь многие, что и не перечислишь. За залом в открытых дверях пустоватая серо-зеленая комната. Как с горизонта покажутся крупные рыбины, там, в миг пожара на эстраде или в зале, и ведь оскорбленность свою — Иванцов, Лев Лопатин, Мамонтов, Южин. Они только профиль подставят и скроются. Эти — министры кружка. Подборы лекторов вся Москва, Петербург, Киев, Харьков, Одесса прошли через эстраду кружка. Любошец, Яблановская, Ашешев, Чуковская, Свинтицкой, Петр Пильской, Морозов, Волошин, Бальмонт, Брюсов, Глаголь, Я, да Венгерова, академика, здесь заявившего, что мы от доброго вечного, как и Некрасов, Попадали в обмороке Яблановской и адвокат Ходосевич. Семен Афанасьевич Венгеров, здесь возложивший на голову Брюсову академическую, дрожащую рукою им сплетенный лавровый венок, уже новая эра, когда не Баженов сидел председателем, а Сергей Кречетов, следствие уже не Южин являлся пожаротушить Брюсов. Мне помнится, как Айхенвальд с сутулой, заистенчивой мягкой медовостью, жалом осином, упрятанным им в усах, скромно поднявшись на кафедру, сделал бешенством вставших волос и блистанием злобных очков, тихим-тихим, вполне задушевным, вполне добродетельным голосом, мироточивейшие сообщения, взяв от Уальда совочек острот, как завар для холодно-болотной приснятины субъективизма. И казус случился. Я и Сокулин, тогда молодой, с двух сторон, от марксизма и от символизма, почти в тех же формулах, с негодованием отвергли всею субъективную критику, руки пожавши друг другу. Так на Айхенвальдовой пище, на острых желудочных коликах, вместе испытанных, строил с Павлом Никитичем будущее понимание друг друга. О да, Айхенвальд был зефириком. Барышням с курсов казалось, два крылышка явно прорезались и перепархивали над сутулой сюртучной спиною. А муха, осою проколотая, Брюсов, показывалась Айхенвальдом с ладострастному выводку зубоврачих, перепрысканных апопонаксами. Все аплодируют, топают, жадно осклабить скандалом. Гудит Соколов точно в бочку увесистым басом. Курсинская таким верхохватом взлетает на кафедру, чтобы отщелкать сентенции двумя пальцами в публику. Черномуарова отворота его сюртука. Он выпаливает. Я желаю совершить преступление. Я бы, я, я изнасиловал всех. Сам же круче ягненка, трусливее зайца. Но в зале ор, свист, а бродатые старцы подуськивают. Так, 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 бей, бей, бей. Яблоновской удушливой вонью, таимой им под комплиментами мне, раз меня так взорвал, что, придя в иступление, не видя, не слыша, я бросился с места, зажав кулаки на совсем неповинного «Т», а не на Яблоновского, ссором над более чем семьюста головами. Извините, сподлец! А не то оскорблю я вас действием! Т. Тищенко. Об этом инциденте смотрите «Между двух революций». Главка «Авантюра с газетами». Примечание редакции. Тут же крепкие руки Бердяева с силой схватили меня со спины. В грудь ударил с любвеобилием пылким Гершинзон. Что вы делаете? В зале ор, взлет стульев, истерики, виз, голоса от дирекции «Занавес! Занавес!» Вонь Яблоновского и провокации были настолько явны, что в дирекции после они обсуждались, а не безумный поступок мой. Желтая пресса и та ни гу-гу о скандале. Директор кружка Иванцов на другой день сказал, пожимая мне руку, «Охота ходить в это гиблое место!» Бывало, как вспыхнет скандал. Уж за спинами, как на зедание поставленная из сушеной мумии, выставит бороду лопатин, профессорский кит и спирит, между лекциями заседающий в Ребусе. Спиритический журнальчик, издававшийся Чистяковым. Примечание автора. «Ребус» — еженедельный журнал по вопросам спиритуализма, психизма и медиумизма, выходивший в Москве с 1881 по 1917 год. Редактор и издатель до 1904 года «Прибытков» с 1904 года «Чистяков». Примечание редакции. Он приходил насладиться скандалом, но издали. Место его — перед водочной стойкой, где он возникал ежедневно, в 12 часов по ночам. Он вставал в половине двенадцатого и являлся за ужином к утреннюю чаепитию, бодро осматривая золотыми очками, тычком бороды и кровавую нижней губой, на вершок, отстоящий от верхней, мотаясь дрябло ручонками, брошенными задью фалды, и в полуоршине от них, помогая себе точно веслами ими, к стойке он плыл. Здесь же я восстановил свое давнее детское, но озорное знакомство с Бабарыкиным. В детстве стоит предо мной Бабарыкин, вертлявым, высоким, худым, с совершенно багровую лысой головкой, издерга движения руки, суетливо приставивший к присурово блиставшим очкам миниатюрный лорнетик, что, бросив его, ухватиться порывисто за предметы столовой, пепельницы, разрезалки, салфеточки, и мимитация. Ходил в светло-желтом. Доказывая, багровел и привскакивал, и становился в картинную позу, слегка прислонясь к буфету. Бывал у нас с Софьей Александной, тонной, худой, болезненной, милой супругою, и нам доказывал, как мы отстали от Запада, как независима женщина там. Я ребенок ему показал из будильника шарш на него. Был наказан за то. Не видел его после этого двадцать три года. И снова в кружке увидал. Это было уже в 1908 году. Он ходил точно плод, наливавший со славою жизни, притекший в истекшем столетии, не кипятился, не обижал. Стал седым и дородным, пленяя достоинством медленных жестов своих, длиннополом почти до земли сюртуке. Семенил очень быстро, малюсенькими беговыми шажочками, скрытыми полами, так, что, казалось, несется, но медленно, перемещением ног, во всем черном, откинувши лысину, вымытую ослепительно, сереброусой, вдавив подбородок в крахмал. Он с улыбкой мастита, проявленного снисхождения к нам, символистам, вращая поставленный под головой окрахмаленной кистью руки, наливался спокойнейшим весом. И не без лукавости, с пыхом подчеркивал, что в свое время он первый же выдвинул кое-какие из наших тенденций. А теперь, повстречавшись со мной, с добродушной игривостью кистью вращая, припомнил. А помните карикатуру будильника? Помните, как с Николаем Васильевичем мы воевали? Покойник-философ был и прекрасный оратор. И вот Ургенев отметил. Налившись весом, он нес сребраусую голову к Брюсову через сюртуки. Одно время встречал его всюду, в кружке, в изощренных салонах, в эстетике, у теософов, у астрова. Его вводили, сажали, его угощали нетрудной словесной конфетою. Он оставался доволен, подремывая и подхрапывая под рулады поэтов в свободной эстетике. Стал безобидный старик, был неглуп и старался предном и в грязь не ударить. И с Брюсовым, ставшим директором и представлявшим, что кухня кружка занимает его, все сереброусый старик, расплывая с довольной улыбкой развалины, впавшие в младенчество, с пыхом и смаком и чмоком губы рассуждал о севрюге, о селянках, поте де фуа-гра. Старик пригласил меня в гости. Супруга писателя, тоннолюбезная, в стильном чипце, не казалась старушкой. Павел Дмитриевич накормил меня вкусным завтраком с тонкими винами, интервьюируя о символизме, манизме, о богоискательствах, все приставая. «Сведите меня к Морозовой, Маргарите Кирилловне, я сочиняю роман. Тема богоискательства. У Маргарите Кирилловны типы — Бердяев, Булгаков, Рачинская и прочие нужные мне». «Ни за что!» — испугалась Морозова, когда ей об этом сказал. «Знаю про Бабарыкина. Не оберешься — потом хлопотни, лишь пусти». Старичок, подливая вина, называл меня мило коллегою. А на вопросы его было очень легко отвечать. Надо было молчать. Предложивший вопрос, он, помахивая белоснежной салфеткою, сам отвечал за меня. Отвечал так, как он полагал, что ему отвечать должен белый. И я не перечил. Я знал, что роман Бабарыкина не для кого, для него. Он себя тешил им. Он был так безобиден, так добр, так широк, в меру 75-летнего возраста, что я, Брюсов, Бальмонт относились к нему осторожно и бережно. Кстати сказать, у него же был в прошлом ряд заслуг. Были трогательны его бодрость и живость. Сей дедушка был назидательной демонстрацией злобным отцам. Как со сцены сходя относиться к тому, что щекочет ушное отверстие Абракадабрую. И он особенно был умилительен через пять лет, когда я повстречался с ним в годы войны в итальянской Швейцарии, в тихом Лугану. С коллегой моим провели две недели, встречаясь за завтраками на прогулках вдоль озера. Он, восьмидесятилетний, на солнышке в ватном пальто, семенил в одиночестве. Чистый, надутый, исполненный тихим довольством, надвинув на лоб котелок, руку с тростью закинувши за спину, другой вращая перед подбородком, он плыл под лазурными струями, вслух бормоча сам с собою. Сравните запись Белого о пребывании в Луган во второй половине апреля в мае 1916 года. Встречи, беседы и завтраки с Бабарыкиными, живущими в Лугану. Ракурс к дневнику. Примечание редакции. Я, встретившись с ним, прошел мимо. Наверное, он разговаривал с прошлым своим. Скоро он просто тронул меня, когда я, возвратившись в окрестности Базеля, вдруг получил от него умилительное извещение. Он, прочитав фельдетон мой, придя в восхищение от стиля, сердечнейше просит прислать мой роман «Петербург». Это было последней встречей. Я скоро уехал в Россию, он умер, довольно пожил. Был забавный старик, незаслуженно оплеванный редакторшей писем Блока к родным. Блок, капризный, способный в иные минуты ругаться бессмысленно, матери пишет про эту плешивую сволочь. И, кажется, ясно, кляне указано кто. «Уж молчи, не сажай в лужу Блока, отколовшего бессмысленно грубость». Нет, с глупым хихиком редакторское примечание указывает, топя Блока, топя себя вдвое, что эта плешивая сволочь, беззлобный старик Бабарыкин, никого не задевавший больно. Речь идет о фразе из письма Блока к матери от 15-19 января 1904 года и о пояснительном примечании к ней Бекетовой. Письма Александра Блока к родным. Том 1, Ленинград, 1927. Страница 109-324. Примечание редакции. Иванов, я, Брюсов, Волошин, Бальмонт относились к Бабарыкину бережно. Третьестепенный писатель — одно. Никому из нас не вредивший уже беспомощный старик — другое. В чем дело? Почему? Плешивая сволочь. Плевок Блока без повода, а ненужное разъяснение Бекетовой, что плешивая сволочь, беззлобный старик Бабарыкин, это, это, это не знаю уж в каком стиле. В кружок затащили меня весной 1903. В партикулярном платье с чужого плеча, облеченный, явился я на реферат Бальмонта, и в платье с чужого плеча на потеху Гелировского выступил с прениями. Гелировский писал, что тогда появилось оно, и что уши врозь дугою ноги и как будто стоя спит. Да, не я же, а платье с чужого плеча. Все же аплодисменты снискал, что говорил даже не помню, но помню отчетливый шепот у себя за спиною. Бальмонтовец! Нет, по Мережковскому! Гордо сошел, не свистели. Не знали еще, что сей юноша в платье с чужого плеча Андрей Белый. Мать, очень приятно взволнованная моим первым успехом, рассказывала с ярким юмором. Рукой махал, на кого-то кидался, кого-то ругал. Да кого же, голубчик? Отец с громким юмором. Кончил и аплодисменты. Бальмонт В марте-апреле 1903 года я знакомлюсь с Бальмонтом, которого томиками тишина и безбрежности я увлекался еще гимназистом. В период, когда говорили мне Гейн и Жуковский, Верлен, Миттерлинг и художник Берн Джонс, перепевные строчки Бальмонта будили иолову Арфу Жуковского. И символизм в них прокладывал путь. Они синтез романтики с новыми вениями. Среди нас был Бальмонт, академик, с которым считались старцы. Он им отвечал пессимизмом, в котором тонул прошлый век. Что-то от Шопенгауэра, от Левитана. Еще не расслышался весь эклектизм его ритмов. Верлен плюс Жуковский, деленные на два. И лебеди, чайки, туман, красный месяц и дева какая-нибудь. Меня удручили уже горящие здания. Портился ритм, скрижетала строка, неподмазанное колесо. Скрижетал тигр, и это досадовало. Кто-то с севера, попав в Испанию, в плащ завернувшись, напяливши шляпу с полями, выходит из бара. Скрижещет зубами. Что он подерется с быком. Зовут спать, лезет в бой. Подражание Брюсову, собственный голос сорвавшее. «Будем, как солнце!» Нас книга дразнила. В ней блеск овладения приемами, краски, эффекты и ритм. Все же испанец, срывающий платье, казался подделкой под собственный замысел, под золотистый тон солнца. Горящее издание, лирика современной души. Москва, 1900 год. И «Будем, как солнце!» Книга символов. Москва, 1903. Книги, стихотворения Бальмонта. Примечание редакции. Бальмонт, поэт с песенкой. «Будем, как солнце!» Он надел хвост павлина. Или он Мендельсон, конкурирующий с Лянковалла. Романтик, ныряющий в стиль Декаданс, чтобы стать средь новейших. Плакат же «Я в этот мир пришел, чтоб видеть солнце!» «Я вижу Толедо, я вижу Мадрид!» «О, белое ледо, твой блеск и победа!» «Мадрид и Толедо, беда кер!» «А белое ледо, причем, для Толедо, для Толедо, для Толдэ-длы-длэ-былды-пылды-ды!» «Но у Пушкина, у Боротынского, у Блока, у Тончина алитерация. Здесь она перстнее на пальцах». «Чудесные строчки есть в только любовь. Но все лучшее, как папури из Бальмонта. А далее серии книг, утопляющих жемчуг искусства в воде. Даже гении-импровизаторы мне неприятны. Не знать на какое угодно задание, какими хотите размерами, то же, что силу бицепсов испробовать над мандолиною. Слушал Зубакина, импровизатора. Жарит, как ни единого слова живого. Пошлятина дохлая. Бальмонт — гений импровизации. Ловишь чудесные строчки. Но лучше быть третьеразрядным талантом, чем гением этого рода. А в дни моей встречи с Бальмонтом он переходил Рубикон, отделяющий импровизатора в нем от поэта. Конечно, в своем новом даре рекорды он бил. И мы рты разевали. Гром пос, скрежет шпор, залом шляпа с пером, дамским страусом. Он свой дар посыпал эрудицией. Мог с веселовскими, со стороженками преуспевать в исчислении, что, у кого, как и сколько раз сказано. Шелли сказал о цветке то и то-то. Бернс сказал. Стороженко склонял свою лысую голову перед владением источниками. До знакомства я выслушал рой анекдотов, восторженно переданных. Бальмонт — гений де. Скорпионы считали его своим батькой, отметив заслуги. Но знали, что батькинская булава есть декором уже, потому что действительный батька есть Брюсов. Бальмонт, как прощальное солнце, сиял с горизонта. Центр культа его — утонченно никчемные бароньки, бледные девы, стыдя социального происхождения из кулаков. Прикрывались Бальмонтом, как веером. Папеньки не торговали де сицами, коль в испанском мы кружеве. Бальмонт выступал весь обвешанный дамами, точно бухарец, надевший двенадцать халатов, халат на халат. Бедный, бедный, упился утопией, шептанной дамами, и утопал в гениальности, в подлинном виде, являя куренка, зажаренного буржуазией. Были комичны трагедии винно-зубовного скрипа. Наслушался я. Из Парижа приедет Бальмонт. Мы с Бальмонтом. Бальмонт говорит. Бальмонт-личность во мне возбуждал любопытство. Мне трудно делиться своим впечатлением от встречи с Бальмонтом. Она — эпизод, не волнующий, не зацепившийся, не изменивший меня, не вошедший почти в биографию. Просто раи эпизодов, которые перечислять бы не стоило. Бальмонт вне комической, трагикомической ноты. И не описуем. Меж мной и Бальмонтом бывал разговор по неволе. Он был обусловлен лишь встречами в общей среде и в редакции, где мы работали. Был он с натугой. Я силился чтить и визит наносить, терпеливо выслушивая поэтические перечисления, что, у кого, где, как сказано про перламутрину, про лепесток, про улитку. Староженке весьма назидательно выслушать о Руставеле и Шелле. Я был не словесник. Весьма назидательный смысл разговоров с Бальмонтом утрачивался, оставалось натуго в прекрасных намерениях. Мне не задеть чем-нибудь, а ему быть внимательным, благожелательным к младшему брату, что он выполнял с дружелюбием искренним. Я с трудолюбием искренним чтил. А вне чтений две жизни, две разнопоставленные эрудиции, разнопоставленные интеллекты глядели, минуя друг друга. И стало быть, яркое все в этих встречах, сплошной эпизод, каламбур. Я увидел Бальмонта у Брюсова. Из заголов с любопытством уставился очень невзрачного вида, с худым, бледно-серым лицом, с рыжей-красной бородкой, с такими же подстриженными волосами, мужчина весь в сером. В петлице цветок, сухопарый, походка с прихромом, прижатый, с ноздрями раздутыми, маленький носик, с краснеющим кончиком. В светлых ресницах прищуренные кари-красные глазки. Безбровый большой очень лоб, и пенсное золотое. Движения стянуты в позу, надута нестрашным надменством. Весь вытянут, ветер на цыпочках, с вынюхом, насморк схватил. Смотрит кончиком красной бородки, не глазками он, на живот, не в глаза. Так поглядывал, чванно процеживая сквозь соломинку, то, что ему подавали другие. И в нос цедил фразы, или точно плевок их выбрасывал, квакая как-то, с прихрапом обиженным. Взглядывал, точно хватаясь за шпагу, не веря в слова, гениальные, собственные, собираясь их доказать поединком, на жизнь и на смерть. Что-то детское, доброе, в очень растерянном виде. И что-то раздавленное. Помесь рыжего Тора, покинувшего парикмахера Пашкова, где стригся он, чтобы стать мефистофелем, пахнущим фиксатуаром, с гидальго, в свои промотавшем поместье, даже хромающим интеллигентом, цедящим с ковыром зубов стародавний романс за цветок, не помню, отбил я все три реала, чтоб красавица меня за цветок поцеловала. Тор. В германо-скандинавской мифологии бог грома, бури и плодородия. Этот образ обрисован белым в двухчастном стихотворении «Поединок» 1903. Стихотворение и поэмы страницы 114-115. Фиксатуар. Восковая помада для волос. Примечание редакции. Лоб умный. Не помню высказываний гениального батьки. Говорил он, как будто поплевывал поэтичными семечками. И читал, как плевками. Был странный напев, но как смазанный, грустно-надменный, скучающий дерзкой, порой озаряемый пламенем, страстных восторгов. Подстриженный у парикмахера Пашкова, гений был грустен, вполне неуверен в себе, одинок, сеть матерых друзей-декадентов, те, как мужики. Он — тростинка. Останется он самим собой, никогда не сидел бы за этим столом, не бросал бы в кружке своей дерзости, а с Николаем Ильичем староженкою где-нибудь там заседал. Пил бы с кем-нибудь из либералов, а не с балтрушайтесьом. В том, что примкнул к декадентам, был подвиг. Они ж его портили, уничтожая романтика и заставляя огнем и мечом пробивать пути новые. Меч его сломанный, просто картон, хромота от падения сходуль, на которую ходить не умел этот только капризный ребенок, себе зажигающий солнце, бумажный китайский фонарик средь коперниканских пустот. Первый вечер с Бальмонтом отметился только знакомством с Волошиным. Врезалась в память с ним встреча у Грифов дней эдак через пять. «Вы? О, как рада я!» бросила дверь, отворившая Нина Ивановна Соколова. «Сережки нет, я одна. Я не знаю, что делать с Бальмонтом». Пьянел он от двух с половиной рюмок и начинал развивать вслед за этим мечты неудобные очень хозяйки, вино выражению боли. Он много работал, прочитывая библиотеки, переводя и слагая за книгу и книгу. Впав в мрачность, из дома бежавший, прихрамывающий походкой врывался в передние добрых знакомых, прижав свою серую, несколько декоративную шляпу груди, красноносой и золотоглазой, с восторженным вызовом уподоблениями сыпаться, с серым мешком холстяным, под рукой. Вынимались бутылки из недр мешка, и хозяйка шептала, не знаю, что делать с Бальмонтом. Мы тоже не знали. Он, бледный, восторженный, золотоглазый, потребовал, чтоб лепестками, не фразами, мы обсыпались втроем. Он желал искупаться в струе лепестков, потому что поэт вызывает поэта на афористическое состязание. Переполнял вином мой бокал, его Нине Иване передавал я под скатертью, и, как рубин, пылал носик. О, как я устала с ним, ведь уже четыре часа это длится, шептала Нина Ивановна. Где Сережа? Сережа, поэт, Сергей Кречетов, тут же вошел с адвокатским портфелем и слушал, как золотоглазый и рубинно носый, но бледный, как смерть, Константин Дмитриевич нам объяснял, что готов он творить лепестки, так как он лепесточек во всем и всегда, и кто это оспаривать будет, того вызывает на бой. Я и Кречетов, взявши под руки поэта, увели в кабинет, на диван уложили и уговаривали предать члены покою, отдаться полету на облаке, и опустили уже обе шторы. Но Кречетов имел бестактность ему указать, не застегнута пуговица. Он, оскорбленный таким прозаизмом, с растерянным видом испанца, пизарро, желающего развалить царство инков, но в силах весьма уверенный, вздернув бородку, вновь с Кречетова пальцем ткнул в не застегнутое это место. Сергей, застегните! Его по плечу потрепать, а прокинуть уснул бы. Сергей же, приняв оскорбленную позу берлинского распорядителя бара, но с тремоло, уже прославленного адвоката, надменно оправил свой галстук и вздернул пенсне. «Дорогой мой, я этого места не стану застегивать вам!» Тремоло, буквально дрожащий, дрожание голоса или звука музыкального инструмента, примечание редакции. И Бальмонт не перечил, заснул, но едва мы на цыпчиках вышли, он заскрежетал так, что Нина Ивановна уши заткнула. Такой дикой мукой звучал этот скрежет, и мы за стеной и курили, глаза опустив. Дверь раскрылась. Бальмонт, застегнувшийся, в пледе, которым накрыли его, молниеносно пришедший в сознание, робкой, с пленительно грустной, с пленительно детской улыбкой, пьянел и трезвел во мгновение ока. Он начал с собою самим, но для нас говорить, что-то нежное, великолепное и беспредметно туманное. Мы, обступив, его слушали. То, что сказал, было лучше всего им написанного, но слова утекали из памяти, точно вода сквозь ладони. От дня проведенного с ним мне остался Бальмонт ускользнувший и незаписуемый, а записуемое за Гогулина вплоть до штанов жить осталось как нечто трагическое. Не каламбур это вовсе. Мне первая встреча с Бальмонтом вторая. Четыре часа. Five o'clock у Бальмонта в Толстовском. Five o'clock в английском быту чай между вторым завтраком и обедом примечание редакции. Он в чванной натуге сидел за столом уважаемым Константин Дмитриевичем вовсе не ваем не богом индусского ветра он так называл себя очень маститым историком литературы заткнувшим за пояс стороженко и требовал чтобы стояли на уровне новых ученейших данных о Шелли и о мексиканском орнаменте. Он принимал точно лорд вздергом красные бородки на кресло показывал то есть прошу садитесь садился над кексом зажав свои губы и ноздри раздув вылепетывая по-английски каталоги книг о Вуальде Остринберге Эчигарае Квынчцу или Квынчтали и тут захватя за пенсне им прицепленное к пиджаку нацепив ее с гордым закидом легчайше слетал сухопарой с рукой прижатые груди пролетал к книжной полке выщипывал английский том в переплетище бухал им в стол точно по голове изумленного приват доцента прочтите здесь нмдн или новые данные не ограничивался своей сферой поэзии его интересы Халдея Элам Атлантида Египет Япония Индия то читал Роде то тома Маститова Дейсона помнил лишь то, что касалось поэта Халдеи независимые семитские племена обитавшие на окраинах Вавилонии в первой половине первого тысячелетия до нашей эры Элам древнейшее государство третье тысячелетие середина шестого века до нашей эры располагавшиеся в юго-западной части Иранского Плоскогорья на северо-восточном побережье современного Персидского залива Смотрите книгу Бальмонта Зовы древности Гимны, песни и замыслы древних Санкт-Петербург 1908 Берлин 1923 Примечание редакции Опять библиотеку Брюсов разводит руками Бальмонт прочел Но как с гуся вода Точно ветер Вай Каждый кусток обивающий чтобы провеяться далее Так Вай Бальмонт Пролетал бескорыстно над книжными полками Знаний не утилизируя Как утилизировал Мережковской Который сегодня узнавшись что есть Пурпуриссимо Завтра же всадит в роман Эрудиция Бальмонта раз во сто превышала его показ Набор собственных слов неудобо читаемых в книге о Мексике занавес над перечитанным трудолюбиво Вдруг он зачитал по ботанике минералогии химии со стервенением Что ж вышло только строка яйцевидные атомы мчатся Как рой лепестков отлетел рой томов по ботанике минералогии химии Я в нем ценил любознательность и бескорыстнейшее перманентное чтение что эрудит это ясно но надо сказать что не только пылала любовь к просвещению в нем в этом смысле он был гуманистом не по староженке а по петрарке в естественном он ореоле почтенье сидел средь юнцов не уча лишь бросая мнрн или ненрвц то есть нравится или не нравится анализировать стих не хотел не умел чай по вторникам ровно в 4 совсем академия не флорентийская чопорно-тонная точно Оксфорд он неспроста дружил с академиком лордом Морфелем в Лондоне и академиком членом российской словесности было поваднее здесь чем юнцам оборвешься молчишь и Бальмонт перетянутой академичностью тоже его супруга еле-еле бывало налаживает разговор Бальмонт познакомился и сблизился с английским философом-словистом Уильям Ричардом Морфилом будущим английским корреспондентом весов весной 1897 года в Оксфорде смотрите Ильев Валерий Брюсов и Уильям Морфил в книге Брюсов и литература конца 19-20 века Ставрополь 1979 страница 91-92 примечания редакции Иль сидит здесь при стене без единого слова брюнет моложавого вида военной румяной с красным околышем и серебряным аксельбантом Джунковской Когда губернатором стал то Константин Дмитриевич с ним рассорился Сидит и литературная дама Андреева Сидит кто-нибудь из Собашниковых Толстоватое Минцлова Целится в нас миниатюрной лорнеткой Какой-нибудь приват-доцент Поэт Болтрушайтесь Или Поляков За столом И является Бунин Иван Алексеевич Желчный такой сухопарый Как выпитый С темно-зелеными пятнами около глаз С застренным и клювистым как у стервятника профилем С прядью спадающей темных волос С темно-русой испанской бородкой С губами едва дососавшими свой неизменный лимон И брюзжит И косится на нас декадентов которых тогда он весьма ненавидел за то, что его листопад в Скорпионе не шел А до этого факта тепло относился он к Брюсову Листопад стихотворение книга Бунина выпущенная в свет издательством Скорпион в 1901 году Об отношениях Бунина и Брюсова смотрите вступительную статью Нинова к их переписке Литературные наследства том 84 Иван Бунин книга первая Москва 1973 страница 421-440 примечания Я его юношей страшно боялся Он, перемогая едва отвращение к отродию ему нелюбезных течений с непередаваемой дрожью отвертываясь мне совал кисть руки и потом стервеняс от припадков сердечных наверное в нем начинавшихся от одного моего неприятного вида бросал свои взоры косые как кондор подкрадывающийся к одиноко лежащему раненому Я в ту весну бывала тащусь прямо с крыши химической лаборатории где молодежь мы готовились дружной гурьбой к государственному испытанию в Толстовской к Бальмонту и думаю что если Бунин сидит Он сидел Чай Бальмонта сплетается мне с чаем воскресным староженки Где проще сердечнее хоть пусто где и Константин Дмитриевич бывал Староженка в ту весну отрезал раз за просердечием мне Константин Дмитриевич жив? Что? Извозчик мой вчера едва его не раздавил он был пьян Порой мне казалось Бальмонт файфоклока такая же поза детяти как гордый испанец стоящий пред лошадью староженки во мраке собачьей площадки в надежде что лошадь узнавший Бальмонта по свету павлиньему им излучаемому шарахнется с пути потому что я слышал рассказ кто-то видел его вылезающим из сидений на козлой извозчичьи с томом Бальмонта в руках и сующего том под сосули извозчичьих заиндиевших усов я Бальмонт написал это вот раз он в деревне у Полякова полез на сосну прочитать всем ветрам лепестковый свой стих закарабкался он до вершины вдруг странно вцепившись в ствол он повис неподвижно взывая помощи перепугавшись высот за ним лазили едва спустили с опасностью для жизни однажды взволнованный отблеском месяца в пенной волне предложил он за месяцем ринуться в волны и подал пример шел по щиколотку шел по колено по грудь шел по горло в пальто в серой шляпе и с тростью и звали и звали пугаяся и он вернулся без месяца супруга уехала раз в Петербург он остался в квартире один кто-то едет и видит Багрова все окна в квартире Бальмонтов звонили 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 не отпер никто и вдруг отперли копоти и черные массы сквозь них бьют вулканы кровавые из ряда ламп с вителями отчаянно вывернутыми среди черно-багровых гамор очертания черного мужа Бальмонта устроившего Мартинику не то от того что он выпил не то от каприза мгновенного и поэтического подразумевается сильное извержение вулкана на острове Мартиника в 1902 примечание редакции я бы мог без конца приводить факты этого рода весьма обыденные в жизни Бальмонта весьма удивительно не горел не тонул из сосны не низвергся начал же начал же эту карьеру скачком из окна в тротуарные камни с четвертого он этажа под влиянием жизненных трудностей переломал руки-ноги и начал стихи писать от падения лишь хромота оставалось наверное вай или ветер которого честил оригинальную строчку ветер 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 к нему подлетевший его как дитя опустил эту попытку самоубийства Бальмонт совершил 13 марта 1890 года о ней он рассказал в автобиографическом рассказе воздушный путь опубликованном в русской мысли 1908 номер 11 смотрите орлов Бальмонт жизнь и поэзия в книге Бальмонт стихотворение страница 19 примечание редакции из окна сумел выскочить не из себя и томился зашитый в мешок своей личности и сумасшествовал переводя Тома Шелли уписывая библиотеки плавая в море романов и в море вина утопая чтобы вынырнувший появиться средь нас поэтичен свеж радостен достижильный и неизменяемый я стал седым лысым блок брюсов сгорели согнулся Иванов волошиной сологуба не стало Бальмонт в 921 году как и в первом лишь кудри волнистые вырастил в них ни сединки с кошелкой в руке и в пенсне средь торговых смоленского рынка нащупывал репку себе покупайте я посмотрел с видом гранда себе покупаю морковь на арбате он в 903 году как и в 17 ранней весной являлся когда гнали снег дамы в новеньких кофточках в синих вуалетках мелькала из роя их серая шляпа Бальмонта бородка как пламень на пламень зари чуть прихрамывая не махая руками летел он с букетцем цветов голубых останавливался точно вкопанный ах рывом локоть под руку мне весна его делала благожелательным вскидывал нос и ноздрями пил воздух идемте не знаю куда все равно хочу солнца безумия строчек моих ваших раз меня усадивший на лавочку в капах дождя стал закидывать фразами как меня видите трудно сказать говорите но прямо как видите вижу вас нежитьем он огорчился но в пышном венке просиял как дитя этот метафорический стиль им предложенный был тяжел но он требовал два часа рыбом таскал под дождю так что я насморк схватил а ему нипочем он в стихиях воды промоканий пурги точно рыба в воде трубадур поспевающий всюду где строчки читают он последний поэт проживавший в тринадцатом веке среди сицилианской природы дерущий со строчкой своей с мавританским поэтом валерием брюсовым а не в москве не в двадцатом столетии переполнял все журналы в апиле довольно бальмонт да бальмонт он придумав себе псевдоним леонель заключал альмонахи бальмонт открывал альмонахи и радовался что он всех перепевший точно змея ужалившая себя в хвост есть омега и альфа совсем трубадур позабывший шестьсот лет назад умереть и принявший обличие безлетного юноши пушкин ему пра-пра-правнук задания русской поэзии были ему сицилианцу чужие он анахронизм играл в сказки желая на отблесках лунных пройти по водам возвращался промокшей растрепанной жалкой романтики стилизовали то чем бальмонт жил влюблялся в пылинки в росинки в мушинки влюбившись бросал увлекаясь вуалеткой браслеткой неверный от верности мигу последнему он воплощал то что Брюсов гласил лишь мгновение мне как зорница помигивал и потухал и таким же прошелся по жизни моей лишь миганием издали слабой зорницею и не припомнишь когда начинала бальмонтом помигивать раз забежал я к нему очень усталый в подушках лежал он говорите сидите что делали вы о чем думали квакало ели я что-то свое философское начал раздался отчаянный храп я хотел удалиться бальмонт точно встрепанный переконфуженно квакал я слушаю вас продолжайте я рот раскрыл и снова всхрап я на цыпочках к двери он вскочил посмотрел укоризненным очень насупленным взглядом я этого вам не прощу мог быть мстительным брюсов рассказывал раз он таскал глухой ночью меня он был пьян я боялся его пришибут переедут хотел от меня он отделался стал оскорблять зная эту уловку его я молчал не поверите он проявил изумительный дар в оскорблении так что к исходу второго наверное часа я брюсов потупился я развернулся и и оскорбил его действием он перевернулся и бросил меня ну и на другой день подходит ко мне и протягивает незлобиво мне руку и брюсов вздохнул добр об этом инциденте между брюсов и бальмонтом сообщает в своем дневнике Волошин записав 12 января 1912 года рассказ Бальмонта можно ли смыть обиду Валерий сделал то же что ты Гумилеву я почувствовал что пол лица омертвело я провел 36 часов в бреду я не мог его вызвать у меня была клятва данная еще юношей перевести Шелли его жена ждала ребенка я пришел к нему и спросил зачем ты это сделал он стал на колени целовал мои руки мы тогда с ним стали на ты нельзя было иначе о как это все было я приехал только что с Балтийского моря я только что кончил только любовь это были самые ясные дни подъема я утром ехал с грифом соколов мы остановили автомобилиста который раздавил мужика и хотел бежать с мужиком в колесе мы его схватили и предали полиции встретили Валерия он сказал мотнувши головой знаете ли что автомобилем принадлежит будущее потом мы поехали на скачки играли я выигрывал но когда я играл вместе с Валерием то проигрывал это меня раздражало я проиграл все что выиграл мы поехали в ресторан гриф юргис Валерий Сережа Поляков мне хотелось заставить их честовать себя но им этого не хотелось они стали играть в домино оставьте игру давайте разговаривать а то я выкину за окно я взял в горсть костяшки и бросил за окно Сережа Поляков сейчас же сказал лакею пойдите там упало домино но он конечно ничего не нашел я что-то начал говорить Валерию я не хочу чтобы играли я из-за вас проигрывал на скачках это шулерство он ударил меня я спросил почти спокойно что это значит это значит что вы всем нам надоели и с перекошенным лицом пошел из зала меня в тот вечер ждала Нина Ивана Петровская я не поехал к ней я поехал в публичный дом поднялся в отдельную комнату разделся и лег с девушкой как брат с сестрой но когда она делала жест любви то я отстранял ее рукой так я пролежал всю ночь и думал свои мысли потом ходил по улицам но не мог и пошел к Валерию они кончали обедать он встал сумрачный и мы прошли в его комнату и когда он на коленях целовал мои руки и плакал скупыми слезами мне лицо его казалось обезьянним подробную характеристику взаимоотношений Бальмонта и Брюсова смотрите Нинов так жили поэты Нева 1978 номер 6 и 7 1984 и 4 и 10 номер примечания редакции и я испытал на себе незлопамятную доброту в инцидентах между нами случавшихся без инцидентов нельзя с ним он спал ненавидел любил ходил в гости не с кодексом нашего века с кодексом века 13 видя перед собой не 300 Натан Гейзера и Лоин Грина а Бунина амфитеатрова неудивительно ли что прошел без зацепок он с кодексом этим Бальмонт Трубадур заключенный в застенок мещанского быта последнее делал усилие вежливым быть до момента когда в представлениях его Трубадуровой чести предел наступал что казалось амфитеатрову дерзостью было репостом оплеванного репост быстрый ответ отповедь быстрый ответный удар примечание редакции кабы амфитеатров помыслил об этом конечно не навалился мужик здоровенный на слабенького ланчелотика в сцене ужасной весьма унизительной не для Бальмонта последнее дело бить связанного ланчелот ланселот озерный центральный персонаж средневековых рыцарских романов примечание редакции и отсюда сквозь все неисчерпанное переломаны кости стучат или как будто душа о желанном просила но сделали ей незаслуженно больно и сердце простило но сердце застыло и плачет и плачет и плачет невольно не точно цитируется заключительная страфа стихотворения безглагольность из книги только любовь это стихотворение Бальмонта принадлежало к числу наиболее ценимых белым тоже четверостише из него белый приводит в письме к Брюсову август 1904 года смотрите литературные наследства том 85 Валерий Брюсов страница 377 примечание редакции терпеть он не мог Мережковского Мережковский выпыживал из себя свои бредни о будущем и о далеком прошлом тосковал романтик Бальмонт Мережковский его в те года презирал я однажды застал их сидящими друг против друга Бальмонт оскорбленный на хмурь изливаемую на него Мережковским славил поэта вообще назло Мережковскому вне религии поэзию отрицавшему очень напыщенно бросил он разумею поэта как ветер песнь его свободна и Мережковский с ленивым презрением осклабился не поворачивая головы на Бальмонт он бросил в ответ за то как ветер и бесплодно Бальмонт прибежавший домой написал стихотворные послания посвященные Мережковским там есть страфа вы разделяете сливаете не доходя до бытия о никогда вы не узнаете как безраздельно целен я не точно цитируется заключительная страфа стихотворения далеким близким мне чуждо ваше рассуждение вошедшего в книгу только любовь и впервые опубликованного в новом пути 1903 номер 6 страница 48 смотрите Бальмонт стихотворение страница 290 примечание редакции но не нашинской цельностью целен он был точно с планеты Венеры на землю упав развивал жизнь Венеры земле вовсе чуждой обвив себя предохранительным коконом этот кокон идеализация поэта рыцаря Бальмонт в коконе своем опочил он летал над землей в своем импровизированном пузыре точно в мыльном пузырные цельности лопаются мыльный пузырь очень тонок он рвется сидящие в таких пузырях ушибаются падая от того-то Бальмонт когда выходил из состояния напыщенности то имел очень пришибленный вид Волошин и Кречетов В те же дни то есть весной 1903 года я встретился с Максимилианом Волошиным Брюсов писал о нем несколько ранее юноша из Крыма жил в Париже в латинском квартале интересно рассказывает о Балиарх уезжает в Японию и Индию чтобы освободиться от европеизма дневники февраль 1903 года и Макс не поехал в Японию едет в Париж он умен и талантлив дневники осень 1903 года эти короткие записи Брюсова характеристика Волошина тех отдаленных годов умный талантливый юноша меж Балиарами между Индией ищет свободы от европеизма и пишет зигзаги вокруг той же оси Парижа насквозь пропариженной до цилиндра но демократического от квартала латинского демократическим этим цилиндром Париж переполнен Иванов по виду тогда мужичок появлялся с цилиндром в руке как Волошин Волошин постоянно жил в Париже с апреля 1901 года до середины января 1903 года примечание редакции Москва улыбалась цилиндру здесь должен сказать я зарисовываю не мудреца кактебельского Волошина с опытом жизни своей сединой припудренного а Волошина юношу Индия плюс Балиары зеленые на два равнялись кварталу латинском в нем этим кварталом а не категорическим императивом он щелкал как свежим крахмалом надетым на грудь этот юноша выросший вдруг перед нами в три дня примелькался читая цитируя и дебатируя даже казалось что не было времени когда Волошина не было так же внезапно исчез он его явления исчезновения всегда внезапные сопровождают в годах меня нет покажется странным что был что входил во все тонкости наших кружков рассуждая читая миря дебатируя быстро осваиваясь с деликатнейшими ситуациями создававшимися без него находя из них выход являясь советчиком и конфидентом в Москве был москвич парижанин в Париже свой многим друг Бальмонта спецлитературы настоянный на гальском духе ценитель Ремида Гурмона Кладеля знакомый Ковалевского свой скорпионом и свой радикалом обхаживал тех и других если Брюсов Бальмонт оскорбляли вкус то Волошин умел стать на сторону их в очень умных отточенных неоскорбительных вежливых формах те были колючие он же сама борода доброта умел мягко с достоинством сглаживать противоречия ловко парируя чуждые мнения вежливо он противопоставлял им свое проходил через строй чуждых мнений собою самим не толкаясь Брюсов и даже Бальмонт не имели достаточного европейского лоска чтоб эквилибрировать мнениями как в европейском парламенте Волошин в те годы весь лоск закругленность парламентских форм радикал убежденнейший республиканец и сосланный в годы студенчества он импонировал Гольцеву Ковалевскому своим протестом доказанным не мог учиться в России став слушателем вольного университета основанного Ковалевским в Париже поступив в 1897 году на юридический факультет Московского университета Волошин был в феврале 1899 года исключен за агитацию на год и выслан из Москвы вторично был арестован и выслан из Москвы в начале сентября 1900 года Смотрите Купченко Вольнолюбивая юность поэта Волошин в студенческом движении Новый мир 1980 номер 12 страница 216 223 В русской высшей школе общественных наук в Париже Волошин слушал лекции в конце 1901 года примечания редакции Всей статью своих появлений в Москве заявлял что он мост между демократической Францией новым течением в искусстве богемой квартала латинского и нашей левой общественностью он подчеркивал это всем видом поэты проклятые Франции на баррикадах сражались тип европейского дэнди не то где что отстало о нем полагают у нас сам Уальт кончил жизнь социалистам где новая Бельгия Жорж Роденбах Ле Монье Эверхарн друзья социалистических депутатов Дестре Вендервельда показывал это все Максимилиан Волошин компанией передовых европейцев Баженова Гольцевых и Ковалевских везде выступая он точно учил всем утонченным стилем своей полемики полной готовности выслушать питать вобрать без полемики переварить и потом уже дать резолюцию преподнеся ее точно на блюде как повар с приправой цитат анархических и декадентских недерзко где переострялись углы он всем видом своим заявлял что проездом что зритель он весьма интересной литературной борьбы что при всем уважении к Брюсову с ним не согласен он в том-то и в том-то хотя он согласен в том в этом такой добродушный и искренний жест примерял дерзость скромная не зашибала его борода жилет вид парижанина не то заправского кучера русского парня рубахи хотя облеченного в черный цилиндр прижимаемый к сердцу под выпеченной бородою ненашенской стрижки начитанность много видавшего многоизъездившего отнимали охоту с ним лаяться наоборот вызывали охоту послушать его он умел так блестяще открыть свой багаж впечатлений с отчетливо в нем упакованными мелочами вот собор богоматери вот анекдот о Бальмонте о бомбе разорвавшейся в отеле Фуайо о Жоресе Ремиде Гурмоне прогуливающемся ночью глухой по Парижу с закрытым лицом и тайком разъедала волчанка лицо о собрании Ковалевского о кабачке и о том что Париж в освящении утреннем серая роза все слушали и модернист и отец парижанин душой откликающийся сочувственно на слова о латинском квартале Максимилиан Волошин умно разговаривал умно выслушивал жаля глазами сверлящими серыми из-под пенсне бородой кучерской передергивая и рукою прижатые груди и взвешенные в воздухе точно ущипывая в воздухе ему нужную мелочь и выступив с тактом вставлял свое мнение он всюду был вхож я увидел впервые его в приложении к новому времени еще до знакомства с ним здесь поместили рисунок художницы кругликовой давшей изображение Бальмонта читающего в Петербурге из первого ряда слушателей вытягивалась борода на читающего Бальмонта такие в Париже носили лопатую длинная с боков отхваченная и курчавая шапка волос вставших вьющихся кольцами выпят губы из-под носа в пенсне с синусоидой шнура взлетевшего в воздух смотрите Бальмонт читает в русской школе в Париже лекцию о Шелле набросок с натурой кругликовой новое время иллюстрированное приложение 1903 номер 9671 5 18 февраля страница 5 примечание редакции увидев зарисованного господина подумал я кто он такой парижанин вот дядя а в тот же вечер попав на званый ужин к Брюсову я увидел из передней ту же курчавую ярко-рыжавую бороду под рожеватой шапкой волос кучерских тот же выпят губы тот же пенсне с синусоидой шнура взлетевшего в воздух то мой парижанин сидел в иллюстрации вытянувшись подавал как на блюде вперед свою бороду руку прижавшую к груди как ущипывая двумя сжатыми пальцами тоненькую волосинку и щурился он на того же Бальмонта не нарисованного а живого мерца и пенсне затонувшими в щечных расплывах глазами когда я вошел нас представили он подал мне руку с приятным расплывом лица приширокого розового моложавого он называл в эти годы себя молодой душой умно меня выслушал выслушавший свое мнение высказал с тактом понравился мне его просили читать он читая описывал как он несется в вагоне сквозь страны года и раи воспоминаний и мнений а стук колес в уши бьет тита-та тита-та мы удивлялись ритмическому перебою их то тита то тита-та было досадно речь идет о стихотворении Волошина в вагоне 1901 год Волошин стихотворение страницы 43-45 впервые опубликованном в Альмонахе Северные цветы Москва 1903 страница 106-108 примечание редакции хорошее стихотворение он убивал поварскую подачу его как на блюде отчего сливали с достоинства строчек с достоинством произношения так что хихикали э да он это прочел он прочтет про морковь ярко-красную кровь так что в обморок падаешь падали же в обморок от прочитанного с пафосом меню ресторанного если Болошин в те годы умерил свое поварское искусство в подаче стихов он во многом бы выиграл а то иные умаляли значение стихов его пока печатные книги не выпрямили впечатление что интерпретатор Болошин настоящий поэт он в поэзии модернистической скоро занял почетное место меня поразившая титата перечитывалась даже передери оно оттесняло другие стихи его этому стихотворению все удивлялись пленялись и я и отец появившийся вскоре с визитом ко мне Максимилиан Болошин округло расширясь расплывами щечными эти стихи прочитал и отцу он внимательно слушал отца развивавшего ему свою монодологию с очень значительным шепотом очень внушительно стулом скрипя заявил отцу что и он развивает подобные же взгляды в стихах в подтверждение этого свои стихи прочел он отцу зарубившему воздух руками в такт ритму такс такс вот и я говорю превосходно Болошин передергивая бородой и брови сжимая высказывал мягко округлые доводы в пользу научной поэзии и помянул про Максим Максимович Ковалевского отцу когда-то близкого так что когда вышел он с прижимаемым к сердцу цилиндром под выпеченной бородою ненашинской стрижки отец охвачен был старинными воспоминаниями о Париже о своих завтраках с юным ришпеном о Пуанкаре математике этого да понимаю человек приятный начитанный много видавший Волошин был необходим эти годы Москве без него округлителя острых углов я не знаю чем кончилось бы заострение мнений меж нами и нашими злопыхающими осмеятелями в демонстрации от символизма он был точно плакат с начертанием ангела мира Валерий же Брюсов был скорее плакатом с начертанием дьявола Брюсов углил Волошин круглил Брюсов действовал голосом сухогортанным как лёг от стервятника Макс же Волошин ржавый и розовый голосом влажным как розовым маслом мастил наши уши несправедливо порой его умоляли настолько насколько священник Григорий Петров его преувеличивал ставя над Брюсовым как поэта уже впоследствии когда Эллис стал верным Личарду и Брюсова то он все строил шаржи на Максимилиана Волошина слугой Личарды верным называет себя Смердяков по отношению к Ивану Карамазову Братья Карамазовы часть четвертая книга одиннадцатая глава восьмая Достоевская полное собрание сочинений в тридцати томах том пятнадцатый Ленинград тысяча девятьсот семьдесят шестой страница пятьдесят девять пятьсот шестьдесят четыре пятьсот девяносто комментарии Ветловской примечания редакции Это ж Коми от поэзии Впервые поэтом Коми-выезжором назвала Волошина Гиппиус в статье Нужны ли стихи Новый путь 1903 номер 9 страница двести пятьдесят двести пятьдесят один подпись Антон Крайний примечание редакции Переезжает из города в город показывает образцы всех новейших изделий и интервьюирует Правда ли что у вас тут в Москве конец мира пришел Он потом проезжая на фиакре в Париже снимает цилиндр предзнакомым и из фиакра бросает ему слышали последнюю новость в Москве конец мира и скроется за поворотом Это шарш для которого Эллис не щадил отца с матерью Сам же с Волошиным был он на ты Их сближали и годы гимназии и университет из которого ушел Волошин и семинарию профессора Озерова Брусофильство Эллиса его делало бальмонтофобом и блокофобом Вышучивал он и Волошина Из всех острейших углов Эллис был наиострейший А необходима была роль Волошина как у мирителя не вовлеченного в дрязги момента Волошин понравился мне а не Соколов Гриф с которым в тот же 1903 год я в кружке познакомился Он сразу оттяпал стихи у меня и отрывки из четвертой симфонии для своего альманаха Он с первых же шагов ужаснул опечатку со смаком оставивши в корректуре напечатал таки закат пенно жирен Гриф употребительное в символистской среде прозвище Соколова Кречетова руководителя издательства Гриф сам Соколов нередко подписывался этим прозвищем в письмах примечания редакции Голубчик Сергей Алексеевич что вы наделали а что такое да пирен не жирен а я думал что это вы новое слово создали в опубликованном тексте цикла стихотворений Белого возврат в котором встречается эпитет пенно пирный однако такой опечатки нет напечатано подаем кубки пенно пирной влаги альманах книгоиздательства Гриф Москва 1903 страница 49 примечание редакции в отрывке том самом мне пальцем на фразу показывал и тухло солнце в чем дело перемените скажут протухло исправься скорее правка относилась видимо к одной из следующих фраз в отрывках из четвертой симфонии Белого закат становился бледно-грустен и золотисто-атласен тухло-золотое вино пролитое на горизонте и вечность потухла на горизонте страница 57-58 примечание редакции он стал появляться у нас в квартире с корректурой и приглашал на свои вечеринки красавец-мужчина похожий на сокола жгучий брюнет перекручивал жгучий он усик как вороново крыло цвет волос глаза черные очи сюртук черный с лоском манжеты такие что он пенсне дьяволически скидывал с правильной хищного носа с помощью брезливых бровей бас дьяконской бархатной черт побери адвокат его слово бабац прямо в цель окна в дребезги слишком уж в цель скажет грубо так лозунгами из оскара уальда прочитанного в переводе неверном в таком где уальд может выглядеть вильде отчетливо он запузыривал так что и уальд не уальдил а соколовил в 1890-е годы в русской печати фамилия английского писателя транслитерировалась в отдельных случаях как вильде смотрите павлова оскар уальд в русской печати начало 20 века книги из истории русско-советского международного книжного общения 19-20 века ленинград 1987 страница 44 примчание редакции мочи не было слушать враждебный к религиям столоверчением не прочь был заняться как и дамским флиртом однажды влетев на трибуну чтобы защитить Мережковского он пнув героической пяткой прямо в доске помоста и пнув большим пальцем себе за спину в ту сторону где пришибленный его комплиментом сидел Мережковский бледнеющий от бестактности дернул он точно дубинушку по адресу Мережковского и Зинаиды Гиппиус они люди святые бац в пол ногой и бабац себе за спину пальцем большим эти люди овеяны высими снежно-серебряного христианства Мережковский тогда же лиловым стал гриф озираясь надменно с трибуны слетел победителем точно такие шаблошки он ляпал на книге и Марку придумал издательство своего жирнейшую грифину думая что скорпиона за пояс заткнул он скорпион насекомое малое а гриф птица крупная в крупном масштабе он действовал неделикатность его точно столб геркулеса торчала в годах антипод Максимилиана Волошина если последнего сравнивать можно с упругим мечом даже при нападениях незашибающим первый желая друзьям удружить на их лбы падал палицей стих его был скрежетом аллитераций точно арба неподмазанная и сюжета же кровь где его от страстей так темна так темна что уже почернела она перепрыгивал в дерзостях через Бальмонта и Брюсова а получилась какая-то вялая преснь Брюсов брови сдвигает бывало Бальмонт же покровительственно оправдывает приснятину эту он Соколову мироволил очаровываясь почетом оказанным грифом ему гриф был Бальмонтов вассал в своем грифе но благородном собрании ревел он потом радикальнейшими убеждениями адвоката московского головину Ходосевича и духовскому весьма импонировал Брюсов выглядел аполитично но Соколов говоря о царизме бывало зубами скрижищет а черные очи вращает на дам кончил аплодисменты позднее он в Киев привез нас на вечер искусства меня провалил там Блока тоже Блок мямлил стихи я петь разучас потерял голос свой от бронхита Соколов же как примется на весь театр заревать свои стихи дровосеки сюжет взял из моего пепла подвиск киевлянок хорошеньких затрескотавших потом Соколов то мужчина красивый какой стихотворение дровосек смотрите кречетов летучий голландец вторая книга стихов москва 1910 написано по всем очевидным признакам под влиянием стихотворения белого работа 1904 вошедшего в его книгу пепел и впервые опубликованного под заглавием идиллия первая часть в альманахе книга издательства гриф москва 1905 страница 20 смотрите стихотворение и поэмы страницы 257 258 примечание редакции я вглядевши в Соколова увидел что слишком пухлявые у него руки для кречета и точно под кожу набили ему гагачьего пуха такого же пуха набили под щеки глуповато торчали они пузырем глаза были пуговки с дамских ботинок а лоск сюртука точно вакса с эстрады как кречет а в кресле домашнем своем само добродушие и прямодушие режущие правду матку не слишком ли бывало он так переправдит что просто не знаешь кидаться ли в объятия и благодарить или грубо оборвать правда его грубостью как геркулесов столб пучилась имел дар был делец достающий деньгу для издательства и перекидывающие с руки на руку точно брелоки журналы искусство руно перевал были сфабрикованы им как и издательство гриф и провалены им как и гриф но умел добывать себе рукописи средь талантливых юнцов припростит забывала дымнет стомным вздохом со мною бальмон сологуб белый блок журнал искусства вышел в 1905 году просуществовал кажется менее года журнал золотое руно стал выходить с 1906 года Соколов был редактором литературного отдела его около полугода перевал журнал сфабрикованный Соколовым выходил с осени 1906 года до осени 1907 года книга издательства гриф существовала с весны 1903 года кажется до войны примечание автора юнец тает протянет юнцу портсигар трубку выкурем и не успев опериться юнец сидит уже в грифе пасит такой не к добру ничему Соколов научить не умел птенца малокультурного хоть и талантливого загублялись грифята хирели ходили с головкой повисшей гриф был неумен и недобр простоватое стать стать поэта и стать демосфена лишь видимость пошлость и грубость которые он невзначай обнаруживал были невидимостями не нравился он моей матери и морщился как-то на него отец и я неопытный вовсе натаскивал на Соколова себя ведь приятели ведь почитателем держатся не подкопаешься и все издатель нас всех побеждала жена его с ней он вскоре развелся она мило пописывала была же умница очень сердечная и наблюдательная но больная больная отравленная самопротиворечием первая жена Соколова Петровская Соколова официальный их развод был зарегистрирован в августе 1907 года в ноябре 1907 года Соколов женился на Рындиной смотрите дневник Рындиной примечание редакции выглядела же просто мученицей от столбов геркулесовых с Ниной ванной складывалась настоящая дружба они дружили с ней Брюсов Бальмонт Батюшков Петровской Соловьев и она органавткой была одно время декаденты смущал меня первый прием декадентов в квартире у нас чтобы это понять надо вспомнить везде где являлись Бальмонт Брюсов и Соколов начинались скандалы Брюсов умеющий быть безупречным кусаемый точно злой скалопендрой порой выкрикивал на зло дерзость Бальмонт несомненно бы выглядел рыцарем при Говеншталфенах в 12 веке в веке 20 казался вполне задиралый и неудрено вид испанской Сравните в конце апреля 1903 года состоялась у меня первая вечеринка на которую я пригласил новых своих литературных знакомых у меня были Бальмонт Брюсов Болтрушайте Соколов Поляков Перцов из Петербурга Александр Кайранской писатель Пантюхов Петровской Кобылинский Владимиров С Папы Мама Мама Взяла Обещание Что Он Не Станет Ступать Спор С Декадент Материал К биографии Примечание Редакции Отец В апреле 1887 года Смотрите Шарыпкин Творчество Георга Брандеса По русским источникам и материалам Русские источники для истории зарубежных литератур 1980 страница 219-221 Примечание Редакции До сели все встречи с профессорским миром кончались плачевнейше для декадентов Я думал Бугаев и Брюсов до этого роковой Были же возгласы Что за такие деяния в Сибирь И притом видел отец его Боренька уже завлеченный в скандалы и бросивший естествознание для литературы украден Валерием Брюсовым Брюсов как лесной царь вырвал у отца сына болеющего декадентством Это же почва достаточная для внезапного взрыва Позвольтесь Ужасно что вы проповедуете за такие деяния Того и гляди что слетит негодяй Кобылинской Элис ярился при одном имени Брюсов в то время Он видел в нем выскочку тень бросающую на Бодлера Когда Кобылинской кидался кусаться то от возгласа негодяй отделяла всего волосинка Допустим отец думал я еще сдержится Эта швизгливая шавка Аскарис при виде Валерия Брюсова вцепится в фалду ему и пойдет серебить его братец Сергей будет тоже проделывать Тогда отец густо взлаивший бросится им на подмогу Да спор нависал оскорблениями точно плодами созревшими и хорошо коль словесными Вечер Но кажется Эртель Владимиров Сергей и Лев Кобылинские мы упросили отца не взрываться и он обещал нам взирать философски на все что пред ним разыграется Что ж я не мешаю Но что ж поговорка отца всегда предварявший крик Какс 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 Он устроив садом излив мертвое море на мнение над ним с наслаждением перетирал свои руки блаженствовал носом Вот поговорили Звонок появился отчетливый вежливый выпукло как-то внимательный распространяющий бодрость лукава и молода Брюсов Отчетливо вычерчена была его вежливость с матерью Сдержанным мил и почтителен даже был он с отцом ему сыр подставляющим Тоже лукава и молода Отец все это поглядывал декадента Приблизивший к нему нос и очки подперев двумя пальцами Чаюсь Лимонус отваливался на спинку кресла Подстаканный кружок под кружок переталкивал усы надув Брюсов усы надув как отец на него зауглил из раскосов татарскими ясно живыми своими глазами как будто играя с отцом в кошки-мышки словаш обращая ко мне Вы Борис Николаевич руку лежавшую за отворотом сюртучным выдергивал он на меня Приготовите за отворотом сюртука прятал руку Нам сборник стихов этим летом И тут же углил на отца из раскосов глазами татарскими он наблюдая как примет отец предложение это Мы вас анонсируем Дас Дас взять в корни не думаю перетирал отец руки и надув усы он конфузился наткнувшись на взгляды матери означавшие осторожней Ну я не буду хотел я сказать что немного найдется охотников так сказать эти стихи дело ясное Мир их прочтет кликотал точно Кондор готовый к полету на чайную скатертью Брюсов отец же с иронией сдержанный переконфуженно на это мир прочтет Гымкал Я только хотел Будет время взлетал на отца черным Кондором Брюсов Сергей Александрович и Юргис и я Скорпион мы будем перепечатывать все сочинения вашего сына Том первый рукой рубил воздух второй третий пятый и руку запрятывал за отбород Сертука и стрелял озорными такими живыми глазами на мать на отца на меня и на льва Кобылинского белые зубы показывал нам В корне взять с недовольством и все ж с довольством мумыкал отец стаканный кружок на кружок переталкивая мать сияла довольством шепча мне и умница ж этот твой Брюсов вполне на него положилась бы я Я рукой и ногою подписываюсь под словами Валерия Яковлевича косил Эртель Картавой схватил он быка за рога бородой и лицом расплывался Владимиров а Соколов точно палец и бацл по лбам это будет тогда когда в каждой квартире лежать будут томики грифа все шло прекрасно звонок то Кайранской звонок Пантюхов записавший тот вечер в своем дневнике что не умел где я гостей занимать и что это мило где выходило отец мой где чудак добродушный шутник незлобивый слона Пантюхов не приметил шутник добродушный вулкан не потухнувший и чайный стол точно над отверстием вечно готового огнем забить кратера жутко висел весь тот вечер звонок то Бальмонт церемонный и скромный подтянутой позой вошел обошел всех цедя Блунт то есть Бальмонт сел молчал и отец растирая ладони придумывал чем бы занять его так а скажите пожалуйста вы в драматическом роде работали нет еще думаете я то есть не знаю тут Лев Кобылинский как муха к Бальмонту прилипнувший выпить в ухо Бальмонту губу что а а и привязывался как вы можете думать так когда Бодлер и когда Леопарди отставясь с налету вцеплялся ау Маларме ау Жилкена ау Тристана Корбьера Кобылинский в те годы плохим был начетчиком в литературе французской потом преуспел он начетчик в Бальмонте обиделся точно укушенный губы презрительно сжал раздул ноздри откинулся пальцем за серый жилет зацепился пенснейную лентой играя цедил все неверно все вздор от себя то есть все неверно от себя тина и я видел как лев в беспредельном волнении вскочив с передергом плеча и поматыванием своей лысой головки метался между столом и стеной пометавшись как овод опять на Бальмонта кидался ну думалось как по программе пошла себе трепка сейчас опрокинутся стулья все вскочит отец громко взлаев забывший что дал обещание молчать тоже бросится в свалку и будут дела но звонок дверь открылась и надо же благонамеренный провозгласитель истин о том что зимой идет снег летом дождь и что три минус два есть один профессор математики Леонид Кузьмич Лохтин отец человек старых правил родившийся в тридцать седьмом году тот себе виды видал что ему декадент эко не видаль сам декадентил выращивал каламбурные чудовища Лохтину в ухо а этот профессор способный пасть в обморок от нарушения одного параграфа университетского устава и маломальски необщего мнения этот пожалуй домой не вернется умрет сев на стул от обиды и страха что встретил подобное общество да еще где у своего уважаемого учителя силой устава заклепан был Леонид Кузьмич в жесть из которой выделывают самоварные трубы и да сев он порозовел от стыда и даже забыл с чем явился ни звука ни взгляда ни вздрога губы кобылинской белея оставив Бальмонта метался от печки к стене вдруг поймавший меня за рукав оттащив и затиснувший в угол губой полез в ухо нет а Бальмонт вот нахал что 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 понимаешь да я и слюною обрызгивал и снова к столу подскочил стал задорно пощипывать усик прислушиваясь как Брюсов укушенный самоверенным голосом братца Сергея не кстати пустившегося нам доказывать на основании данных почерпнутых им у философа Лотце что Гиппиус пишет не внятицу Брюсов лоб сморщив и руки сложив явил вид скорпиона задравшего хвост и крючком черным дергавшего вы нацелился он на Сергея бровями вдавив подбородок в крахмал вы есть вздрогнул от злости он бросив какую-то резкость определяя Сергея и снова откинулся спиной в спинку затылком за спинку казалось блаженствовал злостью метая глаза на нас белые зубы показывая потолку и я ахнул Сергей бледный бритый вихром бледно-желтым метающий видимо собирался ответить еще большей резкостью оба руки сложив на груди вызывающие выпетели друг на друга но тут Лев Кобылинский взорвался как бомба два братца обычно являющие только зрелище псов закатавшихся с визгом в условиях перегрызания горла друг другу за Шарля Бодлера брат Лев и за лодцы Сергей как затявкают оба как вскочит восьмерки описывать вокруг стола средь которого Брюсов скрестив на груди две руки являл вид скорпиона дрожащего черным крючком записывавшим восьмерки за братьями редко короткими всхрипами он их жалил и жалил и жалил оскаливаясь и метая татарские очи на мать на отца на меня в той же позе скрещения рук на груди иногда он закидывал голову с дикой нежностью жалов садив и начинал перекидываться своим корпусом справа налево и слева направо как бы приглашая всех нас упиваться блаженством от вида укушенных братьев и снова ужаливал их блистал нам глазами без слов агония яд действует а Леонид Кузьмич Лахтин малиновым став свою голову как у скопца малобрадую скорбно повесил и носом уткнулся в стакан глаза вылупил на загогулины скатерти точный жучок представлявшийся мертвым ни звука ни взгляда ни вздрога губы сути спора не помню остался набор величайших бессмыслиц выкрикиваемых и братцем Сергеем безусом безбрадом и львом кобылинским ставшим черным подскакивающим и злым паучишкою такие же бессмыслицы стал выкрикивать Брюсов ценитель поэзии Пушкина и критики Белинского Ха Пушкин нуль перед Гиппиус фразой одною Ореус побьет том Белинского а Николай Чернышевский есть Ха Ореус фамилия поэта писавшего под псевдонимом Каневского в начале века Брюсов сам отмечая в дневниках свою склонность говорить нарочно примечание редакции нежный взгляд от иронии от издевательства дьявольского на Сергея все рты раздевали растерянно даже Бальмонт присмирел только Мишенька Эртель пытаясь смирить разгасившихся спорщиков поднимал от угла свой картавенький голос подписываясь одновременно и рукой и ногой под словами всех трех да отец вопреки ожиданию не бросившийся на подмогу братьям сраженный дикую картину и спора побившего все рекорды как знаток в сих делах подпирал очки с видом каким наблюдают сражение тарантула в банке поставив ее пред собой и весьма наслаждаясь с лукавством оглядывал нас приглашая к вниманию как бы восклицая прекрасные спорщики спор в его стиле вдруг лохтин жучок представлявшийся мертвым взлетел и попрощавшись с отцом свою голову скопческую бросил носом в пол и прочь к двери ни звука ни взгляда ни вздрога губы он исчез увидавший тот жест кобылинский тоже в дверь за ним ни с кем не простившись наткнувшись в передний на тройку веселых вполне добродушных и запоздавших блондинов как ангелы мира они вошли в дверь поляков полтрушайтесь и перцов в Москве оказавшиеся вечер окончился очень приятно Брюсов став тих как овечка проворкатал на прощание отцу что-то очень приятное он мог быть шармером старушек пленял воркача им подуха баллады Жуковского отец пленившийся декапитированием двух гораздо до спора бойцов свои руки развел проводив декадента с лукавым довольством покрикивал нам этот Брюсов приумное знаешь ли бестие точно присутствовал он на турнире где ласкер Чегорина и Соловцева партнеров отца уничтожил и думало сну пронесло на другой день письмо Брюсова матери он просил его извинить в том что был в ее доме он очень груб с кобыренскими но эти братья несносные братья запомнилась фраза письма я о них беспокоился мало им подобного рода спор был нипочем каждый день они где-нибудь бились гроза для меня надвигалась государственные экзамены перед экзаменом весна 1903 года отметилась мне изменением облика всюду запел как комар декадент стая резвых юнцов как толкачики борзо метались в кружке расширялись задания издательские скорпиона уж гриф тараторил весенний пролет от знаменки три объявились поэта Волошин Блок Белый четвертый грозил появиться в Москве Вячеслав Иванов Бальмонт появясь запорхал по Арбату Брюсов писал в дневниках познакомился с Ремезовым и еще у меня был Леонид Дмитриевич Семенов Брюсов писал из Парижа о встрече своей с Вячеславом Ивановым это настоящий человек увлечен Дионисом студент еще Зайцев Борис Константинович объявился писателем Литературные поросли И начиналось решительное изменение вида тогдашней Москвы Уже трамвай проводился Уже ломались дома Появились впервые цветы из ривьеры Являлась экзотика в колониальных магазинах груды бананов кокосов гранат Появились сибирские рыбины странных сортов Население удвоилось Запестрели говоры Киевской Харьковской Екатеринославской Одесской Уже разобщенность кварталов сменялась их сообщением Пригород всасывался в центр Москвы Тараракала громче пролетка Отчетливее тротуар подкаблучивал Вспыхнули вывески новых глазастых кофеен И скоро огнями кино ресторанов и баров должны были вспыхнуть Кузнецкой Петровка Столешников и Театральная площадь где новоотстроенный дом Митрополь должен был поразить москвичей изразцовыми плитами Головина А родимый Арбат не избег общей участи Переменялся и он И еще тот да не вовсе Дома формы те же А не с тем выражением окна смотрели вчерашних дворянских построечек на раздувавшихся выскочек новые постройки покрытые лесами Домочки вчерашнего типа Плеваки Бугаевы Усовой Стороженки Недавно какой-нибудь эдакой двухсполовиной этажной фисташковой крем Алексея Веселовской Пузатоколонна за чвани с кудрявыми фразами кленов его обстоящих беседу вел с пулигерем кафе Брюле Стороженкой пустейшими грохами старых пролеток С подъезда же два лакея тузили ковры вобивалками У Грибоедова топ-топ у Батюшкова Дом напротив с угла Николай Ильич спорил Шашан-Траша шумом кленов Шашан-Траша шутливый поговорка Стороженки обращаемая им к нам когда мы были детьми примечание автора Тара-та-та-та прочитайте Потапинку говорил он громом пролетки Теперь особняк Веселовской был стиснут лесами Домин Ревушинского с розой в петлице желавшего вещать с трубы семи-шестиэтажного дома Потапинка Батюшков Эко Невидаль Я вам Уальдом задам Позадам Николай Ильич сломан был Яма разрытая вместо особнячка Так дворянско-профессорская патриотическая патриархальный уклад отступал пред капиталистической шумной интернациональной асфальтовой улицей Прохор единственный наш всеарбатский лихач со мной барин Борис Николаевич Боренькас вытеснен был раззадастую стаи лихих лихачей ограблявших прохожих у Праги ресторан на углу Арбата Арбатской площади примечание автора Пропал вид размашистый провинциальный Центр переполнялся коробочным домом о пять и о шесть этажей Угрожал стать собранием грубых кубов с трубами Кубы да трубы Прошло пять-шесть лет И зафыркали всюду авто Пробежали трамваи Пропала исконная конка таскаясь еще по окраинам И трухоперлый забор выбегающий острым углом между двух перекрещенных улиц исчез на Мясницкой на Знаменке Клены срубились Витрины электрической блеск переливы пошли И сплошная толпа под зеркальной витриной с муарами с фруктами с рыбинами Везде ртутный свет синий свет розовый белый как день И квадратные колесоногие туловище с колесом впереди и с клетчатой кепкой шофера явились перед ресторанами Черт знает что не Москва Такой стала она через пять шесть семь лет И такой начинала она становиться уж в девятьсот третьем году выпуская на улице даму в манто обвисающую от плечей дорогими мехами и перьями падающими от затылка ей за спину почти до места недавно турнюром украшенного он исчез незаметно зима убежала страстную неделю пролетка пробрызгала лужицей с первую пылью и с первой почкой расхлопнули с окна и красные жерди набухли и барышни шляпкой на крыльях на птичьих накрашенных красных летела как сорванный с ниточки газовый шарик слала и глазенками милами сопровождала весенний мотивчик певаемый в дни когда почки щебечут про свой листорост весна плодотворно приплодом коров поросят настроение рифм и чириков из кустика и чижиков бледно-зеленую песню из пресненских садиков все покупали по тросточке чтобы коснуться земли окончанием тросточки точно протянутым пальцем а двух пяток мало тоска о взыскуемой пятке а третьей есть тросточка мысль эту мне развивал убежденно Сергей Кобылинской ее прочитав у философа Лоцци запомнились мне почему-то весенние дни пред экзаменами когда сидя над книгой ловишь виваемый воздух из форточки где-то затрыкала тонной гитарой про очи про черные и уж глазеют в зажженные окна влюбленно и нежно и кажется эти два домика вдруг побежав от заборов своих подбегут поцелуются даже из окон подвальных откуда людей не видать а видать сапоги быстро выфоркнет кот разораться над крышей гармоника где-то рассказывает о таком о простом о знакомом и в ней что-то страстное страшное видно весною и любят и губят меня аж погубили экзамены и